Во-первых, я приветствую всех оппонентов, уважаемых и тех, кто следит, зрителей. Данная тема была предложена, наверное, уже многие знают, предложена была нашим оппонентам. Али предложил эту тему относительно Корана и искаженности Корана. Мы изначально не видели смысла и причин на самом деле затрагивать эту тему, обсуждать эту тему. И причина была в том, что мы убеждены, я убежден и все шиитское учение убеждено в том, что Коран не подвергался искажению. Искажение в том смысле, что из Корана ничего не убавлено, в Коран ничего не добавлено, и слова в священном Коране или предложения в священном Коране не были заменены на другие слова, на другие предложения. То есть в этом значении, именно в этом значении, да, определенного рода искажения, по нашему мнению, точно так же, как и по мнению сунистского учения, определенного рода искажения происходили. Например, искажения в толковании или же искажения в расположении сур священного Корана, потому что суры священного Корана не расположены в том порядке, в котором они были неспосланы. И в этом все абсолютно единогласны. То есть в этом нет абсолютно никаких разногласий. А тот вид искажения, те виды искажения, которые создают определенные проблемы и относительно которых имеются разногласия, в этом вопросе, то есть именно убавление, прибавление или замена одних слов на другие слова, эти виды искажения не происходили, по мнению шейского учения, не происходили в священном Коране. То есть это исключено, этого не происходило, согласно шиитскому учению. Да, конечно же, среди шиитских ученых, некоторых шиитских ученых, которые к тому же необходимо заметить, необходимо подчеркнуть, что эти шиитские ученые не являются учеными первой величины шиитского учения. Было такое мнение, что некоторые из этих видов искажения происходили. В частности, некоторые ученые утверждали, что было убавлено. Некоторые ученые говорили, что ничего не добавлено, ничего не изменено. Все, что дошло до нас в священном Коране, было на самом деле неспослано. Но кое-что было убавлено. Такая точка зрения среди наших ученых, некоторых, очень редких ученых присутствует. И эти ученые не являются учеными первой величины. И на них не строится вообще наше учение, как таковое шиитское учение. Что касается сунистского учения, то мы, шииты, в частности я, мы убеждены, что шиизм также исповедует веру в неискаженность священного Корана. То есть, в сунизме нету веры, сунистское учение отвергает искаженность Корана. Как прибавление, так убавление, так и изменение. Одних слов или одних предложений на другие предложения или другие слова. Сунистское учение тоже отвергает. Но дело в том, что в сунистском учении, так же, как и в шиитском учении, имеются авторитеты. И эти авторитеты для сунистского учения являются большими авторитетами, чем те ученые, о которых я только что говорил, для шиизма. И эти авторитеты сунизма, они исповедовали искаженность Корана. Некоторые из них считали, что что-то убавлено из священного Корана. Некоторые из них считали, что что-то прибавлено из священного Корана. Некоторые из них считали, что что-то изменено. То есть, все эти виды искажений исповедовали сунистские авторитеты первой величины. Самой первой величины. Но само сундитское учение пытается оправдать этих людей. Само сундитское учение старается объяснить и как-то так оправдать и так объяснить слова и мнения и убеждения этих людей, чтобы не получилось так, что они исповедовали на самом деле веру искаженность. То есть они пытаются растолковать в ином и в другом смысле. Поэтому точно так же, как и шиитское учение, так и сундитское учение единогласны в том, что Коран не изменен. Несмотря на то, что среди авторитетов всей той группы и этой группы того учения и этого учения имеются люди, авторитеты, которые исповедовали обратное, были убеждены в обратном. И здесь необходимо понимать, что Али, Авусумая и некоторые другие представители суннизма пытаются, воспользовавшись мнением этого небольшого количества шиитских ученых, их единичным мнением воспользоваться и преподнести веру в искаженность Корана как веру всего шиитма. Но это не так. Поэтому я предложил Абусумае тему искаженность вера в искаженность Корана в суннизме, чтобы доказать, чтобы показать всем, что подобные убеждения имеются и у сунницких авторитетов. Но при этом мы, шииты, не пытаемся, пользуясь этой небольшой группой людей, которые являются авторитетами для суннизма, мы не пытаемся, пользуясь их мнением, принижать суннизмское учение и преподносить это как мнение всего суннизмского учения. Это в корень неправильный поступок. Нельзя единичное мнение тех или иных ученых, которые являются представителем той или иной школы, преподносить как мнение всей школы. Нельзя в принципе этого делать. То есть, например, если мы в суннизме обнаруживаем, допустим, Абу Яала, есть такой ученый Абу Яала, который исповедовал убежденность в том, что это хамбалитский ученый, это хамбалит как в убеждениях, так и в фикхе, который исповедовал, что у Аллаха есть все органы, кроме половых органов. То есть, это убеждения Абу Яала. И говоря об убеждениях и о вере в телесность, мы говорим об убеждениях исключительно Абу Яала. Мы не приписываем убежденность в телесности в том, что у Бога есть все органы, все части дела, кроме половых органов, кроме как Абу Яала. Об этом говорил только Абу Яала. Мы не имеем права приписывать эту точку зрения всему хамбалитскому течению, всему хамбалитскому, всей хамбалитской школе. Это в корне неправильно. Поэтому, в чем заключается смысл нашей дискуссии и нашего обсуждения? Смысл его заключается в том, что тот метод пропаганды против шеизма, с моей стороны, в чем заключается? Доказать, что тот метод, который используется с суннитами и то, посредством чего они пытаются оттолкнуть людей от шеизма, а именно преподносить шеистское учение как учение, которое верит в искаженность Корана, я хочу доказать, что этот метод, он совершенно в корне неправильный. Ибо, если таким образом подходить к тем или иным вопросам, то те же самые убеждения мы в первую очередь должны приписать сунизму. То есть, сунизм еще больше достоин называться верующим в искаженность Корана, чем шеизм. Ибо те люди, которые в сунизме, те авторитеты сунизма, которые были убеждены в искаженности Корана, они имеют намного большее влияние на сунизм, чем те шеистские ученые, которые утверждали также об искаженности Корана. Те шеистские ученые, они не имели такого влияния. И, как правило, их мнение считается ошибочным. Их мнение не подвергается переносному толкованию, в отличие от авторитетов сунизма. Мнение которых толкуется в переносном смысле. То есть, не говорится, что вот этот авторитет или этот человек ошибся. Нет. Несмотря на всю очевидность того, что они верили в искаженность Корана, все-таки сунизские ученые, сунизские представители... Время, да? Время, да. Да, да. Все, все, да. Али, я кинутый 10 минут у тебя на выступление. Бисм الله الرحمن الرحيم. Для начала я приветствую всех тех, кто нас смотрит. И своего оппонента Курбана тоже. Курбан упомянул в своем предисловии, что Аглесуна в Аль-Джамаа более достойный веры в искаженности Корана. Несмотря на то, что у Аль-Джамаа есть единогласное мнение в том, что тот, кто верит в искаженность Корана, является кафиром. Я упомянул то, что он упомянул, это Абу-Я'ля. Аль-Кази Абу-Я'ля, рахмаху Аллаху, говорит, Аль-Кази Абу-Я'ля, рахмаху Аллаху, говорит, Верит в искаженность Корана. И в Тартибе тоже. И он говорит, И на Куране у них был единогласное мнение, И никто не сказал ничего в протесте, потому что они собрали. И так далее, он говорит, что тот, кто верит в искаженность Корана, является кафиром. И так же, говорит, Имам Акады Айяб, рахмаху Аллаху, в книге «Аль-Шифа» Би-Таарифи Хукуки Мустафа, он говорит, И в конце он говорит И у Ахлю Суна есть единогласное мнение То в том, что если кто-то говорит, что это не из Корана То он является кафером И Курбан говорит, что мы более достойны веры в искаженности Корана Я бы хотел, чтобы Курбан привел мне вот такое единогласное мнение у шиитов Что вера в искаженность Корана является кафером А что мы видим? Мы видим полностью противоположное в книгах шиитов Он говорит, что он признает, что есть в шиитове такие люди, которые верят в искаженность Корана Но он говорит, что они не первой величины И у меня возникает вопрос Аль-Кулейни, он ученый первой величины Аль-Маджлис, он ученый первой величины Аль-Кумми Он ученый первой величины Я приведу тебе пример Тафсир Аль-Кумми Где он говорит Тафсир, задумайтесь Человек делает Тафсир Корану И одновременно утверждает, что Коран искажен Он говорит в тафсире аят Кунтум хайра уматин ухриджат линнас Реводит атор Он говорит Аль-Ибн Синан Кал Караату عند Абби Абдиллах Алейхи Салам Кунтум хайра уматин ухриджат линнас Я прочитал Присус Ту Эбу Абдиллах То есть Джафар Ас-Садика Ради Аллаху عنه Я прочитал аятат ая Кунтум хайра уматин ухриджат линнас Факала Аббу Абдиллах Алейхи Салам Хайру умат Хорошая община Он сказал Ягтолуна Амирал Муаминин Вал Хасана Вал Хусейн Который убил Амирал Муаминин И Хасана и Хусейна Алейхи Салам Факала Аль-Кари Ут И тогда Тот, кто читал этот аят Сказал Джуэль Ту Фидака Кайфа нузилет А как она была неспослана Факала он сказал Кунтум хайра уматин ухриджат линнас Он сказал Вы были лучшие имамы Которые Были неспосланы людям Они лучшие общины Это приводит Сахабу Тафсир Аль-Кумми Таких примеров очень много Приводит например Аль-Кулейни В своем книге Аль-Кафи Кафи Курбан знает Что это одна из Величайших книг В шиизме И главный книг В убеждении Так как Кафи Девять томов Делится на три части Есть Усуль-Кафи Есть Фуру'ль-Кафи Есть Арауда И Усуль-Кафи Это убеждение Там он приводит Хадис Что Куран Который был Неспослан Мухаммаду Саллиллаху Алейху То есть Это как Шарх Аль-Кафи Он говорит Что Хадис Аль-Мухаммаду И Приводит Единогласное Мнение Шиитов В том Что Куран Был искажен Это Ученые Первой Величины В шиизме И У меня Есть Тахадди Курбану Тахадди Это как Вызов Чтобы он Привел Вот такую цитату Как у Аль-Маджлиси И Других Ученых Шиизма Что У Хоть одного Чтобы Аль-Суна Аль-Джама Ученого Чтобы он Привел Вот такую Цитату Что он Сказал Что В Куране Было Что-то Добавлено Или Что-то Убавлено И что Куран Был искажен А у нас Наоборот Есть Единогласное Мнение В том Что В такфире Тех Кто Верит В искаженность Курана Это он Досудного Дя не может Доказать Потому что Такого Нету Аль-Шиизме Более Тридцати Величайших Ученых Верит В искаженность Курана И Современные Тоже Я упомяну Как Абдул-Азиз Абдул-Халим Который Говорит На своем Канале Тот Кто Тот Кто Не верит В искаженность Курана Является Кафиром И Недавно К нему Присоединился Аль-Ватик Иш-Шаммари Из Ирака Тоже Известный Шиит Тоже Утверждает Что Куран Искажен То есть Это Какие-то Неизвестные Люди В Шиит А это Наоборот Известные Авторитетные Ученые И это Говорит Ваш Шейх Камал Хайдари Камал Хайдари Даже написал Об этом Книгу И в своем Одном Из роликов Он приводит Цитату Аль-Маджлиси Из книги Мират Аль-Укул И Говорит Что Маджлиси И Кулейни Верили В искаженность Урана У меня вопрос Аль-Маджлиси И Кулейни Они Не первой величины Ученые Или Они Какие-то Не знаю Не первой величины Ученые Как и Выразился Ученые Ученые Мне Мне Сколько Осталось Для меня Интересно Секунды 40 секунд Тогда На этом Останавливаюсь Это было Вступление Это было В втором части Когда будет Искаженность Коронавши Эти Доводы Ты можешь Привести Хорошо Курбан Начинаем Диспут 15 минут Да Как Совершенно верно Сказал Брат Кямран Наш Модератор Дело в том Что Мы Для того Чтобы было Удобно Разделили Наше Обсуждение На две части Это веровискаженность Корана В суннизме И в шиизме И Мы договаривались С Али Сегодня Обсудить Именно в суннизме А потом в шиизме Поэтому То что То что Приводил Али И те Доводы И те Аргументы Которые Приводил Али Мы с позволения Бога Будущим Еще разберем Отдельно Поэтому я не вижу Смысла Сейчас Как бы Эту тему Смешивать С другой темой Сегодня Мы Посмотрим Есть ли Среди Сунницких Авторитетов Первой величины Люди Которые Верили В искаженность Корана Я Не буду Затягивать Эту тему Не буду Слишком Много Говорить И слишком Много Примеров Приводить Для того Чтобы не Затруднять Работу И ответ Для Али Я упрощу Это действие Упрощу Эту работу Для того Чтобы все Было проще Я приведу Несколько Примеров Из каждого Из каждого Вида Веры В искаженность Корана То есть Из трех Видов Я приведу Вера В то Что из Корана Убавлено Вера В то Что в Коран Добавлено И вера В то Что в Коране Изменены Слова То есть Были слова Одни А стали Другие Все эти Три Вида Веры Верой В искаженность Корана Имеется Среди Суннитов Среди Суннитских Авторитетов Самой 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 Первой Величины Первым Примером Может Служить Ум Арибин Аль-Хаттаб То есть Обратите Внимание Мы приведем Пример Из Сахи Бухари Все примеры Я Которые Буду Приводить Я буду Приводить Опять-таки Из достоверных Исключительно Суннитской Точки Зрения Хадисов И преданий В Сахи Бухари Передается Предание О том Что Второй Праведный Халиф То есть Это Человек Авторитет И значимость Которого Невозможно Переоценить В Суннитском Учении Умар Аблина Хаттаб Если Как бы Али Абусумай Говорит Что Тот Кто верит В искаженность Корана То он Должен Объявлен Должен Быть Объявлен Неверным То Мы утверждаем Что Тогда В первую очередь Таковым Должен Быть Объявлен Именно Умар Аблина Хаттаб Умар Аблина Хаттаб Согласно Суннитскому Мнению Это Один из Десяти Обрадованных Раев Это Самый Лучший Человек После В Исламе После Пророка Салаллаху Алейхи 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 Авторитет Совершенно Не подвергается Никакому Сомнению В Суннитском Учении Поставить На один Ряд Умара Аблина Аттаб И Кулейни Например Или же Любого Другого Шиитского Ученого Это Значит Совершить Глупость Они По своему Авторитету То есть Кулейни Для Шиизма Неравнозначен Умар Аблина 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 В священном Коране должен быть аят под названием Ар-Раджим. Да, спасибо. Должен быть аят под названием Ар-Раджим. Побивание камнями. Должен быть подобный аят в священном Коране. Считал Омарабин Хаттаб. И предания об этом имеются в Сахих Бухаре. То есть это достоверные предания. Я ознакомлю вас с этими преданиями. Я уверен, что, конечно же, Абус Умайя знаком с этими преданиями. И ему наверняка нет необходимости искать эти предания. Например, в своей книге Сахих Аль-Бухари приводят слова. Бухари приводит слова Омара ибн Хаттаба, который сказал. Сказано. В Сахих Бухари приводится, что Омар ибн Хаттаб сказал. Если бы люди, обратите внимание, я дословно перевожу. Если бы люди не сказали, что ЗААДА ОМАР ФИ КИТАБИЛЛЯХ, что Омар от себя добавил что-то в книгу Аллаха. ЛА КИТАБТУ АЯТАР РАЖМИ БИЯДИ. То я собственными руками записал бы этот аят в священный Коран. Собственными руками добавил бы этот аят в священном Коране. Здесь о чем идет речь? О том, что люди считают, что в книге Аллаха нету такого аята, как побивание камнями. ЛАУЛЯ АНЬЯКУЛЯ НАСУЗАЙДА ОМАР ФИ КИТАБЛЯХ говорит именно об этом. То есть, говорит о том, что люди считали, что этого аята в священном Коране нету. Но сам ОМАР ФИ КИТАБ считает, что этот аят в священном Коране имеется. И поэтому говорит, ЛАУЛЯ, если бы люди не сказали, что я от себя добавил этот аят в священный Коран, ЛА КИТАБТУ АЯТАР РАЖМИ БИЯДИ, то я собственными руками добавил бы этот аят в священный Коран. То есть, ОМАР АБИЛХАТАБ, как говорит Ибн Хаджар АЛАСКАЛАНИ в ФАТХУЛЬБАРИ, говорит, что он свидетельствовал о том, что это является одним из аятов священного Корана. Вот что говорит Ибн Хаджар АЛАСКАЛАНИ. Ибн Хаджар АЛАСКАЛАНИ говорит, что эти слова ОМАРа свидетельствуют о том, что он свидетельствовал, что это является аятом священного Корана. АННАХА МИНАЛЬ КУРАН. Я не шахадатун фи аят и ражим АННАХА МИНАЛЬ КУРАН. Что ОМАР АБИЛХАТАБ, ФАТХУЛЬБАРИ, Ибн Хаджар АЛАСКАЛАНИ говорит, говорит, что ОМАР АБИЛХАТАБ свидетельствовал, что АНАХА МИНАЛЬ КУРАН. Что этот аят является аятом священного Корана. Но ОМАР АБИЛХАТАБ побоялся, то есть он не стал добавлять этот аят в священный Коран, то есть в текст священного Корана. Говорит Ибн Хаджар. То есть он не стал добавлять этот аят священного Корана в текст священного Корана, Потому что кроме него никто об этом не знал, никто об этом не свидетельствовал. То есть он единственный, кто свидетельствовал, что это аят священного Корана. Но другие, все остальные мусульмане не свидетельствовали о том, что это аят священного Корана. Именно поэтому он не добавил этот аят в текст священного Корана. Кемрам, брат, можешь отключить микрофон Али? Потому что иногда доносится звук, пока выступление идет. И не забывай, пожалуйста, отключать. Это один хадис из Сахи Аль-Бухари. Имеются и другие хадисы в Сахи Аль-Бухари, которые свидетельствуют ровно о том же. Например, предание под номером 68-29 в некоторых изданиях. Передаются слова Умара Ибн-Хаттаба, который сказал, Умара Ибн-Хаттаба сказал, что я боюсь, что пройдет очень много времени. Настолько много времени пройдет, что наступит время, когда люди будут говорить, что мы не находим в книге Аллаха аята о побивании камнями. То есть я боюсь, что пройдет столько времени, что люди начнут говорить, что этого предания, этого аята, прошу прощения, в священном Коране нет. Это предание под номером 68-29. И Бухари приводит много таких преданий, на самом деле. Или, например, 68-30. Это было 68-29. Это предание, которое я сейчас зачитаю. Это 68-30. Это слова Умара Ибн-Хаттаба. Его речь, его худба. Это хадис довольно-таки длинный, но конец этого хадиса, примерно середина, ближе к концу, посвящена именно этому вопросу. Вопросу о аяте побивания камнями. И вот что он говорит. Что Всевышний не спослал своему пророку книгу. И одним из этих аятов, которые были не спосланы на его светлости, в послании к Аллаху, был аят о побивании камнями. И мы читали этот аят, мы понимали этот аят, то есть размышляли над этим аятом и запоминали, зубрили этот аят. И мы побивали камнями и побивал сам посланник Аллаха. И он говорит, я боюсь, что пройдет время, и люди начнут говорить, что мы не находим этого аята в священном Коране. Или же другое предание, также в Сахии Аль-Бухари, под номером 73-23. И опять-таки повторяюсь, таких примеров огромное множество. Я, чтобы не затягивать наше обсуждение, ограничусь всего лишь несколькими примерами. Это всего лишь один пример, свидетельствующий о том, что Умар-Блин-Хаттаб верил в то, что в Коране не хватает аята. То есть он верил в то, что из Корана убавлено. Это, вне всякого сомнения, является верой, выскаженность Корана. Итак, в предании под номером 73-23 говорится, что Умар сказал, «Инн Аллах бааса Мухаммадан, саллаллаху алейхи вассалям, бил хак, что Аллах не спослал, отправил Мухаммада с истиной, и не спослал ему книгу, така нафиха, нафи маунзеля аятур-Раджим». И среди тех аятов, которые были не спосланы, был аят Раджим. Аят Раджим. И также мы обнаруживаем в разных преданиях, в разных местах, например, Фадхульбари ибн Хаджар аль-Аскалани, говорит, приводит предание о том, что Умар ибн-Хаттаб, приводится предание от Саида ибн-Мусайеба, что у Умара ибн-Хаттаба был свой экземпляр священного Корана, в котором содержался этот аят. Вот что говорит ибн-Хаджар аль-Аскалани. Что Саид ибн-Мусайеб передавал от Умара ибн-Хаттаба, что тот сказал, что Умар сказал, что я записал, я сам записал этот аят в конце священного Корана. Таким образом, и сам ибн-Хаджар аль-Аскалани, помимо тех преданий, которые были приведены в Саида ибн-Мусайебе, в толковании Саида ибн-Мусайебе, сам ибн-Хаджар аль-Аскалани приводит также и другие предания, которые также свидетельствуют о том, что Умар ибн-Хаттаб считал, что такой аят есть и он должен быть. И более того, он приводит предания о том, что Умар ибн-Хаттаб записывал это предание в своем экземпляре священного Корана, в своем мус-Хатте. Это один пример, я не вижу смысла, то есть все те предания, которые я приводил, были из Саида ибн-Хари. Я не вижу смысла приводить пока другие примеры, оставим другие примеры на дальнейшее обсуждение. Я думаю, что на этом я закончу и предоставлю слово Абу-Сумае, чтобы он разъяснил нам, в чем мы в данном случае неправы. Олег, у тебя уточняющие вопросы есть? Да, есть у меня один вопрос. Я хочу задать вопрос Курбану насчет Насха. Он вообще верит, что есть в Уране Насха? Или в какие категории Насха он верит или не верит? Хотя вот, что я сначала... Если говорить... Меня слышно, да? Да. Я лично не верю в тот Насха, когда текст отменяется, но смысл остается. Я это считаю абсолютно бессмысленным видом Насха и считаю, что те, кто верили в этот вид Насха, верят для того, чтобы оправдать Омар Абель-Хаттаб. Я в этот вид не верю. Я думаю, что вопрос именно этого вида касался, правильно? Мы же не будем сейчас о других видах говорить. Да, да, да. Это... Это... Еще вопрос. Это... Вы говорите, что вы лично не верите в это. Это ваше личное мнение или мнение в общем шиизма? Нет, были ученые, которые верили, но в большинстве своем основная группа, она не верит. И современные ученые также не верят. И основанием того является то, что нет никаких доводов и доказательств, что подобный Насха был и может. И логика также отрицает подобный вид Насха. То есть Всевышний говорит, я предписал вам, например, Всевышний говорит, что я предписал вам побивание камнями, но при этом потом отменяет текст, но остается смысл. И да, я хочу сказать, отвечая как раз на вопрос Алия Абусумая, у нас имеется достоверное предание, в том числе и в суннитских книгах, о том, что Алибн Абиталь, алей салат вассалам, говорил, что нет такого аята в Священном Коране. Курван в своем выступлении упомянул только один аят ураджм, хадис, аят ураджм, о побивании камнями. Я вкратце объясню суть Насха. Аллах, Субхануа Та'ала, в Коране говорит, что Аллах, Субхануа Та'ала, не отменяет или не придает забвению ая, кроме как не спасла вместо нее лучше этого ая или такой же. И Насха делится на три категории. Есть Насху-л-Ма'на, Вайба-л-Хукм, Насху-л-Тиля, то есть аят остается, но хукма нету, как аят, Валата-Прабуса, Валата-Ва-Антум-Сукара. Аят все еще читается, но хукма отменена. И есть Насху-л-Ма'на, Вайба-л-Хукма. То есть аят отменен, но хукм все еще действует, как аят ураджм. И насчет этого в книге Ал-Кафи, если я не ошибаюсь, это Фрук Ал-Кафи, передает сад Джафар Ас-Садико, р.е. Абу Абдуллах, алейхис-салам, ар-раджму фи-л-Кур'ан, он говорит, пабиуани камнями есть в Кур'ане, каулу Аллахи Аз-За-Ва-джал, слава Аллаху Субхану Ата-Алла, ай-дэ-за зана сшаиху ва сшаихату, фаржу-муху малбата, фаинна хума кладая шахва. Кэгда зрослый человек и женщина ддела зана, то пабиуааит их камнями. И ал-муха'б, с носка говорит, лэсэ-ха-ди хал-айбара фил мусхафы-л-Калим, эти слава нету в Кур'ане говорит. И говорит в книге «Мир-Ат-Ал-Укул» Шархина этот хадис Он говорит Эта ая считается из категории тех ая Ай, который был отменен Но хокм все еще остается Это передается Джафар Садика И Маджлис говорит Что это из Насхотилава То есть если вы считаете Что первым, кого нужно такфирить В этом вопросе Это Амар Ибн Хатаб То нужно добавить к нему Джафар Садик Так как он тоже считает Что это ая был в Коране А это не единственный Кто верил в это Это, например, передается От Абу Али От Табраси Он говорит Насху в Коране Насх делится на несколько категорий И из них Это когда отменяются слова Но хокм остается Как ая Тур-Раджм Это Маджмар Аль-Баян В Тафсире В Коране Первый том 406 страница Это он Тафсир Ая 106 Он говорит Маджмар Аль-Баха Это Али Айта Маджмар Аль-Баха Маджмар Аль-Баха Аль-Баха Маджмар Аль-Баха В Коране есть несколько частей, то есть три вида насха есть. Минха ма нусиха лафдху дун хукмихи, а из них, нас это, когда отменяется слово, хукм остается. Как аят по биване камнями, ва хи я ковлюху а шейху а шейхату из Азаная и так далее. Ат-тибьян в тафсире в Коране, первый том, с тринадцатой страницы. И еще на странице тридста девяносто четвертом тоже. Дальше. Камал-Удин Абдурахман Аль-Ата-Ки, Аль-Халаби, он из ученых шейхизма восьмого столетия. Он говорит, из-кала аль-Мансуху аля-фалатах и друб. Насх делится на три категории. Минха ма нусиха хаптуху ва бақия хукму. Из них, это когда отменяются сами слова, но хукм остается. Из-за этого передается, что был вот такой аят про аяту Раджима. Это в книге Анасиху ва л-Мансуху, тридцать пятая страница. Муассасату ахли л-байты. Аль-Кулейни мы уже упомянули. В книге Аль-Кафи, там 167 страница. С его комментариями мухақықа. И в комментарии мы упомянули слова Аль-Маджлиси в Мират-Ал-Угул. Что это считается из Насху тилава. Из категории отмененные слова. В этот категории Насха верили такие ученые, как Абу Али Аттабараси, Абу Джафар Ат-Уси. И другие великие ученые тоже в шиизме. Это не единственный человек, кто в это верил. Но если мы будем из Насха тилава выносить такфир Амар-Ибн-Ал-Хаттабу. Амар-Ибн-Ал-Хаттаб говорит, что был такой айя в Куране. Если бы я не боялся, я боюсь, что придет такое время, что люди скажут. Мы не находим в Куране айя-тар-Раджим. Мы не находим в Куране айя-тар-Раджим. У меня возникает вопрос к Курбану. Свершилось ли опасение Амар-Ибн-Ал-Хаттаба в этом вопросе? Появились ли такие люди, которые утверждают, что нету вообще такого понятия, как Раджимазани? В это время есть очень много в арабском сегменте в интернете. И везде есть много секуляристов в Альмании, которые утверждают, что нету в исламе побивания камнями. В этом опасения Амар-Ибн-Ал-Хаттаба свершились, так как появились такие люди, которые утверждают, что нету побивания камнями. Умар, ради Аллаху Ангу, не хотел записать айя в Коран, а аля хамиш в Коран. Аля хамиш – это как сноска в Коран, чтобы люди из-за этой опасения, которую он упомянул. Сколько у меня осталось времени, интересно? У тебя 6 минут еще есть. Тогда я упомяну насчет НАСХА, ученые в шиизме, которые утверждали, что есть все категории НАСХА. Это я уже упомянул, шейх Абу-Али от Табраси, сахебу китаба «Маджмаль Баян в Тафсире Кур'ана». Утверждает, что есть все три звери, все три категории НАСХА. Потом Абу-Джаффар Ат-Туси, Аль-Мала-Каб, бешейх Ат-Таифа. Шейх Ат-Таифа – это один из величайших ученых в шиизме Ат-Туси. Он тоже утверждает, что есть все три категории НАСХА. А это Курбан говорит, что это есть искажение Кур'ана, вера в эти три категории. Особенно НАСХА. И говорит, что в этом нет вообще логики и смысла нет в этом НАСХА. И говорит, «Аллах, субханава та'аля, ла юсалу амма айфа'ал». Потому что Аллах делает, и потом мне задается вопрос, почему. Это, во-первых. Во-вторых, Аллах, субханава та'аля, без какой-то хикма, без мудрости ничего не делает. Так как он сказал в этом же аят, аят и насх, что он не убирает никакой ая, кроме как не спасла вместо нее такой же или лучше эта ая. И, так же, как сказал, Камалу Дин Абдул-Рахман, ал-итаа, ки, тоже, в своем книге «Ал-Насих» и «Ал-Мансух», и поминал все три виды, виды, насха. Потом Мухаммад Али в своем книге «Ал-Махатум мин тарих» «Ал-Махатум мин тарихи л-Кур'ан», 222-я страница. И, так же, Ал-Ал-Ама Аль-Каишани тоже признал, что есть насху тилава, когда делал шерх на аят 106-й аят Сурат-Аль-Бакара. И, так же, Ал-Маджли Сима упомянули его слова «Мират-Аль-Укуль». То есть это не такие ученые, не первые величины, как Курбан говорит, а это, наоборот, ученые первой величины утверждают, что есть такой насх. Если ты это считаешь тахрифом, то от этого тахрифа тоже вам некуда деться, так как много ученых это признали. Есть Хамзе ибн Али и Ал-Халаби, «Джава из Ануа Аль-Насх». Он тоже упоминает все эти виды насха. То есть их очень много. На этом я ограничиваюсь. Хорошо. Курбан, есть у тебя уточняющие вопросы? Да, у меня есть вопросы уточняющие. Я с вашим позволением проверю сколько? 6 минут Я говорил о том, что Умар утверждает о том что в священном Коране должен быть аят, которого нету Это слова Умара который сказал Я своими собственными руками записал бы этот аят в священном Коране, если бы люди не говорили что Умар от себя добавил У меня вопрос Али приводил одно дело говорит, что это два разных вопроса одно дело говорит, что аят был, но он отменен другое дело говорит, что аят был и должен быть поэтому я спрашиваю у Али вообще какая связь между тем, что я говорил и между тем, что ты говоришь зачем ты приводил историю о Насхе потому что Ай-Тур-Раджим относится к тем аят, который был отменен но остался хукам Ай-Тур-Раджима но это понятно допустим, это так предположим, что это так и есть но при чем здесь Умар? Умар-то считал, что он не отменен что он должен быть в книге почему, при чем здесь Насхе зачем ты сейчас затронул этот вопрос? нет, Умар не считал это таковым хорошо, а где это сказано? да, как Умар вот ты привел эти слова это в Сахе-Аль-Бухаре вот такие слова приводятся? конечно, да в каком разделе можешь мне ссылку дать? точно где? да, если предоставишь мне немножко времени я тебе это предоставлю секундочку держу держу так так бабуша шахада такуна индаль-хаким бабуша шахада такуна индаль-хаким Али, у меня был как бы четкий вопрос, да? я тебе прошу просто ответить на него ты говоришь, что Умар не считал что он должен быть в Коране ты говоришь, что Умар считал, что это мансух, то есть он отменен на что ты опираешься? потому что те предания, которые... да, Умар верил да, где это сказано? откуда мы это выводим? с чего ты взял, что Умар в это верил? потому что мы в словах Умара ничего подобного не обнаружим он говорит лау-ля айя гулян-назады Умар фи китабу Аллах ла китаб ту аят аражим би-яди Умар говорит, что если бы люди не говорили что я от себя добавил что-то в священный Коран то непременно я записал бы непременно, он говорит ла китаб ту непременно я записал бы этот аят своими руками у тебя есть довод на то, что Умар считал что этот аят отменен? да, конечно, есть другой ривай он говорит тфи хами шель мусхав то есть где отрывает? ты сейчас выступи свое слово я пока ты выступаешь я найду тебя и на следующем выступлении я тебе приведу это но мне сложно сейчас выступать потому что ты говоришь, что это мансух мансух и Умар Рабин Хаттаб тоже считал это мансухом да? но при этом у тебя нет довода мне сложно сейчас будет разговаривать поэтому я предлагаю все-таки подождать пока ты найдешь если это не долго, конечно пока ты найдешь потому что, ну ты говоришь, что он считал его мансухом но где он считал? где это сказано? есть хотя бы какой-либо хадис? хадис? тогда мне нужно немножко чтобы найти конечно мы же не можем сейчас что-то утверждать от себя правильно нужно доводы и доказательства предоставлять вот приводит Ибн Аббас Радия Аллаху Анху ан Умар аннаху от Умара что он говорит инна Аллаха Аззава Джалла ба'ата Мухаммадом бил хак это где? уточни пожалуйста это ривая где? в какой книге? аззава скажу где таша так пока давайте остановимся на чуть-чуть я перезагружу этот эфир в инстаграм братья которые следят через инстаграм не уходить я сейчас заново запущу потому что там час проходит уже нам надо заново запустить эфир хорошо так все запущено ты сообщи пожалуйста Али когда найдешь предание что за предание где это предание где сказано что Омар Ибн Хаттап считал что это стоят отменен вообще на что ты опираешься когда ты говоришь что Омар считал его отмененным всё при этом есть солнце Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я сейчас вам расскажу или скажу вам такую речь, которую Аллах предписал мне сказать Быть может, это моя последняя речь может быть И тот, кто услышит мою речь и поймет, что я хочу сказать Пусть расскажет об этом другим И тот, кто не понял то, что я хочу сказать Я не делаю ему халал делать лгать на меня И он говорит И из того, что было неспослано на него Мы поняли этот аят И посланник Аллаху, саллиллаху алейкум, побивал камнями И мы после него тоже побивали камнями Фа Ахша, ин таланнасу, ин талабиннаси заманун Айяقول, каилун, я боюсь, если Пойдет много времени И скажет кто-то И он оставит обязанность, которую Аллах не спасла Это Арраджма В китабе Аллах Арраджма в китабе Аллахи Хакун Аля Манзана Иза Ахсана Иза Ахсана Иза Ахсана Иза Ахсана Иза Ахсана Да Арраджма это обязанность Тому человеку, когда он сделает зина, будучи женатым или женщиной будучи замужем Иза Ахсана Иза То есть есть довод на то что они это сделали Авлил хаблу или беременность Авлиотирафа или признание Прекрасно, Али. Только где здесь доказательства, что Умар считал, что этот аят отменен? В том слое, вот в этом месте, когда он говорит, что Аллах не спасал истинным, и было из того, что было неспослано, а это родим. То есть было, он говорит, а не есть. И где здесь доказательства, то есть каким образом это доказывает, что он считал, что он отменен? Это доказывает, что там это было, и потом было убрано. Убрано? В каком смысле убрано? Убрано. 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 Набесто, правильно? Убрано. Убрано. Набесто. Аятурадгим. Так же, так написано. Это переводится, было среди того, что было неспослано, Фима Унзеля. То есть среди того, что было неспослано, Фима Унзеля, был Аятурадгим. Фима, фима, обрати внимание, пожалуйста. Фима, а ма это что? Что такое ма? Что означает ма? Из того, что было неспослано. Что такое ма? Ма, что это? В каком смысле? Ну, что значит ма? Ма всегда что-то означает. То есть... Допустим, говорится, ма фи самоват и валь ард. Что такое ма фи самоват и валь ард? Это все те, которые на небесах и на земле, правильно? Ма. Все? Да? Что здесь означает ма? Фима, унзеля, аяту жаджима. Да. Было из того, что было неспослано. Среди того, что было неспослано, это же весь Коран, правильно? Да. Весь Коран из всего, что было неспослано, был аятураджим. Совершенно верно. Когда он говорит был, это понимается из того, что когда он говорит был в Хуране, а почему тогда он говорит, я боюсь, что придет время, когда люди скажут, что мы не находим в Хуране аятураджима. Да, почему? Если он верит, что это все еще действующий, а я почему, он говорит, что там было, и боится, что люди скажут, что... Я извиняюсь, ты просто не уловил. Он считал, что... Тут нельзя... Смотри, я утверждаю, что Умар считал, что этот Коран удален из Священного Корана. И поэтому его нету. Не в том смысле, что он отменен. Его слова в Сахихе Бухари ясно и четко свидетельствуют об этом. Просто я у тебя сейчас хочу четко ясный довод, указывающий на то, что Умар считал, что это отмененный аят. Он не считал, что этот аят непременно должен быть, а считал именно, что он отмененный. Я просто хочу от тебя довод. Есть у тебя довод? Вот ты сказал, что там есть сноска, слово сноска. Что Умар сказал, что это в сноске он записал. В своем экземпляре он записал не в тексте Корана, а в сноске. У тебя есть довод, что вот это он сказал? Ты упомянул, в этом же аяте ты сказал, если я бы записал ее своими руками. В этом тексте где это говорится? Где? В Сахи Бухари? Да. Я же сказал, бабу шахада, бабу шахада, такуна индаль хаким. Но имя и бабу шахада... Открой, пожалуйста, эту книгу. Это Китабу л-Ахкам, во-первых. Китабу л-Ахкам, не шахада. Китабу л-Ахкам, бабу шахада. Минута еще. Можно найти Китабу л-Ахкам сначала. Если ты... Али, несколько томов, поэтому... Али, если ты заодно откроешь сфатху л-бари и посмотришь на толкование Ибн Хаджар Аля-Скалани, как он толкует эти слова, это будет еще лучше, потому что Ибн Хаджар Аля-Скалани открытым текстом говорит, что он, Омар Риблина Хаттаб, был убежден, что этот аят должен быть в священном Коране, но не стал настаивать на том, чтобы его добавить, потому что, как бы, все остальные говорили, что этого аята не должно быть. Поэтому. Это, как бы, мягкое толкование Ибн Хаджар Аля-Скалани. Как Хафиза Ибн Хаджар сказал, можешь повторить? Да, конечно, я тебе процитирую Хафиза. Я говорю, бикоули омар. Бикоули омар. Хада. Бикоули омар и омара хада. То есть, этими словами омара, что у него была убежденность, у него было шахада, свидетельство по поводу аята Раджим, что это из Корана, что это аят Корана. Но он не стал записывать, не стал присоединять к Корану, то есть, к тексту Корана, потому что кроме него никто об этом не утверждал. Он был единственный, кто считал, что это из Корана. Поэтому он не стал его добавлять. Это толкование, которое дает Хафиз Ибн Хаджар Аскалани. Китабу шахадат. Этот хадис Китабу шахадат, ты сказал? Китабу ляхкам, китабу ляхкам, бабу шахада. Такуно инда льхаким. У меня бухали несколько томов. У тебя какое издание? Может, помогу тебе? Дарву Мастафа, у меня пяти томов. Нет, я не встречался с этим изданием. Китабу ляхкам. Это 93-я книга, обычно. 93-я книга. 93-я книга. 94-й, 95-й, они не должны далеко друг от друга уйти. Китабу ляхкам, 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 китабу л давай тогда ты посмотришь али я предлагаю так и если наш модератор согласен я тогда отвечу потому что мой вопрос был в том есть ли у тебя ясный четкий довод относительно того что марк считал это отмененным ты посмотри это как бы китабу ляхкам бабу шахада индаль хаким такуна такуна индаль хаким бабу шахада такуна индаль хаким и толкование этих слов уйбина хотя разыскана не поищи пока и тогда мы можем продолжить я просто выступлю да и да и затянулся долго затянуть хорошо куба ночи и так ну что здесь можно сказать по поводу как бы во первых начнем с того что отмененные аят и не отмененные от согласно шрицкой точки зрения да потому что али приводил мнение ученых приводила хадисы в том числе из аль-кафи он привел хадис если не изменяет память конечно приводил хадисы относительно того что это отмененный хадис что отмененный аят есть такой отмененный аят как аят урадим аята побивание камнями ну во первых это не имеет к нашему конечно же то что я сейчас скажу не имеет к нашему к нашей дискуссии к нашему обсуждению прямого отношения но так как али затронул вопрос я скажу что у нас имеется разногласия и большинство джонгур большинство ученых считает что не было такого аятой что те хадисы которые говорят о том что был такой аят они были внесены в нашей книге именно для того чтобы оправдать умара потому что у нас есть как я уже сказал в предыдущем своем выступлении у нас есть достоверных преданий от его святости алибна битали более салат ва салам что такого аята нету и не было такого аята и поэтому большинство и современные ученые считают что побивание камня камнями основана на сумме не основана на аятах священного корана что основа является сумма а не аяты это по поводу того и поэтому те хадисы в которых тех шристи хадисы в которых говорится о том что был такой аят они считаются слабыми и толкуются как просочившиеся через суннидские книги то есть они просочились в наши в наши книги через в низких книгах но это как бы не имеет прямого отношения к нашему разговору мы приводили ясные четкие слова у марабина хаттаба достовернейшие книги сунизма сахих аль-бухари согласно которому омар блин хаттаб считал что этот аят и находится имеется в священ должен быть священном коране алия прошу прощения у тебя просто звуки доносятся если тебе не сложно отключить микрофон на время пока ты не выступаешь да спасибо большое отключен не все равно доходит я не знаю почему я слышу таким образом да таким образом мы перевели доводы того что он считал таким образом то что говорит алия бы сумма я говорит о том что это аят аль-мансух что это отмененная от что это так считала марина хаттаб на это нет никаких доказательств наоборот наоборот сунистские ученые то есть нет никаких доводов доказательств таким образом считать кроме как желание как бы очистить и оправдать умара кроме этого никаких других оснований доводов нет именно поэтому и бенаха жара на скале свои книги и фат хуль баре неоднократно обратите внимание неоднократно говорит о том что у омара ибн хаттаба недвусмысленно говорится что омар блин хаттаб недвусмысленно говорит о том что этот аят должен быть в священном коране что это сарих что это недвусмысленно и значение слов омара блин хаттаба а те оправдания которые идти толкования которые приводятся это слова ибн хаджара ласкалани это не мои слова а те толкования которые приводятся в том числе и то что это отмененный аят что они не сходятся что они не сообразны с и со словами самого умара который говорит лакетапту бияди что я своими собственными руками записал бы если бы не не люди если бы люди не говорили что я от себя давай добавил да я приведу слова ибн озера я вот только сейчас так я потерял эту страницу сейчас я прошу прощения а Так вот, бывает иногда Было под рукой, вот только что Потерял Но в любом случае, так или иначе Не будем затягивать время, я чуть позже приведу Эти слова Так или иначе, предыдущие слова, которые я Приводил Ибн Хаджар Адаскана, в толковании тех слов Которые мы как раз, Али ищет Он сказал, что То есть, эти слова Умара Являются свидетельством того, что Этот аят является аятом Священного Корана, и что он То есть, Умар не добавил этот аят В экземпляр Священного Корана, что он Не настаивал на том, чтобы и другие Добавляли его в свои экземпляры Причиной этого было то, что он Боялся, то что сам Умар говорит Что Если бы люди не говорили, что я от себя добавил То я бы Добавил бы, своими руками записал бы Но это всего лишь один пример, который мы еще С позволения Бога обсудим с Али Я думаю, что он сейчас поищет, посмотрит, подумает И мы в дальнейшем обсудим Но я приведу еще один пример Пример того, что Умар Рабилин-Хаттаб считал, что Священный Коран искажен Другой пример Пример уже из другой категории Из категории не убавления Священного Корана, как предыдущий пример Потому что в предыдущем примере Умар говорит Что в Коране должен быть Аят о побивании камнями Но его нету Это убавление То есть вера в то, что Коран был убавлен А тот пример, который я приведу сейчас Является примером измены Замены То есть Когда одни слова изменены на другие слова Например, в Суре Пятница Всевышний говорит И в Сахи Бухари Приводится предание Согласно которому Умар читал этот аят совсем по-другому Сказано в Сахи Бухари То есть он не читал А читал Это в Сахи Бухари И помимо того, что это предание Приведено в Сахи Бухари Ибн Хаджар Аль-Аскалани Также привел Несколько других преданий По другим цепочкам передатчиков То есть в толковании этого предания Ибн Хаджар Аль-Аскалани Привел другие предания Согласно которым И Согласно которым Умар Аблин Хаттаб Также Считал, что Это не Фасау Иля Декрилля А Фамду Иля Декрилля Это Фатхульбари Приводит Ибн Хаджар Аль-Аскалани И называет Иснады этих преданий Достоверными Говорит Фасаха Лиснад Но Это другие Иснады Не тот Иснад Который Не те слова Которые были сказаны Бухари Нет Ибн Хаджар Аль-Аскалани Привел свои хадисы По своим цепочкам Передатчиков И говорит Фасаха Лиснад Что Цепочка передатчиков У этого предания Достоверна Говорит Ибн Хаджар Аль-Аскалани Ну по-моему Помимо Ибн Хаджар Аль-Аскалани Я также могу перечислить Коротко Конечно же Других Суннинских ученых Которые также считали Этот Хадис достоверным Что Ибн Хаджар Аль-Аскалани Умар Аль-Аскалани Читал Фамду А у нас В настоящем В настоящем Экземпляре Священного Корана Который дошел до нас Нету Фамду Есть Фасау ля дикрилля Спешите к упоминанию Устремляйтесь К упоминанию Аллаха А Умар Аль-Аскалани Читал Фамду Ида дикрилля А что такое Фамду Я думаю Что Али нам объяснит Ибн Асир В своей книге Шарху мусна ду шафии Говорит сахигу Называет это предание сахигу Ибн Касир В своей книге Мусна дуль фарук Говорит Исна ду ху сахигу Называет это предание Достоверно Также И другие ученые Я думаю Что нет смысла Перечислять То есть Это еще один пример Обратите внимание Помимо того Что в Бухаре Приводится Что Умар Аблина Хаттаб Считал Что в аяте Должен быть аят Которого нету И что люди считают Что этого аята Не было и нету В священном Коране И он хотел Этот аят добавить Но боялся Что люди скажут Что он от себя Это добавил И поэтому Не стал добавлять Помимо этого Мы обнаруживаем Что Умар Аблина Хаттаб Считал Что слова В священном Коране Изменены Что в суре Джума Где мы читаем Фасау Ля дикрилля Умар Аблина Хаттаб Считал Что должен быть Фамду Иля дикрилля Это еще один пример Явной веры В искаженность Корана И опять-таки Я подчеркиваю Что Умар Аблина Хаттаб Для сунистского Учения Имеет Непереоценимое Значение Его значение Для сунистского Учения Совершенно Несопостоимо Со значением Ни одного Шиитского ученого Для шиитского Учения Для шиитской школы И с позволения Бога Я не знаю Сколько у меня осталось Но я на этом закончу И с позволения Бога Мы послушаем Алию Чтобы посмотреть Что он на это ответит У тебя еще 4 минуты есть Я знаю Но Я закончу Хорошо Олег У тебя есть Уточняющие вопросы Нет У меня вопроса нет Хорошо У тебя 15 минут Поветать Шиитскую сторону Бисмиллахи Рахмани Рахмани Алхамду лиллахи Ва салату Ассаламу Аля Расулиллах Аля Алихи Ассабихи Аману Аля Курбан Упомянул Что В своем Выступлении Что Али Абнави Али Раду Алану Сказал Что Аид Арад Раду Не Был В Куране Тогда как понять то, что Джафар Садик сказал, что он был в Куране? Обратите внимание, он даже не говорит, что он мансух. Он говорит, Если большая женщина или мужчина, то есть будучи замужем или будучи женатым, делает зина, что то, что бывает их камнями, это говорит Джафар Садик. А Джафар Садик у вас как непорочный имам, как он мог противоречить Алибн Абиталибу, если Алибн Абиталиб говорит, что не было аят в Куране, Джафар Садик говорит, что есть в Куране. И поэтому говорит, что Алибн Абиталиб, это нет в Куране. А Джафар Садик утверждает, что есть в Куране аят в Куране. Алибн Абиталиб говорит, что Алибн Абиталиб, это нет в Куране, и приводит слова Аль-Маджлис. Алибн Абиталиб говорит, что Алибн Абиталиб считается из категории, которые был отменен. Тогда получается, что непорочный имам Джафар Садик противоречит непорочному имаму Алибн Абиталибу. И кто из них был непорочным, и кто из них был на истине. Если Алибн Абиталиб нужно за это выносить такфир, то нужно и Джафар Садику в том числе. И то, что ты пытаешься взять с этой ревая, что он верил, что он был в Куране, то нету на этого довода, что он верил, что он должен быть в Куране. А серый в аяты указывает на то, что это был из числа отмененных аятов. Например, как Алибн Аббас передает от Умара, Если бы он верил, что это должен быть в Куране, он бы сказал И из того, что Аллах ниспослал, есть этот аят. Он говорит, пока она мимо Аунзеля, а он говорит, Было из того, что было ниспослано, а это Раджи. Это человеку, который понимает арабский язык, это, по-моему, это предельно ясно. Потом Томас сказал Фасау Илля Дикрилла Он приводит Этот Сахил Бухари В книге Тفسир القрآن Он приводит Хадис Что Хадис Аббия Аллах Он сказал Фасау Это Фамбул Должно было быть Фамбул Это тревая Аббия Аллах Это передаётся Мувата Имам Малик Он говорит Хадис Аббия Аллах Он сказал Он сказал Ибн Шихаб Он сказал Ибн Шихаб Он сказал Аббия Аллах И это имам Ат-Табари приводит в своем тفسире на это ая. И это имам Ат-Табари приводит. И это имам Ат-Табари приводит. Продолжение следует... 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 Али сказал, что все риваяты... По поводу... Ай-Туражм я сейчас говорю... По поводу аята по обиванию камнями... Али сказал, что все эти аяты... Доказывают, что этот хадис Мянсух... Так? И в связи с этим он... Привел хадис... В котором говорится... Канефима... Или мимма... Унзеля аятуражм... Так? Я вот задаю вопрос... В каком здесь месте... Ясно и четко говорится о том... Что этот аят Мянсух... Говорится, что среди того, что было неиспослано... Был и аятуражм... Но... То есть... Али хочет... Акцентировать внимание на том, что здесь слово использовано... Кана... Но мы же должны понимать, что... Сам Умар... Считал, что этот аят отменен... То есть... Прошу прощения... Что этот аят... Должен быть в священном Коране... Но люди его не внесли в священный Коран... Он считал, что... Должен быть, но его не внесли... Потому что мы это обнаруживаем из другого аят... Из другого хадиса... В котором говорится... Что... Если бы люди не говорили, что Умар от себя добавил... То я своими руками добавил бы его... В экземпляр Корана... Я своими руками записал бы его... В экземпляр священного Корана... То есть... Я хочу понять... Каким образом... Али... Ты исключаешь... То, что... Он имел в виду... Что у вас... У вас сейчас нет его... В вашем экземпляре священного Корана... Его нету... Вы не знаете про этот аят... Вы не верите в этот аят... Вы считаете, что этого аята нету в священном Коране... Не должно быть этого аята в священном Коране... А я считаю, что должно быть... Но... Но не записываю... Потому что... В противном случае... Вы скажете, что я от себя добавил... То есть... Каким-то образом... Из слова... Кана... Ты это исключаешь... Почему ты... Не можешь толковать так... А толкуешь... Этак... Мой вопрос... То есть... Почему ты одно предпочитаешь над другим... Потому что когда... Номер говорит... То есть... Среди того, что было неспослано... Был и аят... Это может быть... И в том смысле, что этот аят отменен... Да... Ну может быть... Но и в том смысле, что... Как бы его нету... Его нету... Он был неспослан... И не был отменен... Но вы его не включили в свои... Экземпляры... И может быть и третье... Что... Как бы здесь и... Как бы... Нету какого-то насха... Или какого-то... Искажения... И так далее... Третье может быть... Почему ты именно... Менсух берешь... Потому что здесь нету никакого насха... В самом тексте... Я просто не понимаю... То есть... Объясни пожалуйста... Есть какие-то доводы... Доказательства... Может быть... Потому что... Ты ведь забываешь... Другой хадис из... Сахи Бухари... Где говорит... Если бы люди не говорили... Что я от себя добавил... Я бы записал бы... Это же ясно и четко свидетельствует... Этот хадис... Недвусмысленно доказывает то... Что он... Верил в то... Что Коран искажен... Недвусмысленно доказывает... И зачем ему... Добавлять в текст... Священного Корана... Отмененный хадис... Ты говоришь... Он должен... Хотел добавить в сноски... Где это сказано... С чего ты это взял... И почему... Еще один вопрос... Почему... Люди должны были подумать... Что он от себя добавил... В книгу Аллаха... В то время как он в сносках... Это записал... То есть... Объясни пожалуйста... Все... Али... Али... Ты тут? Это был... Вопрос... Ко мне... Ваше выступление... Пусть я не слушаю... И просто записывал... Али... Это утечняющий вопрос... Я вопрос... Ответ... Да... У тебя есть 5... Ко мне ответить... То есть... Вы упираетесь на... Ирывает... Что... Умар... Радиаллаху ангу... Если бы... Люди не... Боялись... Чтобы... Если бы... Он не боялся... Людей... То есть... В этом хадисе... Ирывает... Умар... бухари в этом нету что он записал бы руками начале вашего выступления вы прочитали что сайл бухари что он сказал если бы я не боялся людей я бы записал своими руками но как мы увидели в сайл бухари этого ревая не туда как нету смысле нету именно записал бы своими руками сайл бухари он конечно сайл бухари это я и все из сайл бухари я назвал книгу это китабу ляхкан бабу шахада такуна индаль хаким бабу шахада такуна индаль хаким это сайл бухари совершенно верно и ибн хаджар аль аскарани растолковал это преда это предание хорошо вы у вас нет ответа на этот хадис так я понимаю то есть нет объяснения на этот хадис а то есть в том месте в другом хадисе где омар говорит инна аллах бааса мухаммадом салла аллаху алейхи вассалям бил хак ван зале алейхи ли китаб факана фима он зиля а это ради да я хочу уточнить могут здесь быть другие предположения кроме того что это отмененный хадис помимо то есть по мнению самого омара ибрин хаттаба могут быть другие предложения из этого предложения в другие предположения кроме то есть тема то есть кроме нас хату другой эхтималь есть да 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 совершенно верно другой эхтималь тоже есть что или может быть до омара не дошло что этот был мансух это тоже эхтималь но эхтималь который мы предпочитаем это что это было мансух и он знал и опасался того что люди скажут или придет время когда люди будут говорить что мы не находим в уране а это родим и это действительности случилось в это время потому что есть многие люди которые говорят что уране нету а это родим или мы находим уране и побивание камнями и это этого как раз таки опасался амар 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 ам Другого предположения придерживаются? Есть доводы, может, доказательства, может, хадисы, какие-то основания, какие-то тексты? Или, может, это вы предпочитаете, потому что, ну, Омар – великий сподвижник, и поэтому он не мог не знать об этом? То есть, это является основанием? То есть, у вас нет никаких хадисов, но вы считаете, что Омар же был великий сподвижник, и он не мог не знать, что этот аят отменен? Что является основанием того, что вы одно предположение отвергаете, другое предположение в этом хадисе используете? То есть, ученые прокомментировали эти слова Омара на несколько мнений. Из них есть те, которые сказали, что он хотел записать этот аят, чтобы люди знали, что этот хукм все еще действует. Не в самом тексте Курана? Конечно. Ну, а доводы есть? Доводы есть на этом? Не, Али, я извиняюсь, конечно. Эти мнения я знаю, есть среди ученых мнения, что там было на самом деле, но я не нашел ни одного довода за это мнение. Есть доводы? Я именно спрашиваю, на чем они основывали свои предположения, свои тофсиры, когда говорили, что может быть это, может быть то. Есть какие-то доводы, доказательства? Или ты не знаешь об этом, или нет таких доводов и доказательств? Довод в этом же хадисе, где мы читали, что он говорит, каана мима аунзилля. То есть мы почему-то это не понимаем или... Не, нет, Али, да, да, не, не, все понятно. Пока она мима аунзилля. Да, ты сам сказал, что здесь есть несколько предположений. Если бы он верил, что Кур'ан, что этот аят все еще действующий, и кто-то его не написал в Кур'ан, он бы сказал И из того, что было ниспослано, это говорит, что было потом отменено. Но ты же сам сказал, что здесь есть и другое предположение, что он не знал о Мансухе, что о Насхе не знал. Ты же сам сказал, что здесь в этом хадисе может быть и другое предположение. Я же про этот хадис спрашивал. Ты сказал, что может быть и другое предположение. Я вот и говорю, почему вы одно предположение отвергаете и придерживаетесь другого предположения. на чем основана ваша тут у вас уточняющие вопросы за каждый этот уточняющий вопрос 30 минут это уже долго затем сейчас да только секундочку я опять потому что почти час прошел есть я сейчас начну у нас трансляция в instagram привет я сейчас перри загружу заново а сколько у нас в общем время расскажи про час до примерно на час с лишним где-то час 10 до запустилась запустилась так по поводу того что али сказал что вот есть хадис от имам асаады гали салат ва салам есть хадис от от али во-первых этот хадис от али вот его света салибин обитали боли салат дошел и всяких бухари кстати вот его света сияли на питали в али салат ва салам который говорит что не было этого аята в священном коране то есть его слова свидетельствуют о том что не было такого аят священного корана но и здесь опять-таки встречи вопрос то есть кто здесь прав али или умар который говорит что было это во первых я конечно могу привести хадис из бухари по поводу тоже дали али бинаби талиб алиса от васал считал что не было такого это 6812 саги бухари предание под номером 6812 его светлое саги бухари я подчеркиваю говорит он говорит что рачим там мхамадания имеется потом он провел побивание камнями и после того как провел побивание камнями сказал, что этот хадис, кстати, в Саи-Бухаре неполный, он в других книгах в полном виде приведен, и в этом хадисе говорится о том, что я побивал ее камнями согласно сунне посланника Аллаха, не китабиллах. А в начале этого хадиса говорится о том, что битабиллах там имеется, то есть имеется указание, что часть наказания была согласно книге Аллаха, но побивание камнями было согласно сунне Аллаха, а не книге Аллаха. Об этом говорит его святца Алимин Абиталия. Из-за этого хадиса мы понимаем, что не было такого хадиса, такого аята в священном Коране, как побивание камнями, то есть нету, не был такой аят, который хокм которого сохранился бы. Это во-первых. Во-вторых, что касается того, что они непорочны, ну во-первых, есть достоверные хадисы, недостоверные хадисы, и в шиитском учении есть определенные правила в принятии хадисов, и хадис от имама Саады, галей салата вассалам, он как бы не соответствует этим правилам, и те люди, которые вынесли решение о том, что не было такого аят в священном Коране, они посчитали, что этот хадис не соответствует условиям достоверности хадиса. Хадис от имама Саады, галей салата вассалам. Но это очевидные, понятные дела, которые, в принципе, и не относятся к нашему непосредственному обсуждению на данный момент. И, конечно, Али сказал, что все риваяты, которые имеются в книгах, в сборниках преданий, все риваяты доказывают о том, что этот аят является мансухом. Но это не так. Тот хадис, который я привел, этот хадис ясно свидетельствует о том, что Умар не считал этот хадис мансухом, ибо не стал бы записывать своими руками в книге Аллаха. И более того, мы обнаруживаем в достоверных преданиях, которые в частности приводят Ибн Хаджар Аль-Аскалани, что Умар Абин Хаттаб в своем экземпляре этот аят записал. У него был этот аят в своем его собственном экземпляре. Поэтому, каким образом? Почему вы тот хадис, который я привел, Почему вы закрываете глаза на этот хадис и цепляетесь за хадис, смысл которого ясно и четко, недвусмысленно не указывает на насх? Здесь нет никакого ясного указания. А что касается другого примера, который, второй пример, где Умар считал, что На самом деле нужно читать И в связи с этим сам уважаемый Абу Сумая зачитал, я привел один хадис из Саи-Бухари, он привел еще несколько хадисов, в одном из которых говорилось, что Умар всегда читал Никогда не читал, он всегда читал только так. Это он привел, то есть Абу Сумая привел этот хадис. И поэтому, таким образом, мы видим, что он считал, что слова в священном Коране изменены. Итак, мы здесь привели два примера. Вера в то, что Коран был убавлен, это Умар Аблина Хаттаба. Вера в то, что слова были изменены, это опять-таки вера Умар Аблина Хаттаба. И я приведу третий пример, когда сподвижник верил, что в священном Коране имеются суры, которые не должны быть, которые не были неспосланы, которые не являются частью Корана. То есть он верил в то, что в священном Коране добавлены суры, дополнительные, которые таковыми не являются. Этим сподвижником является Абдулла ибн Масуд. И значимость Абдуллы ибн Масуда мы понимаем, когда смотрим на Саи Бухари и Саи Муслим и другие суннинские сборники. Но я приведу всего лишь пример из Саи Бухари и Саи Муслима. Обратите внимание, в Саи Бухари 85 преданий приведено от Абдуллы ибн Масуда. Саи Муслим и 99 преданий приведено от Абдуллы ибн Масуда. Таким образом, если считать всех тех, кто считал Коран искаженным неверными, то Абдулла ибн Масуд является неверным, согласно этому мнению. А значит, что 200 преданий, которые являются сахих и на которые опирается суннинское учение, переданы от неверного. А теперь перейдем к доказательству того, что Абдулла ибн Масуд считал, что две суры священного Корана не являются частью священного Корана. Это две последние суры. То есть, ауду биллях мина шайтану радзим, пуль ауду бираббин нас и пуль ауду бираббин фалак. То есть, эти две суры, которые называются муаббидатан, что муаббидатан не являются частью священного Корана. Об этом говорит Саи Бухари. Саи Бухари привел это предание в своем сахихе, но привел его в таком непонятной форме, чтобы непонятно было, о чем говорил Абдулла ибн Масуд. Но мы когда смотрим на толкование этого хадиса в Фатх-Лубари ибн Хаджар аль-Аскалани, мы обнаруживаем, что там имелось в виду. Обратите внимание, это предание Саи Бухари 4977, в котором говорится, что То есть, здесь разговор состоялся между Абам Мунзир и другим человеком, что говорит, то есть, Саи Бухари говорит, Убей был адресован вопрос от Зирра. Зирр говорит, о Убей ибн Кяб, твой брат Ибн Масуд считает так-то и так-то. И Убей сказал, саальту Расулу Аллахи, факалали, кейлали, факульту. И тогда Убей говорит, что я спросил посланника Аллаха, и он мне ответил, что мне так было сказано, и поэтому я так сказал. И он говорит, фа нахну накуле кема каля Расуллахи, и поэтому мы считаем так, как считал посланник Аллаха. То есть, вы видите, Бухари просто, то есть, это не я так перевел, это Бухари так перевел в непонятной форме, что считал, как считал, как сказал Ибн Масуд, и как сказал посланник Аллаха, но в толковании и в других хадисах. То есть, этот хадис во всех остальных сборниках хадисов приведен в нормальной форме, то есть, понятно, о чем идет речь. Понятно, что там говорится. Вот, например, Фатху-Лубари ибн Хазарас Коране говорит, что что Абдулла ибн Масуд не записывал в своем экземпляре Священного Корана две последние суры Священного Корана. И другое предание приводит Ибн Хазарас Коране в толковании этого хадиса и говорит, что Абдулла ибн Масуд стер из своей книги, из своего экземпляра Священного Корана две последние суры Священного Корана и говорил, что что они не являются частью Священной книги Аллаха, Священного Корана. Или говорит Ибн Хазарас Коране, так же говорит, что некоторые сказали, что Ибн Масуд не отрицал, что это часть Корана. И что он только отрицал то, что эти аяты необходимо записывать. Он говорил, то есть некоторые сказали, некоторые сундистские ученые попытались оправдать Ибн Масуд и говорили, что он не отрицал, что это часть Корана. Он просто говорил, что в отличие от других сур Священного Корана, его нельзя записывать. Его не нужно записывать. И Ибн Хазарас Коране по поводу этого толкования говорит, что это хорошее толкование, это хорошее объяснение. Он говорит, это хорошее объяснение, хорошее оправдание Ибн Масуда. Но Ибн Хазарас говорит, ясное, недвусмысленное, достоверное предание свидетельствует. То есть ясное, достоверное, недвусмысленное предание, которое который я привел. Ибн Хазарас Коране привел. Отвергает это толкование, отвергает это оправдание, отвергает это объяснение. Потому что в предании, в достоверном, пришло. В достоверном предании пришло, что Ибн Масуд говорил, что эти две суры не являются частью Корана. То есть Ибн Хазарас Коране говорит, что эти слова Ибн Масуда не дают нам возможности толковать каким-то другим образом. То есть остается только один вариант, что он считал, что это не часть Корана, что это не является Кораном. И в других преданиях, которые также дошли, Ибн Масуд считал, что это, как бы, эти две суры последние священного Корана, его святлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, использовал как дуа. Что это дуа его святлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, с помощью которых он защищал своих внуков, Хасана и Хусейна. Что Ибн Масуд считал, что это не Коран, что это дуа посланника Аллаха, которые ошибочно были занесены в текст священного Корана. И по поводу того, что эти предания являются достоверными или недостоверными, некоторые ученые попытались, чтобы оправдать, опять-таки, Ибн Масуда, заявить о том, что это предание недостоверное, но, опять-таки, Ибн Хаджар алейхи ва саллаллаху алейхи говорит, Ибн Хаджар алейхи говорит, что если кто-то попытается как бы отвергнуть достоверность этих преданий или сказать, что нет, они, что Ибн Масуд имел в виду что-то другое, считал иначе, не так, как сказано в преданиях, Ибн Хаджар алейхи говорит, что эти достоверные предания являются достоверными, и отвергать их, и толковать их иначе, то есть, против его очевидного смысла, то есть, не принимается, мы не можем принять те толкования, которые противоречат ясному и очевидному смыслу этого достоверного предания, говорит Ибн Ажар ас-карами фатхулбари. Это предание также привел Ибн Хиббан в своем сагихе, но у Ибн Хиббана, в отличие от Бухари, который удалил часть хадиса, чтобы, как бы, не принижать Ибн Масуда, у Ибн Хиббана это предание приведено в полном виде. Вот что приведено у Ибн Хиббана, в его сагихе. Инн Абн Масуд ла яктубу фимус хафии аль-муабвидатейн. Что он не записывал в своей книге эти две суры священного Корана? Две последние суры священного Корана. Что я вам у тебя время? Хорошо. Алей, у тебя есть уточняющий вопрос? Нет, я начну. Хорошо, у тебя 15 минут опроверг. Алей, у тебя есть уточняющий вопрос, Вسم الله, рахмани, рахим. Алхамду лиллahi, раббил ааламин. Аль-ақибата лимуттаقин. Валя, улуана, илля ала ал-залимин. Васалиллахума, саляма, ала мухаммаду, ала али, ала али, ассаби, ала саляма. Теслиман, кафеерам абоа. Курбан упомянул хадис Ибн Масуда, что он отвергал муавида Тейни из Кур'ана, что он не верил в то, что эти хадисы, то есть эти два суры не являются частью Кур'ана. И хадис, который приводится в Саи-Аль-Бухари, мубхамм. То есть там я не буду зачитывать хадис, так как Курбан уже зачитал. Тут непонятно. То есть это Ибхамм. Хафид Ибн Хаджар Ради Аллаху Анну Рахима Аллаху Гаварит Хакада вақаа хадаллафызу мубхамм. Эта ривае пришло вот таким непонятным Ибхаммм. Ва каәнна бағдар риваат абхаммху истязааман лahu. Один из биридатчиков убрал то, что сказал Ибн Масуд истязааман лahu. То есть читал это как сказал истязааман лahu. И хафид аууд где шахид. И я считаю, что тот, кто сделал этот Ибхамм это Суфиан который в этом Иснаде он Бухари говорит Хаддатана Али Ибн Абдиллах Кала Хаддатана Суфиан то есть это шейх шейха Бухари то есть он тот, кто убрал эти слова а не сам Бухари а Курбан сказал что Бухари убрал эти слова так дальше потом я приведу мнение имама النвови имама النвови это один из величайших ученых уме суньский ученый он приводит своем книге المجмур Аджмага المуслимуна аля анна المуавидатайни والфатиха тваса ирсуар المактуба твил мусха фи Куран мусульмани едина гласны что муавидатайни это кул аууду ку Рабб фалак кул аууду ку Рабб нас и фатиха и асталний суры которые записаны в Куране иллэйтса частин Курана во анна ман чахад шейхан минху и тот кто отвергает что-то из этих сур 114 сур кафара он выходит из ислама и то что передается от ибн масуда фи фатиха и муавидатайни батил лейса бисахи то что передается от ибн масуда это батил и недостовер нагрой каал ибн хазм фи овали китаби халм мажаз и приводит нянь ибн хазма что он сказал хаза хаза казиб оля ибн масуд это ложна ибн масуда мудух то есть муиш линна ибн 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 масуда есть у нас два ривая есть один ривая и насчет этого ривая есть спор говорит что ривая достоверный но тауил можно сделать ривая достоверный но тауил можно сделать другие которые сказали что ривая недостоверный что это ложный мимо суда есть один ривая спорный есть ривая мута ватера где есть наличие когда есть расхождение два ривая один из них мута ватер другой спорный не важно достоверный или недостоверный но противовес мута ватеру он она не тянет так как с одной стороны некоторые говорят что недостоверный а некоторые говорят что как хафид ибн хаджар говорит что достоверный но если ты говоришь что достоверный то нужно делать как как-то объяснить это потому что есть у нас есть мута ватер ривая от асима от ибн масуда что и стороны говорится что он убирал и стирал а с другой стороны а с другой стороны делает от него где есть моего как мы должны совмещать эти два хадиса либо мы должны это уилла которым с тавилами которым может можно объяснить а он говорит он приводит от айада и и других ученых что ибн масуд лам юнкер ибн масуд каунаху ма минал куран он скульбан зачитал этого ва иннама анкела их баатаху мафель мусах а он отвергал что нельзя не нужно их водить в мусах или или он отрицал что их нету мусах или он считал что не нужно ничего включать мусах без разрешения пророка саллаллаху алейхи вассалям по иннау кана яра алла як туба фил мусах фишинга ва ка аннаху лам яблюгху ль-изна фидалик и судя по всему до него не дошло что пророк саллаллаху алейхи вассалям дал разрешение записать муа и в кулаху ль-изна фидаля этого тауэлаху ль-изна это тауэл ль-излата стопа втауэл ль-изна цитирует муаодзатин из курана Этот тауэль хороший, однако достоверный и недосмысленный ривай, который я привел. Достоверный он, по мнению Ибн Хаджара, по мнению, как я засчитал, по мнению имама Навуи и мнению Ибн Хаджара, этот ривай недостоверный. Да, как мы уже слышали, Ибн Хаджар сказал, что он даже молдова. Но Хафид Ибн Хаджар считает, что он достоверный, что ривай достоверный и там говорится тэдфау дэлика, хайту джааа фиха, иннахума лейса тамин китабылех. Так как в этом ривайе пришлось то, что эти два суры не из книги Аллаха. Однако мы можем сказать, что книга Аллаха, он имеет в виду Мусхав. И если в Мусхаве эти два раята нету, то этот тэуил, на этот тэуил можно опереться. Это ма шаадат тэуил то Ва Кала Гайру Кадзи то есть сказал другие кроме Када и Яба лам якун ихтилаф Ибн Мас'уд маа Гайрихи фи Кираат ихима А разногласий Ибн Мас'уда с другими не было нужно ли читать Муаудатэн или нет. Ва инна Макана фи сифатимин сифатима А было разногласий в сифате этих сур то есть нужно ли их включать в Куран или нет. И потом он тоже приводит этот то что сказал имам Невоуи шархи муаудатэн ажмах муаудатэн 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этот счет потом был отменен Все время заканчивается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть у меня уточняющие вопросы Али сказал, что недостоверно Что это спорный хадис, хотя этот хадис мы увидели, что приведено в Саи Бухари И более того, и более того, и более того, что это достоверный хадис И он сказал, что есть таватур Я хотел бы по поводу этого таватур Что за таватур, уточните, пожалуйста То есть я не понял этого момента У нас есть таватур У нас, как мы знаем, есть хадис И один из хадис Это хадис Ахадис 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 Продолжение следует... Странно, потому что показывает, что Али на связи находится, но... Не, у него завис, кажется. Возможно. Возможно, ребята говорят переключить камеру на себя. Я уже переключил, я забыл в прошлый раз. Надо было тебе напомнить мне, я не знаю, ты видишь или нет. Да, у него или зависло, или интернет слабый, что-то случилось, проблема какая-то. К сожалению, вот есть такие проблемы, когда подобные встречи проходят через интернет. Такие проблемы возникают, как мы видим. У нас есть еще практически сколько? У нас где-то около полчаса, приблизительно. Потому что немножко поздно, да, начали? Да, да, да. Где-то минут 30, может, 35. Да. Наверное. Вот он появился. Вот сейчас видно тебя. Нет, это сейчас ты появился изображением. Да нет, вроде был. Нет, не было в черных рамках. Сейчас появилось. Надо связаться с ним, позвонить ему, чтобы он вышел и заново зашел, или еще как-нибудь. Ватсап-монер есть у тебя? Его нет. Он вышел совершенно. Да, он вышел. Он, наверное, перезагружает. Да. Вот, зашел. Али, тебя не слышно. Кобода и штуки. Теперь меня слышно? Да, теперь слышно. Я до этого не слышал ничего с картином. У меня остановилось. Курбан, повторил точные вопросы? Да, по поводу таватора. Я спрашивал. Где это сказано? Что это сказано? Вообще, где этот таватор дошел до нас? Теперь... Или задержка, я помню. Да. Это у нас есть четыре, десять мутаватор и ревая. Из них... Кирاءат. Кирاءат Аш-шр у нас. Это приводит ибн Аль-жиза. Действия книги. Только у меня пропала связь, я просто не понял, что он сказал. Или у всех так? Нет, у него интернет пропал. Например, есть книга «Ан-Нашр» и «Ра-Ат-Аль-Ашр», «Либни-ль-Джазари» – это известная книга… Слышно меня? Слышно меня? Да-да, сейчас слышно. Слышно меня? Да-да-да. Алло. Слышно, да? Да, с опозданием слышно, Олег. Слышно? Слышно, да? Я предлагаю закончить на этом, потому что это сейчас невозможно просто продолжать. Слышно меня? предложите, пожалуйста, ему. Да. Олег, слышишь? слышно меня? Слышно меня? Слышно? Я слышу. Слышно тебя? Слышно, да, слышно было, вроде бы. Теперь слышно? Да, да, слышно. Вроде бы слышно, не знаю, с опозданием или нет, но что-то слышно. Можно тогда подумать, так как сейчас мы почти 3 часа. Я больше уже раз говорю. Можно на другой день? Да, конечно. Я как раз это и предлагал. Хорошо. На другой день тогда. С этого же места и продолжим. Все, можем начать. Так, вопросы. Да. Да, бисмиллахи рахмани рахиму. Аллаху ма саламу махмаду ма али Мухаммад. Я прежде всего приветствую Али и дорогих зрителей, которые следят за нами. Ас-саламу алейкум, рахматуллах и баракету. У меня несколько вопросов по поводу выступления. Во-первых, Али говорил о том, что хадис про Муаббизатейн, то есть по поводу Ибн Масуда. Хадис по поводу Ибн Масуда, что он назван, если мне не изменять память, Ибн Хазма и Набаби, если я не ошибаюсь, назван ложным хадисом. То есть, к чему это было сказано, я хочу понять. То есть, ты хочешь сказать, ты утверждаешь о том, что хадис по поводу Ибн Масуда, который пришел в Саги Бухари, в главе, посвященной суре, 113 суре, этот хадис ложный, выдуманный. Ибн Хазм говорит муду, то есть выдуманный хадис. То есть, ты это хотел сказать? Великолепный хадис. Что касается вопроса Корбана, насчет того, что сказал имам Аль-Навауи, я просто для того, чтобы зрители вспомнили, что мы в прошлом раз сказали, я просто процитирую слова имам Аль-Навауи. Это книга Аль-Маджму'а, третий том, 396 страниц, он говорит. Аль-Маджму'н. Все мусульмане единодушные в том, что И тот, кто отрицает что-то из них является кафером И тот, кто отрицает что-то из них является кафером И тот, кто отрицает что-то из них является кафером И тот, кто отрицает что-то из них является кафером И тот, кто отрицает что-то из них является кафером И тот, кто отрицает что-то из них является кафером Напомнил этот текст, который мы последний раз сказали Что касается хадиса То насчет этого хадиса есть разногласия Некоторые говорят, что достоверны Как Хафид Ибн Хаджев сказал Мы в прошлый раз ее тоже цитировали Что хадис достоверный Но Тауил вероятный То есть можно сделать Тауил И Тауил этому хадису В том числе и сделали Тоже некие тальшииты Например Передается В 8 том 231 страница И смеет И однажды И мы под pedим И отрицает Идем 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 Однако он не разрешал себе записывать в Кур'ан что-либо без разрешения посланника Аллаха. Али, я извиняюсь, я прошу прощения. Я дочитаю просто цитату, потом дополнишь. Он говорит, до него не дошло, как будто до него не дошло Ал-Изн, то есть разрешение пророка, говорит, это Тауил Ал-Хасан, это красивый или хороший Тауил этому хадису. То есть либо мы должны делать Тауил этому хадису, либо мы должны оставить этот хадис и принимать хадис Аль-Мутаватир. В конечном итоге, как мы должны относиться к хадису из Бухари? То есть мы должны или его делать Тауил, или считать его ложным, правильно? Либо оставить, либо оставить, либо что это недостоверное, как я это сказал, Навави ибн Хазм, и Ар-Рази, и другие ученые тоже. То есть я правильно понимаю, у тебя четко... Да, что? Ну, то есть у тебя четкого ответа нет, да, допустим, ты не можешь сказать, что это ложный, например, или что это достоверное? У тебя четкого ответа нет, ты не знаешь. Четкий ответ, конечно, если я же говорил, либо мы должны делать Тауил этому хадису, как Хафид ибн Хаджар сказал, либо мы говорим, что этот хадис недостоверный и берем Аль-Мутаватир. Если у нас нет нормального Тауила этому хадису, который не противоречил бы Мутаватиру, тогда мы должны, как разумные люди, взять хадис Аль-Мутаватир и оставить Аль-Ахад. То есть или мы перед толкуем, объясняем этот хадис, или этот хадис, который приходит в Саи-Бухари, он ложный. То есть таким образом, или у нас в Саи-Бухари есть ложный хадис, или же мы этот хадис достоверный читаем, но его толкуем. Правильно? Еще раз подтверди, пожалуйста. Либо, да, это хадис, либо слабый, либо хадис мы... Либо мы должны найти ему махрадж, либо оставляем этот хадис и берем хадис Аль-Мутаватир. Али, а если он достоверный, почему мы должны искать ему махрадж? Почему мы должны его растолковывать? Но если он достоверный, то почему? Потому что есть противоречия между двумя хадисами. Хадис Аль-Мас'уду, что он Кана Яхук Аль-Муавидатейн и Мутаватир, который говорит, что у него есть Кираат Асима, есть два Иснадок Аль-Мас'уду Мутаватир, и в обеих Иснадах есть Аль-Муавидатейн. Понятно. То есть... Тогда у нас получается противоречие. В одном хадисе мы говорим, что он убирал эти хадисы, в другом Мутаватир и Раат есть Аль-Муавидатейн. Тогда получается, что две достоверные передачи не могут быть противоположными. То нужно будет выйти из противоречия либо взять Аль-Муавидатир. Давай тогда выясним вопрос по поводу чтения. То есть Кираа. Что такое чтение вообще? Потому что у меня такое ощущение складывается, что я не понимаю, о каком ты чтении говоришь. Ты же веришь, что есть Кираа в Куране? Разные диалекты в Куране. Что Куран был неспослан Аля-Саббати Ахруф. Есть такое? То есть ты сейчас про семь букв говоришь? Семь букв, и что есть Мутаватир 10 Кирааатов. Что у нас есть Мутаватир 10 Кирааатов. И из них есть Кирааат Ибн Масуда. Это Кирааат Хавз, от Зир, от Ибн Масуда. Так о чем сейчас идет речь? У нас есть 10. Еще раз, смотри. 10, у нас есть Мутаватир. Правильно? 10 Мутаватир и 7 букв. Это одно и то же? 7 и 10, это одно и то же? 7 и 10, одно и то же. Есть Кирааат, это Кирааат, который у нас есть Иснаады. Есть 10 Иснаадов Мутаватир Курану. И из этих 10, у нас 3 Иснаады заканчиваются на Ибн Масуде. Это, как мы сказали, Хавз Ан-Асим, Хавз Ан-Азир от Ибн Масуда. Это Мутаватир Кираа. Это понятно. Сейчас давай разберемся по поводу того, что есть чтение, что это подразумевает, что ты под чтением подразумеваешь, что это такое? Что такое чтение вообще? Ты говоришь 7 букв, и при этом говоришь 10... Буквы, это диалекты. Есть разные места, где, например, мы в прошлом дискурсе упомянули, это тоже один из Кираатов. Это передается от Ибн Омара и от Ибн Масуда тоже. Некоторые говорят, что Кираа и Харф это одно и то же. Ну, это можно сделать отдельную дискуссию наше Кираатов и что такое Кираа и что такое Харф. Нам не нужна... Ну, этому можно возвращаться к книгу Аннаш и Кираат Аль-Ашар. Нам не нужна... Здесь имам Ибн Аль-Джазари приводит все Кирааты Аль-Мутаватиры в этом книге. И в том числе здесь он не приводит, что где Муаудзатэн, что Ибн Масуд убирал их оттуда. То есть он приводит те места, которые отличаются от Ибн Масуда, всех аятах, где у него есть различия. И вообще ничего не упоминается насчет Аль-Мутаватиры. Это понятно. Давай, я тебя очень сильно прошу, ну, чтобы наше время не затягивать, не будем посторонние вопросы затягивать, просто я хочу понять, что ты подразумеваешь по чтениям, когда говоришь чтение Ибн Масуда. Что это такое? Что это? Это передача от Ибн Масуда. Передача чего? От Ибн Масуда. Чтение, это передача Корана. Вопрос еще один. От Ибн Масуда. И каждая из этих десяти Мутаватир чтений является чем? Является передачей Корана тем или иным человеком, да? Да. То есть десять человек передавали то есть передавали хадисы. То есть десять получается Мутаватир передается от десяти разных людей Кораны передавались. Правильно? Да. Да. И в этих десяти героатах, в этих десяти передачах есть разница допустим вообще в чем-то есть какая-нибудь разница от Корана Усмана который составил Усман? Этих всех десяти героатов есть некоторые различия он здесь упоминает все это. просто скажи своими словами ну чтобы не затягивать что какие отличия от то есть эти десять героатов отличаются от книги из Крижали Усмана правильно? Да. Некоторые Некоторые отличаются в некоторых местах. То есть Коран Усмана это отдельный Коран а эти десять человек передают отдельные еще в некоторых местах отдельные вещи да? Да. Некоторые места есть отличия отличия это в том числе и шииты говорят я удивляюсь к чему ты удивляешься в этом? Ну Али если комментировать твои слова то это не говорят ни шииты не сунниты я не знаю о чем ты сейчас рассказываешь ну ладно я просто ответь просто на вопросы на этим закончили но чтение понятно ты говоришь что это отдельная передача Корана наряду с передачей Усмана то есть наряду с книгой Усмана были другие другие передачи другие книги да получается другие Кораны были наряду с Кораном Усмана теперь по поводу Таватора Таватор ты говоришь что чтение чтение Асима от Иблина Масуда является чем? Мутаватер является да мутаватер что такое мутаватер вообще? Можешь дать определение мутаватер это то что передается множественным группам от группы вот так мутаватер это то что передается от множественных людей то есть много людей передают от многих людей вот так и до конца и сна да что эти люди не могут объединиться во лжи от многих от многих людей от многих людей во всех во всех во всех ступенях передатчиков или только в каком-нибудь одной в одной из ступеней ну допустим например передается от сподвижников от 10 сподвижников например или допустим от сотни сподвижников передается потом также передают сотни табиинов но среди табиинов табиинов только один человек передает это считается мутаватером среди таби оттаби только один человек когда уже будет не мутоватер не будет правильно хорошо чтение ибн масуда чтение ибн масуда осень до кроме зирра кто кроме зирра от кого передавал осень передал я сейчас расскажу тебе осень и снад осень а передается от дух сподвижников это от алибна биталиба и обла ибн масуда ну от обдулла ибн масуда я спрашиваю осень от обдулла ибн масуда через сколько человек передает кроме зирра кто передает вот ибн масуда осень у осень через кого передавал кроме зирра вот ибн масуда кроме зира кто был посредником между ибн масудом и асимом ну для этого это уже отдельная тема можно в отдельном дискуссии но для этого нужно посмотреть книги алкара арты например у суток риджа таджвиду куран лилкора наш валу от им здесь он приводит все и снады все во все всеми передатчиками то есть это уже отдельная тема будет ты отходишь от того что мы в основе обсуждаем не это говорит что передача вот гера ибн масуда является мутоватор я спрашиваю кто 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 еще вот кроме зирра вот если нужно изучить вот отдельный крат ибн масуда можно сделать отдельную дискуссию где мы будем изучать все тонкости этого а так вот как часть этой дискуссии это уже не уместно хорошо хорошо а ты я давай вопрос чуть иначе задам хорошо а ты уверен что кроме зира есть еще посредники между асимом и ибн масудом между асимом и ибн масуды да есть ты уверен что кроме зира еще есть посредники то есть на в табакате кроме зира никого нету имеешь ввиду я тебя спрашиваю ты говоришь мутоватор ты говоришь мутоватор ты говоришь чтение ибн масуда мутоватор я говорю ты уверен что кроме зира есть еще это не я говорю это говорит и мама имаму караат и иди это ибн джазаре единственный и маму караат и ибн джазаре говорит что это таро мутоватора камуша сверить и маму фил караат ибн джазаре или тебе я я просто задаю вопрос я говорю кто кроме зира передавал асиму от ибн масуда кто кроме зира там есть посредник все если есть пожалуйста то есть ты уверен что я сказал хорошо понятно тело поняли дела да я делаю маму джазаре сказал что это мутовато это конечно есть конечно есть хорошо кроме оси man от от кроме оси мы есть в этом в этом табага кто-то еще ты не знаешь ну вот зир передает оси му оси микроме оси наветным табага есть еще кто-нибудь мы сейчас говорим мы сейчас говорим именно про ибн масуда от ибн масуда передает зир от зира передает асим правильно у асима у асима уже есть два передачка то есть от от асима передает два передачка кроме асима есть кто-нибудь кто передает в этом тогда в этой степени в этой в этой степени кто-нибудь кто передает гира ибн масуда да есть кто-то да им имя есть смотри курбан ты просто есть хорошо если смотрели и мы не будем мнения не будем затягивать ты или имя есть у тебя ну ты знаешь имя или не знаешь скажи я не знаю и пойдем дальше я ответил на твой вопрос что и маму карао это самый знаток и всех пераатов и ибн ул-джазали в своем книге аннашер фи караат тиль ашер говорит что есть мутаватир кираа от ибн масуда если он говорит что есть мутаватир кираа от ибн масуда что 3 что асим передал от алибна биталиба это то что у нас есть куран это есть караат хас а на сэм а ты от алибна биталиба этот же карао есть от ибн масуда только позже но и мы если мы не али али мы если мы ставим если мы ставим караат асим от зира от ибн масуда под вопрос то есть под сомнению то автоматически падает под сомнению асим от алибна биталиба это то что у нас есть в руках мой правой мой вопрос простой кто кроме осима передал вот и все есть ты не знаешь ты не знаешь идем дальше то есть не нужно зачем эти лекции сейчас здесь читать это не нет в этом никакой необходимости я лекции не читаю я отвечаю на мой вопрос был в следующем есть кроме осима кто-то кто передавал от зира или красава зал есть есть конечно есть имя раме и вот и конечно с одним человеком караат не будет мне нужно имя мне нужно имя если не знаешь я не могу но все все проходим дальше просто не просто говорю что я сейчас не могу сказать и идем дальше не нужно как бы вот эти затягивать эти вопросы для моего мои вопросы конкретные четкие понятны и последний мой вопрос 4 али по поводу его святости алибна битали салат вассалам я приводил хадис что он побивал камнями согласно сунья не согласно коран и ссылался на этот хадис для того чтобы доказать что в коране нету и не было чего не было айту раджим да айту раджим да ты отвечая на этот довод на это доказательство ты отвечай на это доказательство сказал что этот аят был отменен и поэтому его святости алибна битали баре салат вассалам так сказал верно в этом был в этом контексте я не помню как я это сказал если честно но я сейчас скажу тебе насчет адрес где алибна битали побивал камнями и сказал что это сунна пророка саллаллаху алейхи вассалам это не значит что алибна битали отрицает то что был айту раджим в коране а то что я тебе привел хадис из кафе что джафар садик рады аллаху анну сказал что в коране есть он он даже не сказал что был он сказал есть айту раджим и я хочу уточнить ты сказал что этот адрес клавы я минуточку ты сказал что этот адрес слабый и упираешься на адреса бухари где алибна биталиб говорит что побивал камнями согласно сумме пророка саллаху алейхи вассалам это никак не умаляет то что это было в коране но то что ты сказал что хадис слабый но однако аль-маджлиси мират аль-укул говорит что хадис сахар и говорит что это относится и тому что айту раджим относится на скуки лава мой вопрос я мнение я чтение алия у меня тоже ответ ответ у меня встречный вопрос а откуда ты взял что этот адрес слабый аль-карфи который раз аль-маджлиси говорит что адрес слабый а ты говоришь что адрес адрес но мы на что ты упирался в этом вопрос хорошо это я этот вопрос я просто на что запишу что чтобы не забыть а напомни мне какой был у тебя вопрос насчет алина битали бы что он побивал камнями согласно сумме на украине такого не это да я сейчас к уране кемран я это секундочку секундочку кемран ты у тебя очень тихий голос микрофон погромче сделай на следующий раз настрой микрофон погромче мой вопрос был следующим до мой вопрос был следующим ты сказал что в хадисе говорится что я побивал камнями по суни а не по корану потому что это я был отменен ты так сказал мой вопрос заключается в следующем отменен смысл аята или текст аята отменен текст аята но не смысл 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 остается еще есть а о ком все еще есть хорошо билане камнями все еще есть но сам а я испарана нету это называется как ты знаешь насколько лава вайпал хокку хорошо если был аят но он ушел и то есть он был просто удален есть его текст был удален но хоккан остался хоккан хоккан аята хоккан коранического аята остался если то почему его сверстали на виталий борисов сан говорит я побиваю по суни а не по корану если был использован аят и смысл этого аята который является частью корана остался как-то потому что он так и делал он побивал согласно суньи пророка саллаллаху потому что на тот момент аят рожим не было уране омар как ты знаешь говорил рожима расулуллахи варажим на бада ху то есть побивал пор порок саллаллаху алейкум и мы побивали после него то есть это есть суньи пророка саллаллаху али вассалям на которого был ай в куране потом был отменен а когда алибн обидал то время то время не было ай в куране но был сунна пророка чтобы он делал согласно суньи но это не не отменяет что это был в куране это тает как это передается от джафар садика книги от кафе достоверными снадом как это говорит аль-маджист но это него и это не ответ то есть смысл за аята остался да он отменен текст от меня смысл за аята остался то есть был аят его смысл остался смысл аята остался но все равно имам аля салат ва салам говорит что я побиваю по суньи в чем в чем решение этого вопроса там это он он побивает по суньи пророка так как он практикует это как так как практиковал пророк саллаллаху алейху али вассаллах но это не отменяет того что был в куране аят рожим ты же не можешь отрицать что в куране был аят рожим так как это приведу приводится джафар садика от непорочного имама у вас это по моему джафар садика 6 имам он говорит что есть в куране аят рожим не было есть говорит по вопросу что что ты на вопрос отвечаешь что что на это что он сделал сделал это послание пророка саллаху али вассалла мой вопрос же не в этом был мой вопрос следующем был исполнен аят который 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 аят часть священного корана который приказывал по вер побивать камнями этот текст этого аята был удален но смысл остался если смысл аята если смысл аята смысл священного корана то есть хокум священного корана хокум смысл священного корана это значит хокум священного корана остался правильно если хокум священного корана остался то почему имам аляли салат вассалам говорит что я побиваю по сунне если это хоккан корана вот в этом мой вопрос как мы знаем когда аллах субхану та'алла отменяет какой-то что хоккан остается по сунне пророка же если посланник аллах саллаллаху али вассалям следует тому что призывал этот айя после ее отменения то от этого мы знаем что был отменен айя но хоккан остается если бы прок саллаллаху али вассалям не следовал бы этому аяту после ее отменения то мы узнали бы что хоккан тоже отменяется то есть если то есть мы узнаем о том что аят был отменен от хадиса и сзади не то что они не от не то что а это был отменен а то что хоккан остается а и мы знаем что отменили но остается ли хоккан или нет мы узнаем от сунне пророка саллаллаху алейхи валюсалям хоккан чего так и хоккан к аята хоккан хоккан а это который был отменен ну вот хоккан ты же сам говоришь хоккан аята то есть до побивания хоккан а я остается или нет мы узнаем через сунна пророка еще слава попивания камнями это сам сам же говорить что это хоккан аята какая разница откуда мы узнаем что хоккан остался но хочет все равно перенадил аяту то есть это хоккан корана неважно откуда мы узнаем что этот хоккан остался это неважно сейчас вопрос чем чей это формируйка мы это или около ходиса мы говоря ты говоришь что это факт о май это правильно так почему же И тогда его свет Заливна Виталий говорит, что я побивал по сунне, а не по Корану. Если бы аят все еще был бы в Коране, то это был бы хукм аята до сих пор. Но после ее отменения, это сунна пророка, потому что пророк после отменения этого аята следовал тому, что призывал этот аят. Отмена хукма или отмена текста? Отмена текста. Но хукм же не отменен. Хукм все еще остается. Хукм Коран остается. Таким образом, побивание камнями это хукм Коран, а не сунный. Потому что хукм Коран остался. Ладно, хорошо, у меня вопросов больше нет. Можем продолжать. Давай. Сейчас выступление мое или Курбана? Нет, Курбан сочиняющий вопрос задавал. Понятно. Начнем с того, что по поводу чтения. Совершенно очевидно, что у Абу-Сума и у Али нет понимания того, что такое чтение. Что такое героат? Вообще, что такое героат? Нет понимания. Представления нет правильного. И он как необразованные люди, как люди, которые не знают ислама, как люди, которые не знают Корана. Это вот сейчас не нужно на меня обижаться. Это слова ученых. Это слова суннистских ученых. Это не мои слова. Суннистские ученые говорят, что необразованные люди, люди, не понимающие религию, люди, то, что они называют Авамун-Нас. Что такое Авамун-Нас? Это толпа, это чернь. Это люди необразованные. Это обычный обыватель. То есть Авамун-Нас это обыватель. Они говорят, что обыватель путает, путает 7 букв, 7 букв Корана, на которых он был неспослан, с 10 чтениями, 10 граатами путает. То есть в этом есть путаница. Путают обычные люди. Но между ними есть разница. Об этом говорит Суютий в своем Аль-Иткани. Об этом говорит Маджмуфа Тава Ибн-Таймия. Об этом говорит, что это разные вещи. Гира и 7 букв это разные вещи. Священный Коран, все, по утверждению, например, того же Ибн-Таймии, все буквы, все эти 7 букв были отменены. Они все являются мансух, кроме одного. И по этому поводу имеется предание в Сахи Бухари. То есть остается только одна буква. Так откуда же тогда возникает вопрос? Откуда же тогда эти 10 чтений? 10 чтений. Ну, там не 10 чтений, там намного больше. Просто некоторые называются мутаватор, а некоторые называются шас. Некоторые говорят, что, допустим, чтение Асима мутаватор, а чтение там некоторых других является шас. То есть не является мутаватор. Ну, это деление тоже так себе условное на самом деле. Но суть в чем? Суть в том, что эти 10 героатов, это не 7 букв, это совершенно разные вещи. Потом, я сейчас не буду зачитывать слова ученых. Али, если ты хочешь подтверждения, потом спросишь меня, я тебе приведу адреса и посмотришь, что Ибн Таймия, Суюти и все ученые говорят, что это для Авану Нас. Ну, просто они сами говорят, что мы хотели обмануть обывателей. Мы хотели обмануть Авану Нас. И представить так, что якобы эти 10 чтений являются разновиденностями этих 7 букв. Что эти 10 чтений возникли от этих 7 букв. Но на самом деле разница между ними, как между небом и землей. Что это значит? Это значит, что Коран в конечном итоге, по их утверждению, остался только на одной букве. И на основе этой буквы, только на одной букве, на основе этой буквы Осман Ибн Афан составил священный Коран. Но Осман Ибн Афан составил этот священный Коран криво. То есть это... И в результате этой кривизны возникли 10 героатов. Почему его криво составил? Потому что это было халатностью. Они проявили халатность. В чем была эта халатность? В том, что они не поставили точки. Они не поставили харакя и точки. Они просто написали буквы, но не написали точки и харакя. Таким образом возникли 10 героатов. Почему? Потому что Осман Ибн Афан отправил вот эти скрижали, написанные скрижали, в разные города. И в разных городах каждый читал этот Коран так, как мог. Почему? Потому что точек не было. Где-то Табаену читал, где-то Тасаббату. Разные слова. Разные слова. Но если убрать точки, они абсолютно одинаково пишутся. То есть Табаену и Тасаббату пишутся совершенно одинаково, если убрать точки. И поэтому из этого, из этой кривизны составления... Из этой кривизны составления вот этого текста, священного Корана, без точек и без харакятов, возникли эти 10 героатов. Поэтому вывод я к чему веду? К тому, что 10 героатов это чтение книги, которую составил Осман. И эти героаты никак не влияют на количество сур или на количество аятов. То есть совершенно не важно, совершенно не важно, читал ли Ибн Масуд, что этих муабвизатейн, этих двух сур нет в священном Коране, или он так не считал. Почему? Потому что героат строился на основании скрижалия Усмана, мусхав Усмана, где были эти две суры. Поэтому героат никакого отношения к наличию или отсутствию тех или иных сур или тех или иных аятов не имеет. Это чтение, героат ашр, это чтение скрижалии и мусхав Усмана, где эти суры были. Поэтому довод Ибн Хазма, или кто еще об этом говорил, доводы его абсолютно неуместны, не имеют никакого обоснования, не имеют никакого основания. То есть героат ашр, в том числе героат асима, героат асима, это чтение мусхав Усмана. Поэтому это уже имеющиеся книги, то есть это чтение имеющиеся книги, поэтому не имеет отношения к тому, и не может никак доказывать, что тот или иной передатчик верил в наличие той или иной суры или не верил. Почему? Потому что он читал ту книгу, которую ему дали. Это во-первых. Во-вторых, по поводу таватура, никакого таватура у этих десяти героатов нет. Просто нет. Почему? Потому что сами гура являются одним человеком. Асим это один человек. Ты говоришь героату асим. Асим это всего лишь один человек. Их помимо асима, там нет других людей, которые, например, передавали бы от зирра. Ты просто хоть вечность ищи, не найдешь другого человека. И точно так же зирр, который является посредником между асимом и является между ибримасудом, зирр это всего лишь один человек. Никакого таватура там просто-напросто нет. И ты не сможешь привести. Ну и что, что там какой-то ученый написал? Пускай приведет. Вот ты поищи и приведи мне, что помимо зирр, то есть наряду с зирр, есть еще посредник между асимом и ибримасудом. Это задача невыполнимая. Не найдешь такого. Поэтому это никакой не гераат зирр, то есть это никакой не таватур. Здесь никакого таватура как такового нет. То есть это не таватур вообще, этот гераат как таковой. Гераат, асима. Точно так же, как и все остальные герааты. И, кстати, ты улыбаешься, но суннистские ученые об этом ясно говорят. Они признают это. Они говорят, да, таватур начинается после. После. После этих гура, после этих чтецов. А до чтецов нет никакого таватура. Там ибримасуд, зирр и кто? И асим. Это во-вторых. В-третьих, асим передавал свое чтение от двух сподвижников. От ибримасуда и от алибрима Абиталия, алейсалат вассалам. И поэтому чтение асима. Нет никаких подтверждений, что чтение суры, чтение сур нас и фалак, то есть муабизатейн, чтение этих двух сур передано от кого? От ибримасуда. Почему? Потому что асим передавал от двух сподвижников. Передавал от ибримасуда и от алибрима Абиталия, алейсалат вассалам. Ну и по поводу твоего довода, что по поводу того, что этот аят был отменен, это по поводу муабизатейн, да? А что касается по поводу айтур-разим, ты говоришь, что аят был отменен, и поэтому имам Аля, алейсалат вассалам говорит, что я побивал на основании сунны. Ну это, как ты уже сам признал практически, это необоснованное доказательство, ничем не основанное, то есть у него нет никакого основания, никакого фундамента, у него нет. у этого доказательства. Почему? Потому что ты сам признаешь, что хокмаята оставался, а хокмаята это хокмкарана. Если хокмкарана остался, значит побивание камнями это хокмкарана, а не хокмсунны. Поэтому здесь никакого, здесь этот довод я не могу никак принять. Итак, давайте посмотрим, я зачитаю, пока у меня есть время, некоторые моменты, которые упускает уважаемый Али. Это маджмуфа Тава, ссылку я могу скинуть, если захочешь. Он говорит, Ты понимаешь, Али, что это значит? Это значит, что Курра, чтецы, они читали только то, что им позволяло скрижаль Усмана, Мусхав Усмана. Это все говорят, то есть это ясная, известная вещь. Люди, которые исследуют Коран, занимаются коронавидением, они это прекрасно знают. Или же или вот, например, тоже ибн Таимия там же в маджмуфа Тава говорит Али Кираату Лам Тасбуд Мутаватыратан Аниннаби Ва Ин Сабатат Фа Иннаха Мансухатун Бил Ирда Тил Ахира Ибн Таимия говорит, что эти семь букв они не были Али Кираату Лам Тасбуд Мутаватиратан Аниннаби Они не были переданы эти семь букв не были переданы Переданы от его светлости посланник Аллаха И эти 7 букв были отменены Во время последнего чтения Корана То есть когда Джабраил Последний раз читал пророку Коран Он все эти отменил Оставил только один И он приводит здесь Из Сахи Бухари Хадис по поводу этого И одна это буква Одна единственная буква Это та самая буква На основе которой Халифы приказывали записывать Коран В своих скрижалях И именно эту одну букву Они отправили в разные города Нет там никаких 7 букв Была только одна буква записана И одну эту букву Они отправили в разные города И вокруг одной этой буквы Собрались люди Он говорит что эти 10 Эти грааты Являются всего лишь одной буквой То есть он говорит Согласно большинству ученых И имамов И салафов Харфун мин хуруфи саба Это всего лишь один Одна буква Балиякулун Инна мусхафа усман И более того Эти ученые говорят Это Ибнтемия говорит Говорит большинство Джумхуру лулема Они что говорят Инна мусхафа усман Хува ахаду луруфи саба Что мусхаф усмана Это всего лишь одна буква Из 7 букв Это одна буква Это та самая буква Которую читал пророк В последний раз Джабраилу алейхи салату вассалам Поэтому Это одна буква Мусхаф усмана Это одна буква А эти грааты Которых намного больше Чем 10 Просто определили 10 Как мутаватор Хотя они не являются мутаватором Но сказали Вот это все мутаватор Откуда эти грааты возникли Фима ахтамалаху мусхаф усман Это говорит Ибнтемия Это то что позволяло То что позволяло То что Ихтамала Ихтамала То есть то что позволяло Скрижаль усмана Не более того И поэтому Довод о том что То что Ибн Масуд Читал Это не довод Потому что Если даже Ибн Масуд читал Он читал уже Мусхаф усмана С которым он Как мы уже поняли Из хадиса Из бухари Который ты почему-то Хочешь назвать ложным Мы как мы Обнаружили Он Эти Эти суры Не считал Частью Корана И более того Ибнтемия Мажмуфатава Говорит Следующее Ибнтемия Ибнтемия Это также Мажмуфатава Ибнтемия Говорит что Шаз Кираат ишшаз Который Противоречат Скрижалье Усмана Той книге Которую Составил Усман Например Гираат Ибн Масуд То есть Ибнтемия Ясно Четно Четко Говорит Что Гираат Ибн Масуд Противоречит Чему Противоречит Скрижалье Усмана Книге Которую Составил Усман И он Здесь Приводит Пример в чем противоречит поэтому этот довод, который ты говоришь приводишь и помимо этого если от Ибн Масуда передает зир один человек а от зира передает еще один всего лишь один человек, это Асим то тот хадис, который мы приводили о том, что Ибн Масуд не считал Муабизатин частью Корана этот хадис передан несколькими путями, там несколько путей там не один путь, а здесь всего один путь зир, Асим от зира Асим от зира, всего один путь это во-первых я это говорил уже и помимо этого мы не знаем, у нас нет никаких доводов и доказательств что Асим читал Муабизатин эти две суры вот эти последние суры две Муабизатин Священного Корана нет никаких доказательств что он читал эти суры на основании чтения Ибн Масуда почему? Потому что у Асима есть два пути путь, который восходит к Ибн Масуду и путь, который восходит к Ибн Масуду просто приведи мне довод что именно чтение Муабизатин Асим взял именно у Ибн Масуда нет таких доводов и доказательств нет такого нет такой цепочки передатчиков поэтому возможно чтение Муабизатин Асим взял у Ибн Масуда поэтому этот довод абсолютно не несостоятельный некрепкий и ненадежный так я также сейчас попробую найти еще еще один еще одну цитату сколько осталось Ямран, подскажи пожалуйста я немножко потерял а извини пожалуйста я забыл совсем пройти все все я долго говорил помимо 15 минут хорошо да нет я начну с того что в прошлом дискуссии в начале Курбан сказал что первым кто предложил эту тему тему искажения Курана это я и он не хотел якобы дискутировать на эту тему так как это и так далее но это ложь так как первым кто предложил эту тему это был посредником между мной и Курбаном это Малик он предложил мне эту тему а я согласился это маленькая ремарка дальше насчет хадиса в Каффи я на прошлом дискуссии привел хадис если мне не изменяет память ремарка 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 этот хадис достоверный и что он имеет ввиду то есть Джафар садик имеет ввиду Несхутилава что этот аид был отменен Курбан Курбан говорит что хадис недостоверный ссылается он на хадис Сахиха аль-Бухари с каких это пор шииты принимают то что Сахиха аль-Бухари отрицают то что в книге это тоже интересный момент у меня вопрос к Курбану с чего или почему этот хадис недостоверный недостоверный то есть он сказал хадис который назвал Сахиха он сказал что этот хадис слабый почему он слабый этот вопрос у меня потом что касается мы в прошлом лекции точнее в прошлом дискуссии говорили о хадисе Омара что он сказал если бы я не опасаюсь не опасался бы людей я бы записал аяту Раджима Корана насчет этого я бы хотел привести слова имама Аль-Джасаса Ра-Рахима Он говорит что он Знай, что эта ая не относится к Корану. Так он был 8 дней. Ли анташирал хукму длитаву, чтобы хукм расферстанилась. Воистафида и все об этом знали. Хайثу каала, так как он сказал, «фа ин кила, фа лав лам якун عند ху минал Курэони, кейфа кана ячузу лову аякула, лав ла аякула». «Фа лав лам якун عند ху минал Курэони, если этот ая, Умар не считает частью Кур'ана. Как он может говорить? Лаула Аякула, если бы люди не говорили, задал Умар в Китабе Аллахи, что Умар добавил что-то в книгу Аллаха, я бы записал ее в Мусхав. Как можно записать в Мусхав то, что не из Мусхава? То есть, то, что не из Кур'ана. То ответом этому вопросу будет так, говорит. То смысл этих слов может быть, говорит, что он хотел записать этот аят в конце Мусхава. тем самым, чтобы подчеркнуть, что это не из Кур'ана. чтобы этот хукм был мутаватиром, чтобы знание об этом хукме было мутаватиром. чтобы никто не сомневался в этом хукме, чтобы никто это не отрицал. И он сказал, если бы я не опасался того, что некоторые могут подумать, что это из Кур'ана, то я сказал, или кто-то скажет, что Умар заедет в Кур'ане, или что Умар что-то добавил в Кур'ан, то я бы добавил этот аят в Кур'ан. в Кур'ане. Умар ибнол-Кхатаб свидетельствует и Абдул-Рахман ибн-Авф и Абдул-Рахман ибн-Авф что Расул Аллахи рожама и рожам на баадаху. Посланник Аллаха саллаллаху алейху саллама побывал камнями и мы побывали после него. И в последнее время, то есть ближе к последнему времени будет люди, которые будут отрицать аяту Раджима. И будут отрицать Раджима и Шафаа это заступничество. То есть это имеется в виду хавариджи. Они отрицали и Шафааа и что муахиды которые попали в огонь будут оттуда уходить. И тем самым выявляется то, что Умар хотел этим записям, чтобы хукм этого нахла, то есть хукм этого Раджима был распространен среди людей. Вадали калиэннау кана самя аннабия саллаллаху алейху ассаллама якулу саяджи ухом луказибу набидалик так как он слышал посланника Аллаха саллаллаху алейху ассаллама так он говорил что будут люди которые будут отрицать все это так как он не может сказать что придут люди которые будут отрицать этот хукм от себя так как он не знает сокровенное исходя из этого делается вывод что он слышал это посланника Аллаха саллаллаху алейху ассаллама мин гайри тوقиф мин гайри тوقиф мин гайри мин аннабия саллаллаху алейху 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 ляэннау ляэнна далика ла юаламу илла битарик алвахи так как это нельзя знать без вахи это говорит имам алджас атна сит льна этого хадиса что хотел записать аэт рожм в конце мусхафа то есть это слова умар говорил присутствие с подвижником и никто не сделал ему инкар то есть так как они знали что умар в этих словах правдив что он слышал это посланник аллаху алейху и тем самым получается единогласное мнение всех сподвижников радия аллаху анхум фикуллима накалаху умар радия аллаху анху ванхум джамиан это относительно хадиса аят ураджм и аят ураджм я еще раз акцентирую на то что джафар садик в достоверном хадисе книги ал-кафи книга ал-кафи как некоторые ученые сказали то есть в исламе не было написано книга которая была бы как кафи или близко к кафе то есть эта книга у шиитов это как сахар бухари у аль-сунна в этом книге Джафар садика передается что он сказал что в книге что в Коране есть аят ураджм и маджалиси говорит что этот хадис достоверный курбан сказал что хадис недостоверный маджалиси как мы сказали хатим аль-мухадисин это один из последних величайших махадисов в шиизме он сказал что хадис достоверный что касается хадиса надеюсь у меня осталось время да потом курбан упомянул хадис что умар радия аллаху анху читал аят сурату хаттаба что некоторые сподвижники читали фамду иля дикрилла то есть это один из киратов если курбан считает что чтение умара фамду иля дикрилла является искажением курана то я приведу тебе хадис из бихару анвар анговорит жабир жуфи что я один ночь был у жахра садика р-зи аллаху анху фа каракту هذه аят я прежитал аят я аят не аят иля не салата июми дикрилла фа кал аят июня и сказал мах я габир как ты прочитал это и сказал я сказал я сказал я эйуя الذин аэмэну ида нудия ли салатами июмя الجумаати и сауу или дикриллах и он прочитал это так как есть у корани и сказал потом Джафар сказал хаза тахрифун я габир это искажение я габир сказал Джафар джаберу можно я докончу этот хадис потом культу кайфа 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 и сказал Джафар и сказал я эйуя الذин аэмэну ида нудия ли салатами июмя الجумаати июмя июмя дикриллах июмя 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 Да, у меня есть, точнее, еще вопросы. По поводу, просто ты сам затронул, мне придется этот вопрос тоже коснуться по поводу того, что я предложил эту тему. Я не предлагал тему искаженности Корана. Это же ты предложил, верно? Нет, я не сказал, что ты предложил, я сказал, мне предложил Малик, а я согласился. Малик сказал, что ты предложил эту тему, что ты предлагал дискуссировать. У меня есть скрин, могу показать. Так а в чем был вопрос, то есть ты мог и на другую тему дискутировать? Нет, вопрос ни в чем, просто я хотел уточнить этот вопрос, так как ты упомянул, что я предлагал эту тему. Я вообще никакой тему не предлагал, мне Малик написал, можешь дискутировать с Курбаном на тему искажения Корана в Аль-Асуна. Я сказал, могу дискутировать с Курбаном на тему искажения Корана между шиитами и суннитами. Я вот корректировал это название, а так предложил он. Я просто упомянул это для точности, и в принципе суд этого не меняет. Насколько я знаю и насколько я понимаю, именно искаженность Корана, я же видел твои видео, даже мне отправляли, братья. Ты предлагал именно тему искаженности Корана? У тебя видеозаписи есть на эту тему? Да, старое видео есть, я предлагал на эту тему, но вот перед нашим дискуссией, когда мне Малик написал, я вообще ничего ему не предлагал, он написал, можешь дискутировать с Курбаном на эту тему. Я согласился. То есть ты мог бы на другую тему дискутировать? Согласился бы на другую тему? На какую, например? Ну не знаю, на какую. Я бы мог дискутировать на тему имамата, например, на тему Аль-Исма, например, и так далее. Ну а зачем мы тогда... На чепительные темы между нами. Но это плохо, что мы не на тему имамата дискутируем. Хорошо, ладно. Так, по поводу Ай-Тур-Раджим, ты читал чьи слова, чьи книгу читал? Ибн Аль-Джасас. Ибн Аль-Джасас говорит, что... Говорит, что Ом Арибль-Хаттаб хотел написать в сносках, правильно? Хотел это Ай-Тур-Раджим написать в сносках. В Ай-Тур-Раджим написать в сносках. В конце книги. В Ай-Тур-Раджим это что такое? Да. В конце от мусхав и в конце вот так написать. Это называется В Ай-Тур-Раджим. Он говорит, что он хотел написать в конце, чтобы все знали, что он не из мусхава, но знание в этом айе распространилось. Хорошо, он хотел так написать, чтобы это было непонятно. То есть, чтобы было понятно, что это не часть Корана, правильно? А на что Ибн Аль-Джасас опирается? Он опирается на хадис, который он приводит от Ибн Аббаса. Я прочитал ее. Сейчас, минуточку. Хадис от Ибн Аббаса. Зачитай его еще. Зачитал Аббаса. Как этот хадис доказывает, что Умар хотел написать именно, не знаю, в какой-то части там, чтобы было понятно, что это не часть Корана. Ну и в конце или в сношках, неважно. Где в этом хадисе на это указывается? Каким образом этот хадис доказывает, что Умар хотел написать именно, допустим, в сношках? Ну, пусть будет в сношках. Я просто не понимаю, не совсем понимаю, что такое в конце мусхава. Но пусть будет в сносках, например, как ты говорил ранее. Пусть будет так. Как этот хадис доказывает тут Ибн Аббас? Я просто не понимаю. Ты читаешь этот хадис, а я не понимаю. Как этот хадис доказывает, что Умар хотел в сносках этот аят, эти слова написать? Он пишет в шахидах Умар и Абдурахмана ибн Ауф, что аят Ар-Раджима был в Коране. Из контекста понимается, что он не пишет это среди Порана, среди каких-то сур или аятов. Он пишет ее или в начале, или в конце, или где-то внизу, чтобы Эльм знаний. Это понятно. Как объясни? Где логика здесь? Просто объясни мне логику, я не понимаю. Логика в том, почему он пишет сзади Порана, или почему он это вообще пишет. О какой логике ты сейчас говорил? Логично, если логично посмотреть на этот хадис, то понимается, что он пишет не среди аятов, эти слова, что шахида Умар, Умар свидетельствует, и Абдурахмана ибн Ауф свидетельствует в том, что Порок, салаллаху алейкум, побивал камнями, и мы побивали после него. Ну, это логика, объясни, ну, поняли. В чем, где эта логика, объясни мне эту логику, как эта логика работает в данном случае? Ты говоришь, что логично можно объяснить, как этот хадис доказывает, что Умар хотел это. Это, я же говорю, с логикой можно понять, что он не среди сур Хорана, это пишет, шахида Умар. Ну, объясни мне, объясни мне. Он пишет это либо в начале, либо в конце. Я эту логику не понимаю, объясни мне, пожалуйста, эту логику. Ну, я ее не понимаю, я не вижу смысла, то есть я не вижу связи между хадисом и тем выводом, который ты делаешь. Объясни, как этот вывод делается, какой процесс? Как этот вывод делается, вот, тебе же объясняет, вот, имам Аль-Джасас, как этот вывод делается. Чтобы люди знали, что не из Курана. Это хадис? Это хадис сейчас? Это хадис? Это слова имам Аль-Джасаса. Так я про хадис говорю, мне не нужны слова Ибн-Джасаса. Я говорю, на что опирается Ибн-Джасас? Ты говоришь на хадис от Ибн-Аббаса, правильно? Я говорю, каким образом хадис от Ибн-Аббаса доказывает, что Умар хотел записать в сносках эти слова. Аят ур-Раджим. То, что называется. Потому что среди Курана он не может это писать. Среди суры, например, идет сура, он между двумя аятами, он пишет, шагида Умар, в Абдурахман ибн Ауф, он не может такое писать. Что не может писать, не понял? Что не может написать? Еще раз. Среди Курана никто не может писать такие слова. Логично можно понять. Почему не может? Вот потому не может. Как можно писать шагида Умар, в Абдурахман ибн Ауф, что такой-то, такой-то, с правоком салаласом пробивал камнями и так далее. Это среди сур, это же нельзя же писать. Это кто писал? Это ибн Аббас писал, правильно? Это передает Абдулла ибн Аббас от Умара, что он сказал, что... Кто написал? Али, Али, кто написал? Он не говорит, что он писал. Он говорит, Я хотел написать в Мусхафе. Кто? Кто хотел? Кто? Кто? Умар, Умар, Умар. Умар хотел написать? Умар, говорит. Умар хотел записать? Куран, ты не слышишь меня, что ли? Я слышу. Я слышу тебя на арабском. Хорошо, хорошо. Ибн Аббас говорит. Он сказал, что он сказал. Я хотел написать в Мусхафе. Шаида Умар ибн Хаттаб. Умар ибн Хаттаб за свидетельство. Ибн Абдул-Рахман ибн Ауф. Что посланник Аллаха, саллаллаху алейху саллама, побивал камнями. И мы побивали после него. И придут люди, которые будут отрицать Ар-Раджм. И шафа'а, что люди будут уходить из огня. И эти слова Умар говорит, я хотел написать в Мусхафе. Он не говорит, что я их записал туда. Он говорит, я хотел. Ибн Абдул-Рахман говорит, объясняет мотивацию Умара, почему он это хотел. Он говорит, он хотел их записать для того, чтобы знание об этом хадисе, то есть об этом аяте, аяте-раджм, распространилось подобным тому, как распространяется Коран. Чтобы все знали, чтобы не пришли люди, которые будут отрицать побивание камнями. Вот в чем смысл слова имама Аль-Джасаса. Хорошо, смотри. Ты говоришь, мы привели хадис из Бухари, что удостоверенность которого подтвердили, где Умар говорит, что если бы люди не говорили, я бы своими руками, если бы люди не говорили, что Умар от себя добавил в книгу Аллаха, то я что сделал бы? То я записал бы аяте-раджм в книгу, так? А ты сейчас приводишь, что он что-то другое написал. Не аяте-раджм, он не аяте-раджм написал. Он написал, что я свидетельствую, еще кто-то там свидетельствует, что мы побивали камнями. Он записал в книге, в Коране, записал, что мы побивали во времена пророка и побивали после пророка. Причем здесь аяте-раджм? Дословно, процитирую хадис Бухари, который Амур ибнур-худраб сказал это. Если он сказал, что у нас в книге Аллаха в книге Аллах, то я написал бы аяте-раджм. Там говорится, что я написал аяте-раджм, или я написал в книге Аллах? Или я написал в книге Аллах? Я написал в книге Аллах. Может быть, есть большая разница? Если бы люди не говорили, что Амур от себя добавил в книгу Аллаха, то я своими руками записал бы аяте-раджм. Он сказал, что из того, что было неспослано, был аят-раджм. Потом он говорит, Я бы записал, то есть ал-раджм в мусхаф. А другой ривай объясняет, что именно он хотел записать в мусхаф. В мусхафе он хотел записать именно вот эти слова. Шахида Амур, что посланник Аллаха побивал камнями. И этот ривай объясняет вот этот ривай. Что именно он туда хотел записать? Он хотел записать вот это свидетельство, что он свидетельствует и свидетельствует Абраман имн Ауф, что посланник Аллаха побивал камнями, и мы побивали после него. И придут люди, которые будут отрезать эту раджм. и шафа'а, и что люди будут уходить из огня. Смотри, в хадисе, который приводится от Ибн Аббаса, говорится, что он записал, что они побивали камнями во времена его святоспасания к Аллаху, саллаллаху алейхи ва салам. Правильно? А в Бухаре говорится... Не записал, а хотел записать. Тем более... Записал. Хамамту. Да, хотел записать. Пытался записать. Не хотел. Не арада. Не арату. Хамамту. Не хотел записать. А пытался записать. Это разные вещи. То есть, арату и... Хамамту. Хамамту это... Хотел записать. Хорошо. Пускай будет. Не могу. Пытался записать. В любом случае, в хадисе от Ибн Аббаса говорится, что он хотел записать, что они побивали камнями во времена его святоспасания к Аллаху, саллаллаху алейхи ва салам. И ты говоришь, что... Аллаху алейхи ва салам. И ты говоришь, что этот хадис объясняет тот хадис, который у нас имеется в Бухаре, в котором говорится... Что если бы люди не говорили, что Умар от себя добавил в книгу Аллаха, я собственными руками записал бы айт ражм в книгу Аллаха. Он говорит айт ражм. Не историю о том, что они побивали камнями. А айт ражм. Как это объясняется? Это разные вещи. Это две разные вещи. Поэтому я от тебя объяснений не получаю. Просто оправдание. Просто обыкновенные оправдания. Если есть объяснение, дай мне это объяснение. Я кроме оправдания сейчас ничего не вижу. Конечно, я же говорю тебе, он говорит, я бы записал это своими руками. Айт ражм, правильно? А в другом айте говорится, что именно он туда хотел записать. Именно цитата, что он хотел туда записать. Так он сам говорит, что он хотел записать. Он в Бухаре говорит, я записал бы айт ражм, а что такое айт ражм? Это ашейха в ашейха, это ашейху в ашейха, ида заная. Ашейха в ашейха, и за заная. И за заная. Да, это айт ражм. А он об этом говорится в хадисе Ибн Аббаса или о чем-то другом? Не об этом говорится? Хадис Ибн Аббаса имеется в виду знание об этом аяте. Не сам айт он хотел туда записать, а именно то, что был такой хокм. Да, о хокме. Даже не об аяте, а хокме хотел он записать. Ага. Да, что был, что свидетельствует Умар и Абдуррахман ибн Ауф, что был такой хокм, что посланник Аллаха побивал камнями, и мы побивали после него, что в последнее время будут люди, которые отрицают этот хокм и так далее. Совершенно верно. Знание об этом хокме хотел записать Умар, передается в хадисе Ибн Аббаса. Хорошо, но Бухарь же говорит... И вот делает именно Аль-Жасас, что он хотел записать это сзади Курана, то есть за Кураном или где-то... Но в Бухарь же не идет о хокме речь, идет о самом аяте. И он ясно счет... И почему люди должны были говорить, что Умар от себя добавил в книгу Аллаха, если он хотел это записать где-то там в сносках, скажем так, грубо говоря. Почему люди должны были говорить, чтобы Умар от себя это добавил? Здесь Аль-Жасас ответил на этот вопрос, что он опасался либо того, что люди подумают, что это из Курана, или скажут, что Умар добавил что-то от себя в Куран, и поэтому он туда не записал ничего. Ну, это все догадки, на самом деле. Хорошо, у меня вопросов больше нет, продолжим. Куран. 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 а слышно тебя слышно а хорошо тогда начали ну как мы в принципе видим все совершенно очевидно и понятно одни оправдания со стороны суннистских ученых то что у мар хотел записать историю о том что они с пророком салаллах алейкум сам побивали камнями прелюбодеев это одна история и другая история о том что омар сказал что ля вля я гуля нас задав марфи китаби лаги на китаб ту аятаражим бияди что если бы люди не говорили что омар от себя добавил в книгу аллаха то я бы собственными руками записал бы в книгу аллаха аятаражим это разные вещи это во первых во вторых нет никаких ясных доказательств и указаний на то что в хадисе вот именно баса который али зачитал ходи сильно от ибн аббаса омар говорил именно о сноске или там что в конце там же ясно говорится фильм устав там в хадисе говорится что он захотел записать это мусофе поэтому где откуда это здесь сноска берется откуда здесь берется конец книги и так далее ну али говорит что логически ну опять таки это все догадки что что хотел на самом деле сделать омар и блин хаттаб поэтому это все оправдание догадки все очевидно и ясно омар из не двусмысленно однозначно и без каких-либо уже двухсмысленностей сказал что если бы люди не говорили то я добавил бы стоят в коран вы имеющийся коран вы экземпляр корана то есть это был бы в коране если вы люди не говорили что я от себя добавил он просто боялся того что люди будут говорить что он добавил от себя то есть он боялся того что люди будут говорить что этого я это не было это добавка самого Омара ибн-эль-Хаттаба. Это по поводу этого ответа, который Али дал. Он здесь задается, опять-таки, Али, ты заходишь в шиитские книги, мы с тобой изначально договаривались, некоторые братья, которые смотрят нас, и люди, которые смотрят нас, они могут не понять нашу изначальную договоренность. Мы изначально, ты в начале предыдущей дискуссии приводил хадисы из шиитских ученых, из шиитских книг о том, что шиитские, те или иные шиитские ученые верят в искаженность Корана. И сейчас ты, опять-таки, обращаешься к шиитским книгам. Я, то есть, мы изначально с тобой договаривались, что сначала обсуждаем искаженность Корана в сунизме, а потом обсуждаем искаженность Корана в шиизме. Поэтому ты сейчас просто забегаешь вперед. Это отдельная тема. Мы сейчас говорим о том, что написано в ваших книгах. Зачем обращаться и ссылаться на наши книги. смысла в этом нет. Ну, ты, например, задаешь вопрос о том, почему хадис от имама Саады, Галия, салата ва салам, недостоверный. Правильно? Из Усуликафи. Я тебе говорю, что Мухаммад ибн Иса, ибн Убейд, который является одним из передатчиков этого предания, он является галей. Галей. Он является галей. Он является даив и галей. Он является слабым. Поэтому это предание слабое. Мухаммад ибн Иса, ибн Убейд. Поэтому это предание слабое. Но даже если бы, даже если бы не было бы этого человека в цепочке передатчиков, даже если бы все были бы сильными, то согласно нашему хадисоведению, которое отличается от вашего хадисоведения, для нас недостаточно того, чтобы цепочка передатчиков была достоверной. У нас есть еще и другие критерии. Например, соответствие другим хадисам, соответствие аятам священного Корана, соответствие хадисам и таватам и так далее. Но это опять-таки это отдельная тема. Это мы должны обсуждать здесь. Мы должны обсуждать в другом вопросе. Ты там можешь эту тему поднять и эту тему мы тогда обсудим. По этим критериям этот хадис слабый. И по этим критериям. То есть, помимо того, что здесь слабый передатчик в цепочке передатчиков, помимо этого этот хадис просто-напросто слабый. По другим критериям. Потому что есть у него муарид, у него есть противостояние с другими хадисами, которые намного надежнее, достовернее этого хадиса. И помимо этого, смысл этого хадиса невозможно принять. То есть со смыслом его также невозможно согласиться. Поэтому здесь есть множество критериев достоверности хадиса у нас в нашем, то есть надежности хадиса, правдивости хадиса. У нас есть множество критериев. Это не просто цепочка передатчиков. Цепочка передатчиков недостаточно. Поэтому если даже цепочка передатчиков была бы надежная, но она такого и сейчас не является, она слабая. Если бы даже была бы надежной, то в любом случае это передание было бы слабым. Итак, ну это по поводу твоего вопроса. Ну опять-таки я, ты еще в начале предыдущей нашей дискуссии залез в, то есть отошел от нашей непосредственно темы искаженности Корана в сунизме. Ты лучше приложи усилия для того, чтобы опровергнуть и ответить на те доводы и доказательства, которые я привожу. Потому что до сих пор все, что ты приводишь, похоже на, ну просто на оправдание, просто желание вывести на чистую воду и время суда, умора и так далее, и так далее, и так далее. Ну и это при том, что я все примеры не привожу. Я всего лишь небольшое количество хадисов привел из достоверных книг, причем я не приводил там из какого-то Бихар-Ланвара, как ты приводишь, да? То есть из каких-то там, допустим, я не приводил же из Муснада Абу Яала или Мусаннаф Айбн Абу Шейба, не приводил же, правильно? Чтобы ты мог засомневаться и призадуматься над, и снадом хадисы. Я приводил все хадисы исключительно из Саи Бухари. Сегодня я тебе приведу еще несколько хадисов, но уже из, да, из муслимов в том числе. В Бухари, этот хадис, который я сейчас тебе засчитаю, это из Бухари. В том издании, которое мне встретилось, это 3743, хадис под номером 3743. Здесь говорится о том, что в этом хадисе из Бухари, говорится о том, что Абдулла ибн Масуд читал суру священного Корана Этот аят, то есть, этот аят священного Корана читал следующим образом То есть, клянусь ночью, когда покрывает, клянусь днем, клянусь днем, когда проявляется, и клянусь, ну, клянусь, то есть, как это, мужской и женской особью. То есть, клянусь мужчиной или женщиной. Но в сегодняшнем священном Коране нету слова клянусь мужчиной и женщиной. Этих слов нет. Но Абдулла ибн Масуд считал, что это часть Корана. Вадда кяри вальонса является частью Корана. То есть, он читал так И об этом же говорит ибн Таймия говорит о том, что это чтение, вот это вот то, что ибн Масуд так читал, ибн Таймия считает это достоверным. То есть, он говорит, И клянусь тем, что создает мужчин и женщин. Ибн Таймия тоже признает достоверность этого и говорит, что дошло это предание в двух сахих, то есть в сахихе муслиме и в сахихе бухари. Это еще один момент. То есть, ибн Масуд считал, что если бы сегодня ты дал бы имеющийся Коран ибн Масуду, он сказал бы, что здесь не хватает вадда кяри вальонса. То есть, клянусь мужчиной и женщиной. Что он сказал бы, что здесь необходимо в этой суре в этой суре должен быть аят, клянусь мужчиной и женщиной. Где этот аят? Это читал, так читал ибн Масуд. И ты не можешь здесь опять-таки оправдываться и говорить то, что это мансух, допустим. Почему? Потому что ибн Масуд это читал постоянно. То есть, и после его святости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи салям, читал это. Это был его кира, он так читал. Поэтому здесь подобное уже не получится сказать. И слова ибн Таймия тому являются доказательством. И также, еще один пример я приведу. Саги и муслими под номером 1050. Хотя нет, я прошу прощения. 1050, под номером 1050. Приводится предание. И предание это от, по-моему, от Абу Мусы Ашари. Говорится, что Абу Мусы Ашари отправился в Басру к чтецам священного Корана. И к нему вошли 300 человек. Которые читали Коран. И Абу Мусы Ашари с ними начал разговаривать. Это Саи Мусы. И вот что Абу Мусы Ашари говорит. Он говорит, что мы читали суру, которую уподобляли в длине и в жесткости. Уподобляли чему? Уподобляли девятый сурь священного Корана. Сурь Тоба. Тоба, которая является одной из жестких сур священного Корана. То есть по длине и по своей жесткости был похож. И вот что говорит Абу Мусы Абу Мусы Ашари, что он говорит, что я эту сурь забыл. Он говорит, я эту сурь забыл, кроме одного аята. Что это за аят? Если бы у сына Адама, у потомка Адама было бы две долины. Ну не знаю, может имеется ввиду две долины золота или... Да, ваадьян минмал, то есть две долины золота или других каких-то ценностей. То человек захотел бы третью долину. То есть, имеется ввиду, наверное, что он ненасытен. Но так или иначе... И что чрево потомка Адама ничто не заполнит, ничто не наполнит, кроме земли. То есть, он говорит, что была сурь, и в этой суре был именно такой аят. То есть, он говорит, что была другая сурь, которую мы упадобляли одну из мусабихов. Одну из сур мусабихат. И я не помню эту сурь, кроме этого аята. О те, которые вы веровали, почему вы говорите то, чего не делаете. Это вот то есть... То есть, Абу-Мусаш Арии, согласно Саи Муслим, говорит, были две суры, из которых я помню только по аяту. Ну, этих сур... Где эти суры? Да, то есть... Или же, например, еще один хадис, и также из Муслима, Саи Муслима. Этот хадис, почему-то я посмотрел в переводе, почему-то он переведен как-то странно. То есть, обратите внимание, это Саи Муслим под номером 1452. Хадис под номером 1452. Хадис передается от Аиши, Аиши Ан-Наха-Калят, которая сказала... Она говорит, что среди того, что было ниспослано в Коране, было 10 известных вскармливаний. 10 известных вскармливаний. И потом эти 10 были отменены посредством 5 известных вскармливаний. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, умер, эти 5 известных вскармливаний все еще были в священном Коране. И было среди того, что читали люди. Было среди того, что люди читали. То есть, это говорит о том, что эти 5 известных вскармливаний, которыми были отменены 10 известных вскармливаний, эти 5 вскармливаний, после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, все еще читались с подвижниками. И все еще считалось среди того, что является Кораном. Хорошо. Да, насчет последних аятов, или несколько хадисов он привел, из Насхот-Тилава. Я в прошлый раз приводил к тебе цитаты, которые говорили, утверждали, что есть в Уране Насхот-Тилава. Ты относишь вот то, что ты привел сейчас эти хадисы, к Насхот-Тилаву? Я не отношу. То есть, это не относится к Насхот-Тилаву, да? Нет. А то, что, как прокомментировать шведские ученые, которые утверждали, что было такое в Уране, например, хамсурада'ат, ма'люмат. Как прокомментировать их слова, шведских ученых? Да, да, которые говорили, что ашурада'ат и ма'люмат был отменен от хамсурада'ат. Ну, это все на основании суницких книг было сказано. Опять-таки, необходимо понимать, многие не понимают, да? Многие годы, многие века, то есть, не было такого четкого разделения между суннитами и шиитами. Все жили вместе и обучались вместе. Тот же, например, смотрите, шейх Садук, у него большинство практически его учителей являются суннитами. Поэтому было взаимовлияние какого-то рода. И если мы посмотрим на вот эти вот, вот эти наскутилавы, то, что ты говоришь, то, что некоторые шиитские ученые назвали наскутилавы, посмотрим вообще, о чем они говорят, на что они ссылаются, то мы увидим, что в основном ссылаются на суннитские источники. Ну, когда мы смотрим тавсиры, шиитские тавсиры, как тавсиры Куми, как тавсиры Сафи и так далее, когда они делают тавсир, вот, определенно вот этим аятом, они приводят не шиитские хадисы, а приводят не суннитские хадисы вместе, а шиитские хадисы, где утверждаются, что был наскутилавы. Вот, как это понять? Если это искажение, то как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Например, какой хадис? Где и какой хадис? Например? Да. Шиитский хадис. А, сейчас. О чем конкретно? Я просто в прошлом лекции тебе прочитал некоторые, где они приводили. Я вообще не слушал то, что ты говорил, потому что к теме нашей не имеет. Когда будем обсуждать искаженные хадисы... На прошлом, я говорю на прошлом лекции. Я знаю, я понимаю, я слушал невнимательно, потому что мне на это не нужно было отвечать, потому что наша данная тема – это искаженность Корана в суннизме. Мы искаженность Корана в сшеизме обсудим, и тогда там приведешь эти, я выслушаю тебя, и я отвечу. Поэтому я сейчас не могу вспомнить, что ты там говорил, потому что я тогда даже толком не слушал тебя. Потому что ты отошел от темы. Наша тема – искаженность Корана в сшеизме, причем здесь мнение суннизских, шиитских ученых. Когда будет обсуждение мнения шиизма, тогда приведешь, и мы это более подробно и конкретно обсудим. Хорошо, хорошо. Да, вопросов у меня больше нет. А, брат, насчет времени. Два часа не прошло еще или как? Сколько у нас еще осталось времени? Тридцать три минуты осталось, да? Да, точно. А, понятно все. На счет То, что Курбан сказал На хадис Аль-Каффи он ответил, что Почему он слабый у него Почему он этот хадис Считает слабым Но хадис, как Мажриса, сказал, что достоверно И он сказал насчет договора, что мы договаривались обсуждать шиизм То есть искажение Я почему вообще затронул эту тему Так как в первом дискуссии вступление Курбан сказал, что нету вообще Все ученые в шиизме утверждают Что не верят в искаженность Урана Нету ни одного Ученого первой величины И я отвечая на это На это утверждение Из Курбана Затронул эту тему Аль-Кулейни, который сказал, что в Уране 17 тысяч ая И Аль-Маджлиси, который сказал, что этот хадис достоверный Что этот хадис и подобные ему хадисы Эти мутаватиры Это ученые, извини меня Это не последний ранг ученых Это Аль-Кулейни, Аль-Маджлисти Этот, который написал книгу Фасул Хатаб Аль-Кулейни, это не последние люди в шиизме И поэтому это вообще затронуло эту тему В то время Так как ты сказал, что первой величины ученых Нету в шиизме, которые сказали Что Куран искажен Но на мой вопрос Я приводил Ая То есть хадис из Бихар-Аль-Ануара Курбан утверждал на прошлом дискуссии Что это Умар верил в искаженность Курана Так как он читал Суру Аль-Джума Фасау Ила-Дикриллахи Он читал Фам-Муду Ила-Дикриллахи Я привел хадис Аль-Ихтисас Лил-Муфид И Бихар-Аль-Ануар Аль-Маджлиси Что Джафар Садик Упрекнул того Кто читает Фасау Ила-Дикриллахи Сказал, что Это искажение Нужно читать Фамду Ила-Дикриллахи Я почему вообще Привожу эту Аналогию Шиитский Так как мы Абстрагируем от шиизма Мы не можем Осуждать Эту тему Если ты Утверждаешь Что это Искажение То Умар Верил Искаженность Курана Вот это Как Это Ильм Мунадзора Называется Аль-Ильзам То есть Если ты говоришь Это То Аль-Ильзам Как он Такула Аль-На-Джафар Вот почему Я вообще Затронул Эту тему На этот вопрос Курбан Вообще Не ответил Ответил На хадис Ай-Ильзам Почему Он Недостоверный Сказал Что Один Передатчик Гали Гали Это Человек Который Чрезмерствует Аль-Ильбейт Но Извини меня Я вообще Не знаю Шиитов Которые Не гали Для меня Они все Гали А если Это У вас Есть Тугмаш Чтобы Хадис Считать Недостоверным То У вас Вряд ли Будет Достоверный Хадис Дальше Курбан Приводит Несколько Хадисов Про нас Что Сами Муслим Что Такой-то Сура Был Такой-то Длины И Он Говорит Я Забыл Эту Суру Эти Аяты Которые Были Отменены А Давайте Вернемся Аяту Где Сурата Бакара Где Аллах Субхану Ва Та'ала Говорит Ма Нансах Мин Аяты Ау Нунси Ха На Тебе Хайри Мин Ха У Митли Ха Мы Не Отмени То То есть Аллах Говорит Я Не Отменяю Ничего Из Курана Или Предаю Забвению То есть Заставляю Забыть Сахаби Говорит Что Я Забыл Аллах Субхану Та'ала Делает Так Чтобы Они Забыли Эти Аяты Которые Были Отменены То Аллах Субхану Та'ала Приводит Замен Этим Аятам Такие Же Или Лучше Них Это Аяты Из Курана Сурата Бакара То В этих Хадисах Которые Ты Привел Нет Никакого Противоречия Курану Аллах Субхану Та'ала Ниспослал Эти Аяты И Он Субхану Та'ала Их Отменил Все Три Хадисы Три По-моему Ты Привел Три Или Четыре Хадиса Они Относятся К Этому Категорию Насху Ат-Тила И Насху Ат-Тила Я Прошлый раз Приводил Что И Шиитские Ученые Тоже Любой Тафсир Когда мы Смотрим Тафсир Ас-Сафи Тафсир Аль-Кумми И Еще Тафсир Многие Тафсиры Когда мы Смотрим То они Приводят Вот эти Разделы Насха Насху Тила Ва И Бка У Хукми Насху Хукми Ма Насху Тила Ва Тила Ва Насху Ал Хукми Ва И Бка У Тила То есть Есть Отменя Хукми 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 Оставление Аята Есть Отменение Аята Оставление Хукми Есть Отменение И то И другое То есть Хукми И ая Как Ашу Раваат Малумат Был Отменен Как Текст Как И Хукми Был Заменен Хамсу Раваат Аят У Раджм Аят Был Отменен Но Хукм Был Оставлен Например Аят Я Ладина Амана Лат Рабу Салата Ва Антум Сукара Не Приближайтесь К намазу Будучи Пьяными Аят Есть Но Хукм Отменен Все Эти Виды Приводят И шиитские Ученые Тоже Я В прошлом Дискуссии Приводил Все эти То есть Эти Хадисы Которые Шастер Приводил Эти Не Не Противоречат Курану Ни С какой Стороны Так Как Аллах Субханава Та'ала Ниспослал Он И Отменил Манан Сахминай Ау Нунсиха Я Не Спаслаю Я Не Манан Сахминай Не Отменяю Ая Или Придаю Забвение Привожу Лучше Этого Аята Или Такого Ж Где Противоречие Этому Аяту Я Не Могу Понять Если Честно Все Эти Хадисы Которые Ты Привел Это Относится Насиху Вальмансу Я Хотел Чтобы Братья Которые Слушают Эту Дискуссию Чтобы Они Заметили Что Шиитская Сторона У них Нет Ничего Предложить Или Привести Против Ахли Суна Вальджама Что Они Верят В Искаженность Корана Кроме Вот Таких Хадисов Что Такой Читал Аят Такой Все Эти Кирааты И Насиху Вальмансух Вот Все Их Доводы Пятятся Вот Вокруг Насиху Вальмансух И Аль Кираат И Аль-Хуруф И Так Далее То Все Их Доводы Крутятся Вокруг Эти Вещей А Не Могут Они Привести Ни Одного Слова Ученого Который Сказал Явным Текстом Что Куран Был Искажен Вот Такими Словами Что Аллах После Смерти Пророка Что Сподвижники Изменили Что-то Из Курана Добавили Или Убавили Такого Они Привести Не Могут Из Слов Ученых Но Мы В нашем Следующем Разделе Когда мы Будем Обсуждать Искаженность Искажение Искажение Курана В шиизме Мы Приведем Десятки Цитат Не Хадисов Не Насих Вальмасу А именно Цитат Ученых Которые Утверждали Что Куран Искажен После Посланника Аллаха Салла Аллаху Алей Васселям Что Сподвижники Ради Аллаху Анхум Искажали Добавляли Или Убавляли Много Хадисов Даже Плоть до Того Что Аллаху Атаб Приведем В своем Книге Он Даже Написал Целую Книгу Где Собрал Больше Тысяч Хадисов Вот Такую Книгу Где Называется Фасл Алхипаб Фи Ихбати Тахрифи Китаби Раббил Арбаб Там Он Даже Приведем Отдельную Суру Сура Тульвилая Говорит Что Сподвижники Убрали Эта Сура Из Урана Пишет Полную Суру Сура Тульвилая То есть Таких Доводов Вы Со стороны Шиизма Не увидите Потому что Такого Нету А есть Имам Навави Который Сказал Тот Поверит Искаженный Суран Является Кафиром Здесь Я приводил Аджма Аль-Мусульмона Аля Аль-Муавидатайну Вал-Фатиха Таваса Ира Суар Аль-Мактуба Аль-Мусульмона Вал-Фатиха Аль-Мусульмана 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 И тот Кто Утверждает Или Кто Кто Не принимает Что-то Из Корана Является Кафиром Это Единогласное Мнение Аль-Лусуна Аль-Жама Это Приводит Имам Ан-Навави И это Приводит И другие Многие Ученые Как И И Другие Ученые приводит единогласное мнение, что Куран не искажен у Ахли Сунна, и тот, кто верит в искаженность Курана, является кафиром у Ахли Сунна в Аль-Джама'а. А вы никогда не можете привести цитату одного ученого Ахли Сунна в Аль-Джама'а, неважно, первого ранга он или последнего ранга, что сказал бы, что Куран искажен. Вот прямым текстом ни хадисы там про Насиху Аль-Мансух, ни Карааты Шаду, и так далее. Именно вот прямая цитата Курану Махарраф. Такое вы никогда не увидите. Но, к сожалению, такое сплошь и рядом в книгах, шиитских книгах, как Ни'матуллах Аль-Джазаир, у него есть книга Анвара Нумания. Там он приводит единогласное мнение шиизма, что Куран искажен. Но, к сожалению, мы не увидели со стороны шиитов, что они как-то отреагировали на слова Абдул-Халима Аль-Гази, когда он сказал в прямом эфире, что тот, кто верит, тот, кто не верит в искаженность в искаженность в Хурану, кафиром. По мнению Абдул-Халима Аль-Гази, Курбан является кафиром, если он не верит в искаженность Он говорит, что он не верит, если он правдил в своих словах, то он является кафиром у Абдул-Халима Ази, а он является шиитом, ахбаритом, если я не ошибаюсь. И то же самое говорит Ватику Шаммари из Ирака. То есть мы не видим ничего со стороны шиитов, чтобы они отвечали этим людям, чтобы они выносили такфиры этим людям, которые говорят, что Куран искажен. Так как Аллах Субхану Ва Та'Алла говорит Курану не подойдет ложь ни спереди, ни сзади. В другом аяте Аллах Субхану Ва Та'Алла говорит Поистине я не спослал Куран, и я ее буду хранить. Да. Аллах Субхану Ва Та'Алла. Я же не подробности об этом говорю, не привожу цитаты. Я просто сказал, обратил внимание наших слушателей, что шиитская сторона не приводит вот такие цитаты, как я могу их привести десятками. Я просто это как отсылка, извиняюсь. Есть уточняющие вопросы? Да, есть. Есть, да, у меня есть вопросы уточняющие. Смотри, Али, ты говоришь, что я привожу из достоверных ваших хадисов, что Умар фасауля дикрилля читал фамдауэля дикрилля. Правильно? Я приводил. Да. Ты признаешь достоверность этого хадиса? Конечно, есть. Так, и ты, отвечая на этот вопрос, приводишь другой хадис из наших источников. Говоришь, что точно так же читал имам Садгалислава с вами, правильно? Да. А этот хадис достоверный? То есть я должен... Еще, Аль-Маджлиси еще говорит, что это Кира Аталибн Абиталиба. Хорошо, я должен этот хадис принимать? Если хадис достоверный в вашем источнике, Ну, достоверный он? Ну, это... В нашем источнике достоверный? Да, в Маджлисе говорит, что это хадис достоверный, что это Кира Аталибн Абиталиба. Где он говорит, что там безсовернен? Можешь назвать мне страницу? Да. Говорит Бихару-Лануар, 86-й том, 166-я страница. Какой хадис под номером? Номер хадиса, то не знаю, просто у меня том и страница. 86-й том, правильно? 126-я страница. Там этот хадис, этот хадис Бихару-Лануаре, 24-й том, 400-я страница. 126-я страница? И 86-й том, 277-я страница, и он выскаживает, что... Я спрашиваю, не-не, ты мне просто скажи, где Мазис говорит. 126-я страница, да, где он говорит, что Бихару-Лануаре. Что это Кираат Алим-Наби-Талеба. Ты можешь зачитать мне, где он говорит цехи? Можешь этот отрывок мне зачитать? Ну, мне нужно открыть книгу для этого, просто это займет время. Нужно... Просто мне записано это. Для того, чтобы тебе цитировать, я должен скачать этот том и почитать. Если у нас есть время, я без проблем могу это сделать. Али, нет здесь таких слов, что этот хадис достоверный. Да, Мазис говорит об этом. На 126-й странице, 86-го тома, Мазис говорит об этом. Но говорит, что эти слова передаются Маджима Аль-Баяне, что это передается из Маджима Аль-Баяна, и все. Больше здесь нет никакого сахир или достоверный, и все. Просто, говорится, передается, и все. Посмотри, Бехару Лануар, 24-й, том, 400-я страница. Там, Мазис, а, 86-126, что он там говорит, прочитай просто. Что еще раз? Какой том? 86-126. Так я это и смотрел. Ну, прочитай просто. Ага, прочитай тебе. Хадис он приводит там? Ты мне должен приводить. Нет. Слова. Я без проблем могу скачать. Просто это занимает время. Бехару Лануара. Говорится, ва Руи, ва Ла Киан, Алиевна, Виталь, Валий, Сад, 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 Ва Умар, ва Убей, ва Абн Аббас. Вот все, передается. Нет там, что сахих. Просто говорит, что передается. Слова сахих нет. Ладно. Вот, ладно. 24 том, что 400 страница, посмотри, там тоже получится. 24 том, 80. Сейчас. Какая страница? 24 том, 400 страница, 400. Нет такой страницы в 24 томе. В 24 томе 391 страница. Ладно, неважно. Сейчас скачаю. Неважно, оставим этот вопрос. Ну, это на следующем видео. Ты говоришь, что отменены. Эти аяты мансух являются, правильно? Те, которые я приводил, ты говоришь, что они отменены, правильно? Да, это нас хотела. А где это сказано? Как мы узнаем, что они отменены? Вот, в хадисе же говорится, что был айр, и потом я их забыл. Ну, забыл это одно, а отменено это другое. А забыл, а почему одно? Алла же говорит, Так он же не полностью забыл. Но он же помнит что-то из этой суры. Полную суру он не помнит. Полную суру не помнит. Кусок он запомнил. Он суру, во-первых, помнит. Помнит, что такая сура была. Полностью суру не помнит. Помнит только аят. Где, как это? Где здесь забвение? Ладно, а по поводу слов Аиши? Где, с чего ты взял, что это мансух? Ты говоришь мансух, а почему мансух? Она же там говорит, был ашур-радоат и маалумат, ثума нусихат би хамси маалумат. Би хамси маалумат. Би хамси маалумат где? Ты сказал, что в 24 томе нету 400 страниц? Нет. 39 одна страница. Почему-то 414 показывает. Ну, неважно. Вот хадис 1452. Саим муслима. Вот Аиши. Аиша говорит, что 10 вскармливаний были отменены 5 вскармливаниями. Так? Ты говоришь, что 10 вскармливаний были отменены. 10 было отменено 5, правильно? А где 5? Сейчас, минуточка. Сейчас просто сбегаю, но надо немножко замолкнуть. Оставим, короче, на следующий день. В чем был твой вопрос, я не понял. Ты говоришь, что 10 было отменено 5, правильно? 10 было отменено. А где эти 5? Я сейчас покажу тебе где эти 5. Там салаба хамси маалумат. Так. Продолжение следует... 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 кто-то написал книги, и по сей день люди верят в это. Тебе надо было... Например, я привел Абдул-Халим Аль-Газзи и Уватика Шаммари. Это не единственные люди, к тому же. Это мы... Могу привести... Хорошо. Хорошо. Кишмири. Это мы... Али, это мы обсудим. Это... Аль-Казвиния, по-моему, Али. Да, слушаю, что... Да, это мы обсудим. Да, да, да. Это мы опросим. Я просто извиняюсь, я два слова скажу. Просто тебе нужно было отвечать на то, что я говорю. То есть на мои доводы, а не уходить в какие-то непонятные темы. Просто я к этому говорю, зачем ты это все приплетаешь. Не понимаю. Ну, я ответил. Нет, ты не ответил. Ты вообще ничего не ответил. Не надо говорить, что ответил. Ты не ответил, к сожалению. Ну, если время закончилось, все тогда, как бы, что-то нужно поделать. Все. Все, можем начинать. Так, ну, так как мы в прошлый раз закончили на выступлении Абусумаи, то сегодня начнем с вопросов, уточняющих, кое-какие вопросы есть по поводу позиции и по поводу выступления Абусумаи. Абусумаи, ты в своем выступлении, то есть те аяты, которые мы, те хадисы, точнее, которые мы приводили по поводу того, что те или иные авторитеты, исламские, суннитские авторитеты верили в искаженность Корана, он неоднократно говорил, да, в частности, акцентировал внимание очень серьезно, причем акцентировал внимание в последнем своем выступлении на том, что это отмена, то есть это отмененные аяты, то есть те аяты, о которых идет речь в этих хадисах, которые я приводил, говорилось, что это отмененные аяты, то есть они отменены. И в связи с этим у меня вопрос по поводу, то есть отмена она в мусульманских источниках делится на несколько видов. Отмена положения, то есть есть какое-то шариатское положение, которое отменяется, шариатское положение, которое озвучивается аятом Священного Корана и которое отменяется Священным Кораном. это одно. Есть другие виды, на которые ты указывал и говорил, что вот эти вот аяты, о которых говорится в этих хадисах, из этого вида. А что это за вид? Это вид, когда чтение аята отменяется, а хокм, шариатское положение аята не отменяется. И в чем мой вопрос заключается в связи с этим? У нас есть какие-то ясные и понятные доводы из Корана и Сунны, что подобный вид отмены вообще существует? Есть у нас какие-то доводы, что есть такая отмена? Что текст Корана, чтение Корана отменяется, а положение остается? Есть какие-то у нас ясные и понятные доводы на это? Объяснился. Я отвечаю? Да, да. В Bismillahirrahmanirrahim. Валхамдуляллялahi вааламу вааляму вааля аалихи вааляму вааля вааля Нашут отменяй не виду нас тилаути вааля Да, да, совершенно верно. На это есть ясный довод, что он был отменён, но Хукн до сих пор остаётся. Это мы в первом дискуссии обсуждали, и я даже приводил хадис в карте, что жаакр-садык, Аллаху-Анху, сказал, что аятур-раджм минал-Куран. И даже, я сделаю это. Это приводит. В прошлом дискуссии Курбан сказал, что этот хадис не доступен. Но Хатима Тул-Мухаддитин Аль-Маджлисис в книге Мир-Ат-У-Хакул, 23 том, 267 страница, он говорит хадис. Это хадис Сахей. И говорит. И этот аят читается из категории тех аятов, которые принены, но Хукн их оставил. И был передан других тоже. И так далее. То есть, довод на то, что есть насыславы. Вот, ваш непрегрешимый, имам Аль-Максум, Садык, говорит, что аятур-раджм, он не говорит, что был в Куране, он говорит, что есть. А этот хадис, Аль-Маджлиси говорит, что он достоверный. Но мы же выяснили, да? То есть, это довод, на который вы ссылаетесь? Довод, на который мы ссылаемся, это хадис Саим Бухари, который дает... Хорошо, но по поводу Аль-Маджлиси, понятно, понятно. Аль-Маджлиси побивал камнями посланник Аллаха, и мы побивали камнями. Нет, Али, смотри, пожалуйста. Я привожу тебе то, что ты принимаешь. То, что я принимаю. Нет, я просто хочу понять, в чем твой довод. То есть, на что ты ссылаешься, когда говоришь, что есть такой вид отмены аята. То есть, на какой аят Корана и на какой хадис ты ссылаешься? На хадис из Бухари. Хорошо, давай вот смотри. Хадис из Бухари. Где там сказано в этом хадисе? Где там сказано, да? Пожалуйста, будь внимательнее, пожалуйста. Где в этом хадисе? Где ты имеешь в виду Айтур Раджим, правильно? Да. Можешь открыть этот хадис? Есть у тебя под рукой? Нет, в нем нет. Нет под рукой? Нет. Но ты помнишь, что там написано по поводу Насха? Айта. По поводу отмены аята, что там в этом хадисе написано? По поводу Насха там нету, он там говорит, «Айта. Это было из-за ланестковского аят». И это приводит шеф вот. Это на яхла Джумухмагмаббад. Нет, я-то спрашиваю другое. Я говорю, ты говоришь про Насха там ничего нет. Так я же вопрос задаю. Где у нас в Коране или в Сунне написано, что аяты отменяются? текст их отменяется, а хокм остается. Где об этом сказано? Нет, вот так в Коране не сказано. Да, в Коране и в хадисах нигде не сказано, правильно я понимаю, что так нигде не сказано? Это определение нас на три категории, это долл, это пара. Ты знаешь, что в Коране не сказано, что... Нет, я не говорю обязательно в Коране, я говорю в Сунне, в Хадисах или в Коране где-нибудь сказано, что... В Сунне тоже мы сказали, что нас делится на три категории, но когда мы изучаем Коран и Сунну, мы видим, что нас делится на три категории. То есть я правильно понимаю, что нигде ни в аятах, ни в хадисах ясно и недвусмысленно не сказано, что текст аят отменяется, а хокм остается. То есть нигде об этом не сказано, правильно? То есть единственное, откуда мы извлекаем эти виды отмены, когда чтение, текст корана отменяется, а его смысл не отменяется, хокм не отменяется. То есть ты говоришь, что этот вид отмены мы понимаем из таких хадисов, как хадис Умара, что был такой аят, как радио. Правильно я понимаю? То есть ты говоришь, что... Правильно я понимаю? То есть, еще раз, смотри, ты говоришь, что нигде ни в хадисах, ни в аятах не сказано про этот вид Насха, но мы этот вид Насха понимаем из таких хадисов, как хадис от Умара, в котором он говорит про аят ураджим. Все верно, я понял тебя, да? Все понятно? Да. Хорошо, спасибо большое. Еще один вопрос по этому поводу, по поводу Насха. Ну, точнее, не по поводу Насха, а по поводу твоего выступления предыдущего. Скажи, пожалуйста, вот мы... до нас доходит священный Коран, аяты священного Корана. Правильно? И я просто озвучу идею, ты посмотри, как бы, ты согласен с этой идеей или нет? Нет. Насколько я могу судить, насколько я могу знать, все мусульманские ученые единогласны, что аяты Корана дошли до нас через таватор, через передание ему таватор. Правильно? Да. Есть по этому поводу разногласия среди мусульманских ученых? Чтобы он дошел до нас в таватор? Да. Я не знаю этого. Да, такого точно нет, да? И вопрос в связи с этим. Можем ли мы через не мутаватор предания, то есть через единичное предание, можем ли мы какие-то аяты обнаружить, уверовать в какие-то аяты? Можем ли мы опираться на аяты? Нет, мы можем ли на предание аят, то есть единичное предание, не достигающей степени таватора, чтобы доказать, что вот есть такой-то, такой-то аят? Нет. А отмену аята, как мы можем через аяты, единичное предание отменять аяты? То есть, были ли нас или нет, можем ли мы опираться на хадис Ахад? Да. Если хадис достоверен, то можно. То есть, можно отменять аяты через единичное предание? Не отменять? Мы же не отменяем, это же не мы отменяем. Нет, то есть, до нас, вот смотри, до нас дошел определенный аят, да? И до нас также дошел достоверный хадис, единичный аят, не мутаватор. Достоверный хадис о том, что этот аят был отменен. Мы этот аят отменим? Я не понял. Вот смотри, смотри, есть, допустим, в Коране сказано, Гульху в Аллаху ахад. Правильно? Да. Это же аят Корана, верно? Конечно. Если в одном из хадисов достоверных до нас дойдет, что этот аят был отменен, мы этот аят отменим? Это сейчас называется Тариджи. Нет, я вопрос задаю. Я вопрос задаю. Ты объясни просто, ответь на него. Я вопрос задаю. Мы же не можем сейчас ничего делать. Добавлять, убавлять, убавлять от Корана. То, что было отменено, уже отменено. Дальше вопрос уже... Нет, ты сказал, что единичные хадисы, можно через единичные хадисы отменять аяты. Ты сказал. Как мы можем что-то отменять? Я не могу. Нет, вот, то есть до нас дошел единичный хадис достоверно. Мой вопрос в чем заключался? Можем ли мы через единичные хадисы определять, что было отменено, что не было отменено? Вот мой вопрос в этом заключается. Если ты неправильно понял, я его заново задаю. Можем ли мы через единичные предания определять, что было отменено, что не было отменено? Можем? Это когда мы говорим про аяту Раджим, это не было. До нас весть, что был отменен аяту Раджим, дошел в хад. Но когда он об этом говорил, там сидели все сподвижники. И никто... Это уже в то время это не было. Но Умар же не говорил, что он отменен. Ты сам сказал... Ты сам сказал, что в хадисе не сказано, что он... Умар сказал, что он был отменен. Ты сам сказал, что там нет слова про отмену. Он же там сказал, как она мимо онзи. Был не из... Ну, это... Так нет, вот, все-таки давай это просто теоретически разберем. Не в случае с Умаром, а вообще теоретически разберем. Можем ли мы через единичные предания считать, что те или иные аяты отменены? Можем так считать через единичные предания? Вот, например, до нас дошел аят Кулху в Аллаху Ахад. Правильно? Можем, если дойдет до нас единичный достоверный хадис о том, что этот аят был отменен, мы будем верить в то, что он отменен или не будем верить этому достоверному хадису? Нет, конечно, так как к нам прошел Кулху в Аллаху Ахад мутаватир. То есть единичные предания не отменяют хадис, правильно? То есть аяты? Ни единичные предания не может отменить предание мутаватир. А в Хоран к нам, мы же сказали, что пришло мутаватир. А так как в этом Хоране есть, который к нам пришел мутаватир, ахад не может отменить. Но это пример вообще жизни такого быть не может. Я просто хочу понять, как ты это все разбираешь. Хорошо, так, я сейчас посмотрю, секундочку, есть у меня еще вопросы или... У меня есть вопросы, конечно, но... Да, есть еще один вопрос, но если вы позволите, я этот вопрос попозже задам, да? То есть в следующую свою очередь, когда у меня в следующую очередь будет вопрос задавать, я, иншаллах, его тогда задам. На данный момент у меня вопросов нет. Тогда 15 минут у тебя на вступление. Я прежде всего еще раз приветствую всех зрителей. Ас-саламу алейкум, ас-саламу алейкум, рахматуллахи, ва братьяту. Начну с того, что... С того, на чем вообще основаны, на чем строятся доводы Абу-Сумаи относительно того, что есть такой вид отмены аята, как отмена текста без отмены его смысла. На чем он строит свои доводы? Его доводы, как и доводы всех тех, кто верит в такой вид отмены аята, в такой вид отмены аята, всех, кто в это верит, неважно, суньиские ученые, это шиитские ученые, это всего-навсего догадки и предположения. Никаких ясных и четких доводов по этому поводу нет. То, что приводится в наших сборнях, а в шиитских сборнях, о том, что и был такой аят, и что есть такой аят, как Айтур Раджим, это мы уже разбирали. Сам Абу-Сумаи сказал, что это недостоверный, потому что в цепочке передатчиков имеется... в цепочке передатчиков имеется заблудший гулат. Гулат, от гулатов мы преданий не принимаем. То есть гулаты это кто такие? Это не шииты. Гулаты обожествляют имама Аля, али-Алисалад ва салам шииты, имама Аля, али-Алисалад ва салам не обожествляют, считают его имамом, халифом, наместником посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салам, и руководителем мусульманской общины после его святности пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ва салам. Что касается того, что Абу-Сумаи вычитал из цитат Мадзилиси, и также эти цитаты мы в принципе можем обнаружить и у некоторых других шиитских ученых, о том, что есть такой вид отмены аята, как отмена текста без отмены шариатского положения. По этому поводу необходимо заметить, что эта точка зрения шиитскими учеными взята у сунницких ученых. И наши исследователи, шиитские исследователи, шиитские ученые, шиитские исследователи этой точки зрения не придерживаются. Этой точки зрения придерживаются только те шиитские ученые, которые не были исследователями, а были передатчиками хадисов, были махадисами, как Мадзилиси, Туси, Шейх Туси и так далее. Они слепо верили тому, что говорят сунницкие ученые, и сами в этом вопросе не разбирались просто, не исследовали. Поэтому, так как эта точка зрения взята ими, они сами об этом говорят, ими взято у суннитов, и, опять-таки, необходимо понимать, что они не верили, многие из них вообще не верили в то, что такой отмены, так что такая отмена произошла. Они просто говорили, что возможно была, возможно не была. Допустим, Шейх Туси говорит, что может была, может не была, но то, что был такой вид отмены, для нас не доказано, например, говорит. Но, так или иначе, исследователями, нашими шейхистскими исследователями, эта точка зрения не принимается, ибо почему? Потому что нет никаких доводов на то, что есть такой вид отмены, как отмена текста без отмены положения. И этих доводов нет и у сунницких ученых, и у сунницких исследователей, и у сунницкой стороны этих доводов нет. Как мы видим из слов самого Абусума, Абусума сам это признал, что у них никаких доводов нет. То есть они говорят, что у нас нет ни аятов, ни хадисов, где говорилось бы, что аяты отменяются, что текст аят отменяется, а шариатское положение аята остается, что нет ни одного хадиса, ни одного аята, в котором ясно и четко и недвусмысленно об этом говорилось. Так откуда же сунницкие ученые взяли этот вид, откуда они взяли этот вид отмены аята? Так вот, сам Абусума сказал, откуда они взяли. Они взяли из тех хадисов, из тех единичных, из тех единичных хадисов, которые дошли до нас в сунницких сборниках, в частности, в первую очередь, не то, что в частности. А в первую очередь, это хадис, который дошел от Омара ибн Ахаттаба по поводу аята побивания камнями, аятур-раджм. И так вот, давайте просто посмотрим, взглянем на этот аятур-раджм, где там говорится, что этот аят был отменен. Откуда этот вывод берется, что этот аят был отменен? Обратите внимание, например, в преданиях говорится, Умар ибн Ахаттаб говорит, если бы люди не сказали, если бы люди не стали бы говорить, что Умар от себя что-то добавил в книгу Аллаха, то я своими собственными руками написал бы в Коран, вписал бы в Коран аятур-раджм. Где здесь, где в этом предании, в этом достоверном предании, которое дошел до нас в Сахи Бухари, где здесь хотя бы намек на то, что этот аят был отменен. Здесь ничего нет, что указывало бы на то, что этот аят был отменен, и что этот аят был. Так откуда же суннинские ученые решили, что такой вид аятов, такой вид отмены аятов существует? Им просто захотелось оправдать Умара, который верил в искаженный из Корана. Им просто хотелось его оправдать, придумать ему оправдание. Почему? Потому что такого аята нет в священном Коране. И ни один здравомыслящий мусульманин не может говорить, что такой аят был неспослан. И Абу Сумаи это признал. Он сам только что сказал, что единственным путем доказать, что тот или иной аят был неспослан, единственным способом неспослания аята, доказательства неспослания аята, единственным способом, он сам это признал, является хабар мутаватир, являются предания, которые достигают степени мутаватир. Предания, которые не достигают степени мутаватир, которые являются единичными, не могут доказывать наличие неспослания какого-либо аята. И так как, кроме Умара Ибрин-Хаттаба, Никто, совершенно никто, ну, если и были какие-то предания, в любом случае они не достигают степени таватра. Они являются единичными, они не являются мутаватрами. Так вот, кроме Умара и Хаттаба, никто не утверждал огромное количество сподвижников, которые записывали, записывали эти аяты при жизни посланника Аллаха, саллаллаху, алейхи и ваше салям. Ни один из них не сказал нам, ни от одного из них до нас не дошло. Что есть такой аят, был неспослан такой аят, как Аятур-Раджи. Ни один из них, все эти предания, которые мы перечисляли, они являются единичными. Ни один из этих преданий не достигает степени таватр. И поэтому ни один из нас, так как все мусульманские ученые, все мусульмане единогласны в том, что единственным способом доказать, что тот или иной аят был неспослан, является преданием у таватр. Поэтому ни один человек не имеет права говорить, что такой аят, как Аятур-Раджи был неспослан. Почему не имеет права? Потому что нет у нас преданий, которые бы достигали степени таватр о том, что был такой аят. Поэтому никто не имеет права утверждать, что это был аят Священного Корана. Точно так же никто не может посредством единичного предания отменять какой-либо аят. Поэтому предание Омара не доказывает наличие такого аята и не доказывает отмену этого аята. Поэтому к чему мы приходим? Приходим к тому, что не было такого аята. Просто Омар-Рабин-Хаттабу хотелось этот аят вписать. Возможно, есть очень сильное предположение, и я придерживаюсь этой точки зрения, что это был хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва али-всалям. Его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва али-всалям, сказал эти слова. Но он сказал не в качестве аята Священного Корана, а как хадис. Потому что такое положение в исламе имеется. Побивание камнями в исламе имеется. И это был хадис, это было предание от его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва али-всалям. Но Омар-Рабин-Хаттабу очень хотелось, чтобы это был аят Священного Корана. Ну, как мы знаем, Омар-Рабин-Хаттаб очень часто навязывал свое мнение Аллаху и его посланнику. Например, по поводу временного брака и по поводу совмещения хаджа и умры, то что называется, по поводу совмещения хаджа и умры, допустим, умр был очень сильно против посланника Аллаха, говорил, почему мы объединяем. И когда посланник Аллаха ушел из жизни, и к власти пришел Умар и Хаттаб, мы знаем, что он что сделал? Он отменил эту сумму посланника Аллаха. То есть у него была такая привычка, он хотел свои какие-то взгляды, какие-то точки зрения навязать Исламу, навязать Аллах, навязать его посланнику. Поэтому очень сильно предположение, что это было просто предание его святого посланника Аллаха, но Убер-Хаттаб ясно и четко говорит, что я бы сделал это аятом, если бы люди не стали говорить, что Умар от себя добавил аят. Что если бы люди этого не говорили бы, то я просто взял бы и сделал бы это аятом Священного Корана. Он ясно и четко говорит в Сахи Бухаре, что Он говорит, если бы люди не говорили, что Умар от себя добавил Священный Коран, аят, то я своими собственными руками вписал бы этот аят, вписал бы этот аят у Раджим, вписал бы этот Священный Коран. То есть он, Умар и Хаттаб, верил в то, что Коран искажен, Коран, который имеется у людей, он искажен, что в нем нет аята, который должен там быть, а это аят у Раджим. Он считал, что это должен быть, но его нет, он считал, что Коран искажен. И так как вера в искаженность Корана является страшным действием в суннидском учении, и тем более сахаб, и тем более такой великий, согласно суннидскому учению, великий сахаб, как Умар и Хаттаб, не мог в такое верить. И поэтому они выдумали и наговаривают на Всевышнего Аллаха. Говорят, что есть такой вид отмены аята, как отмена текста, без шариатского положения этого текста. Они наговаривают на Всевышнего, не имея абсолютно никаких крепких доводов. Просто для того, чтобы... что сделать? Просто для того, чтобы оправдать Умар и Хаттаба. Умар и Хаттаб ясно и четко говорит, что я вписал бы, если бы люди не говорили, что я от себя добавил, я вписал бы этот аят. Они говорят, что Умар и Хаттаб имел в виду, что этот аят отменен. Что этот аят отменен, он просто говорил, что я бы вписал бы куда-нибудь там с обратной стороны, или куда-то там в сноске вписал бы, где это написано. Где это написано? То есть нету, это все предположение, это все оправдание. Это попытка, что сделать? Попытка то же самое с Абдулла и Бельмасудом. Мы ясно и четко дали понятие, привели достоверный хадис о том, что Абдулла и Бельмасуд не считал ма-базатей, две последние суры Священного Корана, и не считал частью Священного Корана. И об этом имеются достоверные предания. Но что Абусумая на это ответил? Ничего, абсолютно ничего не ответил. Абсолютно никаких доводов он не привел против этого. Поэтому сам этот вид отмены, сам этот вид отмены Священного Корана является наговариванием на Всевышнего. Это наговор на Всевышнего, это поклеп на Всевышнего, на Абдулла. Что Всевышний отправил какой-то аят, потом просто отменил его текст. То есть был испослан аят, а его сейчас у нас нет под рукой. Разве это не является верой в искаженность Корана? Разве все суннидское учение не верит в искаженность Корана? Они говорят, что был испослан текст, его положение, его шариатское положение, его хокм, его смысл не был отменен, но текста у нас в Священном Коране нет. Почему нет? Он говорит, отменен был. Текст был отменен. На основе чего? На основе того, что Омар Блинхатаб считал, что этот аят должен был быть в Священном Коране, но так как его нет. Они говорят, ну значит он был отменен. А где это? Какие доводы? Где у нас аят Священного Корана? Где у нас предание, в котором говорилось бы ясное, недвусмыслное, без предположения, без догадок, говорилось бы, просто я вот прошу, да, Абусумаю, пожалуйста, вот, дай ясный и понятный ответ. Ответ. Дай разъясни нам, откуда, то есть, чтобы из текста мы понимали, чтобы был текст, которым ясный, текст Священного Корана или текст Хадиса, в котором ясно и недвусмысленно и понятно, понятным языком было бы сказано, что есть такой вид отмены, как отмена текста без отмены смысла, без отмены шариатского положения этого аята. Просто нам нужен довод, недогадки, непопытки оправдать, непопытки обелить Умара Блинхаттаба, который совершенно очевидно, что верил в искаженность Корана, непопытка обелить и очистить Аишу и многих других, которые верили, что Аят, что Священный Коран искажен, верили в это. То есть, нам не нужны эти попытки оправдать их, нам не нужны эти оправдания ваши, просто ясный, четкий, недвусмысленный довод. Посмотрите на текст Сахи Бухари, что говорит Сахи Бухари со слов Умара Блинхаттаба? Если бы люди не говорили, это Умара Блинхаттаб говорит, что если бы люди не говорили, что что Умара от себя добавил в книгу Аллаха, он говорит, я бы своими собственными руками записал бы этот аят в Коран. То есть, это кто говорит? Это где говорит? Это Умара Блинхаттаб? Это дошло до нас в Сахи Бухари? Или в других преданиях? То есть, мы приводили ранее эти предания. Здесь ясно, в этом предании ясно и двусмысленно говорится о том, что Умара Блинхаттаб считал, что тот Коран, который имеется у людей, он искажен. Что в нем должен быть один аят, но его нет. Он хочет внести этот аят в священный Коран, но боится, что люди будут говорить, что он от себя это добавил, и поэтому не добавляет священный Коран. То есть, этот смысл мы можем понять из слов Умара Блинхаттаба. Но отмену текста без отмены шаятского положения, без отмены смысла, где, откуда мы это понимаем? Дайте просто помогите нам. Откуда вы это понимаете? Где у вас ясные, четкие доводы? Кроме оправданий. Да, все, время. Да, у тебя время кончилось. Хорошо. Олег, у тебя есть уточняющие вопросы? Да. Да, спрашиваю. Курбан, ты в своем выступлении сейчас сказал, что чайские ученые взяли вот эти... Аксимы Насхи, разделение Насхи в три категории, взяли Ивагу Сонна так. Да, то есть, смотри, дело как обстояло. Шрифские ученые, не все, это люди не исследователи, они просто передачи хадисов, они правдивые, они надежные, мы им доверяем, мы их передачи доверяем. У нас по поводу их хадисоведения никаких проблем нет с этим. Но они не являлись исследователями. Они не исследовали этот вопрос. Более поздние ученые, и в частности современные ученые, этот вопрос исследовали и выяснилось, что никакого довода на то, что существует такой вид отмены аята, нет и не может быть. Нет, просто нет у нас. Не то, что не может быть, а просто нет. Нет такого довода. А эти мухадисы, Шейх Туси или Маджлиси, они говорили, говорили об этом виде, но они взяли это из суннистских книг. Они взяли из того же Айтур-Раджи. Вот я говорю, Курман, вот этот момент, я вот этот момент. Да. Вот ты сказал, они взяли тебя в суннистах, и они сами об этом говорили. Они сами говорили, что они взяли это из суннистов. Я бы хотел услышать пример, чтобы Туси или Маджлиси сказали, что мы взяли это из суннистов. Ну да, тут ты... Книги мы не видим, но они вообще не упомянули. Вот здесь, минуточку. Он приводит хадис от Джаафара Садия. Это ваш имам Маасун. Он приводит этот хадис, опираясь на этот хадис, он говорит, что это Уддат Мимма Нусиха Тилават Угаду Нахукмиха. Он говорит, этот Айт считает из тех, кто был отменен в чтении, но не отменен в хукме. Да, совершенно верно. Где здесь упоминание про Айль Суна Валь-Джама, что он... Все очень просто, отвечаю на твой вопрос. Он говорит, что этот хадис сахих, он говорит, что это хадис сахих. Это Уддат Ази, Айя Мимма Нусиха Тилават Угаду Нахукмиха. То есть, он опирается на ваку имама Маасун. Все правильно, все правильно. Не опирается на ваку имама Нахукмиха. Да. То, что говорит Маджлиси, то есть, что это предание достоверное, это предание недостоверное, мы уже говорили об этом. Мы не можем принять эти моменты. Ты же сам понимаешь, что мухадисы, они могут ошибаться в исследовании тех или иных передатчиков. Для одного мухадиса может быть известно что-либо, а другого неизвестно. Что неизвестно было или что упустил из виду Маджлиси? То, что один из передатчиков, о котором мы говорили ранее, я просто сейчас не имею перед собой этот хадис, чтобы вспомнить имя его. Мы так иначе говорили, что... Это Юнус от Абдулла и Абдулла и Абдулла. Получается, Юнус или Абдулла и Абдулла и Абдулла, кто из них? Я сейчас точно не помню, я сейчас не помню, мы же говорили об этом. Сейчас не вижу смысла возвращаться, когда мы говорили об этом. Мой вопрос не касается... Один из передатчиков является ненадежным, он является гулатом. Он является тем, кто обожествлял Али. Мы от него хадисы не принимаем. Минута. Он здесь опирается по его мнению на достоверный хадис. Он же считает, что он не достоверный Маджлис? Да, да, да. Объясняю, объясню. Я понял твой вопрос. Он не на достоверный хадис. Я понял твой вопрос. Да, да. Все верно, все верно. Вот здесь и кроется ключевой момент этого случая. Ключевой момент в этом и заключается. В чем заключается ключевой момент? Ключевой момент заключается в том, что единственным доводом тех шиитских ученых, тех шиитских мухадисов, которые верили, что такой вид отмены может быть, единственным их доводом являются эти самые аяты. Прошу прощения, эти самые хадисы. Айтур-Раджим, папу-да-Айтур. Эти они являются. Да? Теперь вопрос. Где эти хадисы до нас дошли? Эти хадисы до нас дошли в суннистских источниках. В шиитских источниках этих хадисов нет. Я извиняюсь, я договорю. Я сейчас... Да, да, ты говоришь это в шиитских сборниках. Я тебе объясняю. Я тебе объясняю. В шиитских сборниках этих хадисов нет. Они проникли в шиитские сборники и суннистских сборников. Но есть случаи, когда, вот как ты говоришь, есть, допустим, слабый, недостоверный, ненадежный хадис, который дошел путем ненадежного человека, Гулата, который обожествлял Ахлябит, который обожествлял Али, да, и в котором говорится о том же, о чем говорится в ваших книгах, что был такой якобы Ай-Тураджи, да. То есть, что мы здесь можем, если это слабый хадис, если это хадис дошел до нас, вот Гулата, вот человек, которому мы не доверяем, что мы должны сделать? Сказать, что вот эти вот хадисы у нас в источниках? Нет, это не у нас, это в ваших источниках. В наших источниках надежных хадисов нет. Но то, что говорит Амазлис, он говорит, да, но мы не согласны с этим, он ошибся, он ошибся. Вот и все. Поэтому мы хотим, мы, ты не заставишь нас принять слова Амазлиси. Почему? Потому что Амазлиси не учел тот момент, что этот хадис передается путем Гулата. Теперь вопрос, в чем твой довод? Вот, то есть, мы же это сейчас разбираем, твой довод. Потом, когда мы перейдем к шрифтским источникам, тогда ты будешь эти моменты раззвучивать. Мы пока задаем тебе вопрос. Вот мы сейчас разъяснили, что Амазлиси не опирается на Амазлиси на Амазлиси. В этом и сказано, как ты это сказал, что он взят у Амазлиси, они сами об этом говорят. Но я бы хотел услышать вот этот момент, они сами об этом говорят. Да. Я же говорю. Где они это говорят? Что они сами об этом говорят? Что они взяли это у Амазлиси. Так у них, их основанием является хадис. Их основанием. Там есть, которые минуты, минуты. Минуточку. Ты сказал, что ученые, которые сказали, что есть три категории наскаб, они взяли это у Амазлиси. Потом ты говоришь, они взяли это у сунитов, и они сами об этом говорят. Да. Эти ученые говорят, что мы это взяли у Амазлиси. Вот этот момент я хочу. Вот так я объяснил. Я этот момент объяснил. Ты упустил просто этот момент. Я же это объяснил. Просто послушай внимательно, пожалуйста. Внимательно послушай, пожалуйста, что я говорю. Внимательно послушай, что я... Внимательно послушай, что я говорю. Давайте. Просто внимательно послушай, что я говорю. Я говорю, что единственным доводом этих людей является хадис Ай-Туразм. То есть те самые суннидские хадисы являются единственным доводом. Все. Теперь ты говоришь, так вот уже есть от Ма'сума хадис. Мазвис и говорит, что вот этот хадис есть. Но я говорю, что этот хадис, он соответствует хадисам, вашим хадисам соответствует. И скорее всего этот Гулат, он просто взял и приписал хадис Умара, приписал имаму, Ма'суму, непорочному приписал. Вот и все. Поэтому эта идея проникла из вашего учения. У нас этого нет. У нас нет доводов на это. Смотри, у тебя нет цитаты у ваших ученых, что они сказали, что мы взяли это от Аль-Сума Джамма, но это твое понимание. То есть твое суждение. Тебе так кажется, что они взяли это от Аль-Сума Джамма. Почему? Мне так не кажется. Мне так не кажется. Они ссылаются на эти хадисы. Они сами ссылаются на эти хадисы. Ты же сам это сказал. Ты же сам это прочитал. Давай пойдем от обратного. Прочитай любой. Давай прочитай. Это недостоверный хадис. Он привел хадис не из Сахима, он привел хадис Аль-Карфи, и упираясь на хадис Аль-Карфи, он говорит, что это Уддат Минманусиха Тилаватуха. Совершенно верно. Он упирается не на книгу Сунитов, а на книгу Шиитов Аль-Карфи. Не, 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 нет, нет, не так это. Ты сам почитай, пожалуйста, посмотри, что там говорится. Ты же сам себя не слышишь, что ты говоришь. Уддат считается, он говорит, и он не говорит, что я считаю. Он не говорит, я считаю. Он же не говорит этого. Он говорит, я считаю. Он говорит, я считаю. Говорит или не говорит? Да не считали. У нас, ты не сможешь привести, Абусумай, Абусумай, ты не сможешь привести ни одну цитату из шиитских ученых, чтобы они говорили, что я считаю так. Все они говорят, что так считают, так считается. Они не говорят, я так считаю. Просто нет таких цитат. Просто приведи хоть одну цитату от шиитских ученых. Интересно. В других вопросах они тоже вот так приводят мнение Аль-Сунава-Джамаа. Вот так просто. В любых вопросах, то есть, так считается и приводит мнение Аль-Сунава-Джамаа. Или приводит свои суждения, свои какие-то убеждения, как говорят. Или только в этом моменте они опираются на Аль-Сунава-Джамаа. Сейчас, секунду, тут у нас проблема возникла небольшая. Так, что такое? Сейчас, секунду, извиняюсь. Так. 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 Сейчас. Да, то есть... Смотри, Абусумайя. То есть у нас есть определенный момент, да? Важный момент. Один из важных моментов заключается в том, что... Так. Сейчас я извиняюсь. Сейчас я извинюсь. И так. Сейчас я извиняюсь. Отсkenяюсь. Так. South. Смотри. Стоп. Как, как и уходов, я change leaf. Ешь так. Так. Сейчас я извиняюсь. Ron. Да, эти люди, то есть Мазельси или Тууси, они люди ошибающиеся, они ошибаются, они не являются непорочными, их ошибки для нас не доводят. В каких-то моментах, они в таких каких-то моментах могут ошибиться, но опять-таки, в чем здесь ошибка? Как таковое, реальной ошибки здесь на самом деле нет. Почему? Потому что, опять-таки, я говорю, приведи хотя бы одну цитату, просто одну цитату шаритского ученого, где он говорил бы, что я так считаю. Они не говорят, так считаю. Он говорит, есть такой вид отмены, но он не говорит, что я так считаю. Имеется в виду, что другие так считают. Вот как Мазельси говорит, уддат. Так считается. Кем считается? Не шаритским ученым. Просто нет ни одной цитаты шаритского ученого, где он говорил бы, я так считаю. Просто нет таких цитат. Просто приведи хотя бы одну цитату, где он говорил бы, я так считаю. Нет таких цитат. Просто не существует. Есть еще вопрос? Тебя не слышно, что ли? Ты микрофон отключил, Али. Включи микрофон. Теперь слышно меня? Да, да. У тебя еще есть уточняющие вопросы? Я бы хотел... Я ответ на свой вопрос так не услышал, так как... Хорошо, на какой вопрос? Еще раз повтори, пожалуйста, на вопрос. Еще раз повтори. Может, я что-то упустил. Смотри. Ты говоришь, когда они говорят, ауддат, он говорит, ана аудду, или я так считаю. Ауддат, так считается. Да, так считается. Совершенно верно. Из числа вот такого-то. Когда они вот так вот, в формулировке говорят, они подразумевают, так считают аглусонного. Совершенно верно, совершенно верно. Совершенно верно, я об этом и говорю. Совершенно верно. Нет ни одной цитаты шаритского ученого, я об этом и говорил тебе изначально. Что они сами так не считают. Ни один шиизгичонок сам так не считал. Так как он разъясняет хадис, который приводится в книге Аль-Каафи, это книга, в которой некоторые ученые шиизма говорят, что все хадисы достоверны. Нет, нет таких ученых. Кто, например? Кто это такие? Из современных я приведу тебя. Давай, приведи. Из современных Абулхамид Аль-Мухаджир говорит, что все хадисы Каафи являются достоверными. Не знаю такого ученого. Как ученого такого человека я не знаю. Я не знаю такого ученого. Я такого ученого не знаю. То есть смотри, Али, я же тебе не привожу людей, которых ты не знаешь, которых для тебя авторитетами, для вас авторитетами не являются. Я тебе привожу Бухари, муслима. Зачем ты мне блогеров каких-то там не знаешь? Слушай, Курбан, я себе спросил, что есть некоторые ученые в шиизме. Это в частности Аль-Ихбари, которые принимают все хадисы. Они не смотрят вообще. Ты усули или ахар? Ты усули даже? Не важно. Я говорю, что этот человек, он не ученый. Он не авторитет в шиизме. Нет, это не важно. Авторитет не авторитет. Я имею в виду, что книга Аль-Таафи некоторыми шиитами считается полностью достоверной книгой. Мукаддима даже приводится, что слова некоторые ученые, я сейчас не вспомню. Но у нас это мнение. Это мнение. В Исламе не было книга, которая была бы таким же великим, как Аль-Таафи или примерно как. Это величайшая книга. В этом книге, когда он разъясняет какой-то хадис, он говорит, что он приводит мнение Аль-Ихбари. И не говорит, что это мнение Аль-Ихбари, что это неправильно. И просто на этом молчит. Просто говорит. Удат хадихи айяту. Сделай. Он говорит. То есть он не говорит, что это мнение Аль-Ихбари, что это неправильно. Что нельзя верить в таком виде на сахаре. Нет, ты просто приведи. Просто приведи хотя бы мнение одного шейстского ученого, который говорил, что я в это верю. Да, они хадисы эти передают. Передают эти хадисы. Но они не говорят, что я верю. Просто не найдешь такой цитаты. У нас немного таких. У нас немного. Они приводят ваш источник хадисов или приводят от Сахар-Бухаев? Они приводят ваш источник хадисов? Нет, нет. Приводят, в основном приводят хадисы от Умара. Но опять-таки это нагль-каул, то есть это передача точки зрения суннизма. Это не утверждение этой точки зрения, а передача. То есть они в своем роде делали... Да, это слабый хадис. Я же сказал, это слабый хадис. Зачем ты возвращаешься? Это слабый хадис. Я же сказал, слабый хадис. Это по мнению... Это по мнению Маджлиса хадиса. Он говорит, я хочу сказать... Но он ошибся. Он ошибся. Какие проблемы? Он ошибся. Он в Каафе не говорит, что Умар сказал. Он говорит, что Абу Абдиллах, алейхиссалайям. Да, да, да. Он сказал, что у них есть хадис, что у них есть хадис. Он сказал, что у них есть хадис. То есть здесь вообще нет хадисов? Ну здесь нет. Я же говорю, он то, что называет хадис надежным, он ошибся. Я тебе объяснил, в чем он ошибся. Я тебе довод привел. Я не просто тебе голословно утверждаю, что он ошибся. Курбан, я не говорю про хакм-хадисы. Я говорю, ты говоришь, что ваши ученые передают от Умара. А здесь нет Умара. Ну здесь, да. Но обычно, обычно, те шейстские ученые, которые озвучивали эту идею относительно того, что их, во-первых, начнем с того, что этих шейстских ученых очень мало. Просто единицы. Там по пальцам одной руки можно пересчитать. Которые верили, которые вообще говорили о таком виде хокма. Отмены, как отмены текста и виза отмены хокма. Но те, которые говорили, они не говорили, что они в это верят. Ни один из них. Просто приведи мне, зачем ты тянешь этот разговор? Просто приведи мне хоть одну цитату шейстского ученого, где он говорил бы, что я сам в это верю. Просто приведи мне цитату. Нет, я не тяну это. Просто я комментирую твои слова. Ну, на этом мы закончим. Так, уже немножко тянули. Хорошо. Олег, есть уточняющие вопросы? Еще нет. На вступлении. Можно один вопрос? Да, да. Спрашивай. Курман, ты вот в своем уступлении сказал, что он, Умар, верил в искаженность Тур'ана. И то есть доводом того, что он верил в искаженность Тур'ана, это Ай-Тур-Раджим? Ай-Тур-Раджим? Хадис из Бухари. То есть ты сделал этот вывод, исходя из хадиса Бухари, что он... Конечно, говорит, лау-ляй ай-якулэн-назаду Умар фи-Китабиллах. Он говорит, что был такой аят. Это является доводом, это является доводом, что... Причем ясно доводом. Умар верил в искаженность. Да, да. Не только Умар, Аиша верила, Абдулла и Максуд. Мы это все обсуждали же ранее. Хорошо. У меня больше нет вопроса. У тебя 15 минут. Али, я извиняюсь, можно небольшую просьбу? Да. Смотри, я вот 15 минут выступал, в принципе, моя речь не была прям такая уж длинная. Можно к тебе попросить, чтобы ты говорил именно о том, что я там говорил, чтобы опровергал мои слова, чтобы не ушел в другие темы. То есть, чтобы я не возвращался, то, что было сказано в прошлом на дискуссии клинической, да? Нет, ну, если это нужно для того, чтобы мои слова опровергнуть, которые мои выступления, то, пожалуйста, но я имею в виду, что именно мои выступления, не забывай. Хорошо. Я некоторый момент уточнил у уважаемого оппонента. Ну, ответы мне не удовлетворили. Он говорит, ай-тур-аджим, Умар, ладия-аллаху ангу, верил в себя. Почему? Потому, что он читал, что ай-тур-аджим, который был в Куране, если бы я не касался того, что люди скажут, что Умар добавляет в Куран, является неизборчивым, то я бы написал этот ай-тур-аджим, своими руками. В этих словах даже говорится, что если лау-ла якула насу зада Умар хитабиллахи, ла-ка-тур-биядихи, то есть мим-малейся минху. То, что нету из Курана, если бы я не касался людей скажут, то я бы ее добавил в себя. Это он говорит, что вера искаженная с Курана. Этот хадис живет из книги Муссад Имам Ахмад. Это первый том, 232-я страница. Там он приводит хадис под номером 156. хадис хдс казawl его с 鞍б к Потом он упомянул Раджим в побивании камнями. Он сказал, не дайте себя обмануть от Раджима. Мол, нет в Коране, а это Раджим. Он говорит, не дайте себя обмануть от Раджима, а это наказание из наказания Аллаха. Но иначе помогает мне ясам, а если же Тумаса не смогла бы props и Zigat Smith SERVИ, а если vier из них ?]inallahu sallallahu alayhi wa sallam, они рожѕ come snamhi, он говорит после него, а без них прожје. Если бы говорящие не сказали, вы задали Умар, что Умар добавляет в Куран что-то, моляйся минху то, что не искал. Я бы записал её нахи, нахи это сноски в углу. Что бы он написал? Умар и Абдурахман и Ауф, что он сказал, что Умар и Абдурахман и Ауф, что он сказал, что Расул Аллаху салла Аллаху алейху салла Ма кад ражама варажамна мин баадихи. Посланник Аллаха подвивали камнями и мы тоже после него подвивали камнями. Аллаху салла Ма кад ражама варажамна мин баадихи ком кад ражама. Посланник Аллаху салла Ма кад ражама, Аллаху салла Ма кад ражама варажамна мин баадихи ком кад ражама. Аллаху салла Ма кад ражама варажамна мин баадихи ком кад ражама варажамна мин баадихи ком кад ражама. Пропал, кажется. Тебя пропал, Курван? Да, да. У меня тоже пропал, скажи ему. Звука нет. Аллей, а тебя не слышно? Пропал звук. Не слышно тебя. Аллей, не слышно тебя. Аллей, не слышно тебя. Аллей, не слышно, да, у него? Нет, не слышно. И он нас не слышит, я так понимаю. Я тогда его время остановлю на паузу. Да. Пока это... Хорошо. Ты просто головой, может, темнее ему, что это... Не слышно его. А то я ему пишу, а он не отвечает мне. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот сейчас слышно. А где я прерывался? Я не знаю, ты где прерывался, тебя не слышно было, но я твое время остановил. Ты на стройках не трогай ничего. Я вообще не трогал. Ну а пропадаешь же. Я извиняюсь. Да, ничего. Сколько минут у меня осталось? У тебя семь с половиной. То есть половина? Да, да. Когда у тебя уже не было слышно, я остановил твое время. Спасибо. Сейчас Курбан придет и продолжишь. Все, Алик, продолжай. Курбан сказал, где это написано, что Умар и Бхаттаб, ради Аллаху, хотел написать этот аэфин, но сказал, где это написано. Он, Умар, верил, что Уран искажен. И мы, как Алисуна Вальжама, чтобы как-то обелить Умара, чтобы защитить Умара, мы пытаемся, вот придумали вот этот третий вид Насха. Это на самом деле не так. Если бы Умар верил в искаженность Урана, то для нас в религии нет в общих проблем. Умар верил в искаженность. Это единогласное мнение ученых Адмирсу Нова Джама'а. Он сказал, где это написано. Он говорит, где это написано, что он хотел написать где-то в Инахе Тель-Муссад. Это написано в Муссаде имама Ахмада. Это первый том, 232-я страница. Я не знаю, когда я читал этот хадис, если меня было слышно или нет, но я по-новому прочитаю этот хадис. Это 156-й хадис. Имам Ахмад говорит, Ибн Аббас говорит, что Умар дин-Хаттаб читал нам 5-й проповедь, Не дайте себе обмануть от Ар-Раджма. Поистине, это наказание побивания камнями является Аля-Инна Расулу Аллаху С.A.W. Акадь Раджяма Раджямна Бастер. Посланник Аллаху С.A.W. Али-Ивуссаляма побивал камнями, и мы побивали после него. Если бы говорящие не сказали бы, задал Умар в Китабе Аллахи Аз.В. Умар добавляет в Куран то, что не из Курана, лакатабтуху фи нахиятим минал мус. Если бы я записал это, я бы записал в нахиятим мус, в сноске где-то в углу Курана, что бы я записал? Шахида Умар ибн Хаттаб, и сказал Хушайман Маратан, и Абдул-Рахман ибн Ауф, свидетельства Умар ибн Хаттаб, и Абдул-Рахман ибн Ауф тоже свидетельства, что был это. Абдул-Рахман ибн Ауф. Иттак Иттак пойте Иттак пойте Снорский С Stadt autocons deux Усланник Аллахов negligен тот фили Arguably Завт encontр�? Завтал вы Kayla Будут отвергать не верить в Раджма и в даджале и в даджале и в шафаате и заступничество в день суда и в муки могилы и не будут верить в то, что люди после того, как зашли в ад, не выйдут оттуда. Выдут оттуда. Вот она, что он написал нахрен. То, что он сказал, нас взято у Аггутсуна Вальджанаа, и он сказал, что они сами, ученые Аггутсуна Вальджанаа, которые говорили, что есть такой нас, они сами говорят, что это оттуда. То есть, они взяли от Аггутсуна Вальджанаа, но на это он не смог не ответить, так как нет ни одной цитаты, что они взяли это от Аггутсуна Вальджанаа. Это просто ваше умозаключение, что они ответили. Например, мы привели Аль-Каффи, где Салид сказал, что здесь взяли. Мажлис считает этот Алис достоверным. Я бы хотел услышать про обученного, чеизм, не сам Курбан, он же не Мухаддис. Хотел бы услышать имя какого-то Мухаддиса, который сказал, что он слабый. У нас есть Мажлис, который говорит, что Алис Салид. Хотелось бы вот такого уровня, но вот, чтобы он сказал, нет Алис Салид. У меня есть некоторые моменты, которые Курбан сказал в прошлом в дискуссии. Он сказал, что сколько у меня осталось времени? Минута. Минута, да? Да. Тогда я не затрону этот момент, как нужно. Я бы хотел услышать ответ на свой вопрос. Ахад не является доводом, на что он считается. Ахад не является доводом и что ни один из ученых у меня есть направление. Минута, насилия, насилия и повеет. Минута, насилия, насилия, насилия и sanctула на полу. у тебя время есть у тебя уточняющие вопросы есть вопросы Али говорит что Али говорит что у меня нет никаких доводов что шрицкие ученые опираются на сундиское мнение я же просто ничего сложного не говорю Али просто приведи мне цитату всего лишь одного шрицкого ученого который говорил что я верю в этот вид отмены просто одного ученого приведи просто одного хорошо процитируй Мазрис и где он говорит я в это верю это не обязательно сказать я это верю он говорит это считается считается нельзя приписать самому человеку если говорить что так считается то никто не имеет права говорить что почему он тогда не опровергивает он сам это не понимает потому что никто не говорит что он не принимает он не принимает и не не принимает то есть у него нет позиции по этому поводу он мухаддис он не исследователь я же об этом и говорю что эти слова всегда это слова мухаддисов они просто передают передание и все они максимум могут сказать это передание имеет достоверную цепочку передач Я ещё раз. Подожди, пожалуйста, Али. Отвечаю на твой вопрос. У нас учёные бывают разные. У нас мы их чётко и ясно распределяем. Есть исследователь, есть не исследователь. Мазлиси, он эти вопросы вообще не исследует. Он не исследователь. Он в этом вопросе не исследователь. Он не исследует. Он просто передаёт мухаддиз, он передачик предания. Он просто передаёт предания. Все. Он говорит, что так считается. Кто так считает? Ни один шрифский ученый сам так не считал, не был убежден в этом, потому что нет никаких оснований. Нет никаких оснований. Все основания в суннистских сборниках. Поэтому, если ты хочешь сказать, что какой-то шрифский ученый верил в этот вид отмены хадиса, отмены аята, прошу прощения, просто приведи цитату, что он в это верил. Просто приведи цитату. Ты не сможешь привести. Курбан, кулейный, который привел в этот хадис в своем книге Аль-Карфе, он верил в этот вид? Опять-таки, передача предания не означает, что передатчик в это верит. Это не по сунистскому хадисоведению такого нет, не по шрифскому хадисоведению такого нет. Потому что из сунистских сборников хадисов передатчик что-либо передает, но передает. То, что он передает, не означает, что он в это верит. Ты согласен с этим или нет? Или все, что ваши ученые передавали, они в это верили? Нет, передача одно, а мнение ученого это другое. Да, но он же передает, у него нет никакой информации. Камар Хайдари, я сейчас не помню, где именно он это сказал, он сказал, что все, что передает Аль-Кулейн, это и является убеждением самого Аль-Кулейна. Это правильно или нет? Нет, у нас на этом нет доводов. Какие доводы в этом? Что он в этом убежден сам? Передает? Все. Какие здесь убеждения? То, что Хайдари где-то что-то это сказал, ну это надо у Хайдари спрашивать, я не могу это прокомментировать. Насчет, просто я это слышал, что он все, что передает Камар, не Камар говорит. Аль-Кулейни, это убеждение самого Аль-Кулейна. Он даже говорит, что самая достоверная книга по убеждению, это Услава. Да, совершенно верно. Он сам это может сказать, но это не значит, что он верит во все, что передает. Потому что здесь вопрос не в том, во что он верит, а здесь вопрос в том, то есть смотри, у вас, допустим, есть цепочка передатчиков. Я просто объясняю, что у вас есть цепочка передатчиков надежная, то вы этот хадис принимаете, правильно? Конечно. А у нас это не так. У нас цепочка передатчиков может быть полностью надежная, мы все равно можем этот хадис не принять. Почему? Потому что этот хадис может противоречить мутаватой преданиям. Потому что этот хадис может противоречить аятам Корана. То, что он передает надежно цепочке передатчиков, это не значит, что он нами принимается. Разный случай может быть. Для нас, для всех шиитских ученых, наличие для всех шиитских ученых не спасла никакого-либо аята, доказывается только мутаватой преданиями. То, что какое-то одно предание до нас дошло, пусть даже сахих, не говоря уже о том, чтобы он был слабый, даже если это предание сахих, мы не можем принять это предание, достоверное даже предание, что такой аят был. Почему? Потому что наличие аята и его отмена доказывается только, и только, и только, и только мутаватой преданиями. Это единогласное мнение всех ученых. Поэтому повода никаких разногласий вообще нет. Поэтому то, что передается какое-то предание достоверное, и он это предание достоверно передает, и считает, что, допустим, цепочка передатчиков надежная, это не значит, что он в это верит. Потому что там еще куча критериев. В этом моменте Маджлиси говорит, что мы не принимаем слова Маджлиси, потому что он передатчик, то есть он приводит хадисы, но его комментарии к хадисам мы не принимаем. Так? Я правильно тебя понимаю? Комментарий, что мы здесь в данном случае не приняли? Какой из его комментариев? Смотри, смотри, здесь в данном случае он не передает хадисы. В Маджлиси он делает шарф на книгу Аль-Каффи и передает Кулейни. Кулейни передал хадис в своей книге Аль-Каффи. И есть Мират-Уль-Укуль в Ихбал-Ар-Расул. Это книга Аль-Маджлиси. Он делает шарф на книгу Аль-Каффи. И он привел этот хадис, который передает Кулейни. И с носки говорит. Аль-Хадису Талису Сахиху. Третий хадис достоверный. Этот хадис в этом разделе под номером 300. Он говорит. Аль-Хадису Талису Сахиху. Потом разъясняет этот хадис. Он не передает хадис. Он просто разъясняет хадис. И говорит. Это уже комментарий самого Маджлиси. К хадису, который передал Кулейни. Мой вопрос. Принимается ли вот это мнение Кулейни, мнение Маджлиси, хадису, который... Принимается. А в чем проблема? Я же не говорю, что не принимается. Принимается. Да, этот считается. Эти слова считаются одним из отмененных аятов. Да, считается. И что? Ты же говорил, что это вообще не может... Али, ты не считаешь это отмененный аят? Я это считаю. Все сунницкие ученые не считают этот аят отмененным. Конечно, считают. Но все. Он об этом и говорит. Он об этом и говорит. Он говорит про Алисуна, что ли? Конечно. Я же говорю. Приведи хотя бы одного шейского ученого, который говорит. Я так считаю. Я так считаю. Просто приведи, что он сам убежден. Конечно, он Алисуна говорит. Там шейские в эту отмену не верят. Ну, здесь, когда я... Ты сейчас говоришь, что Шиита в эту отмену не верят. Когда я читаю эту цитату без двух твоих объяснений, я так не понимаю. Я понимаю, когда я это читаю, что это мнение о тюлянии. Но не важно, как ты понимаешь. Просто объясни мне, откуда это твое понимание. Просто объясни мне, откуда это твое понимание. Из каких слов? Что считается? Что считается? Твое мнение, откуда? Так он говорит, что считается. Потому что наши ученые в это не верили. Они говорили, что верят. Но они верили сами. Где они? Где они? Так приведи слова, что он сам верит. Ты же не можешь привести. Что я должен отрицать? То, чего нет, нельзя привести довод, что этого нет. Нет. Ты утверждаешь о том, что среди шиитских ученых есть такое мнение. Так приведи это мнение. Я говорю, что этого мнения нет. Как я могу тебе привести цитату, что он так не считает? Он так не считает. Если ты считаешь, что он считает так, то приведи цитату. Ты приведи цитату, я буду эту цитату опровергать. Но ты не приводишь никакой цитат. То, что так считается, это не его мнение. Он говорит, что так считается. Так считают. Чье это мнение тогда? Чье это мнение? Ваше мнение. А где ты понял, что это наше мнение? Вот твой мой. Понял из того, что ты не можешь привести ни одну цитату шиитского ученого, где он говорил бы, что я так считаю. Вот оттуда. Вот оттуда. Там это мнение. Я не знаю, что я у шиитов ничего не знаю. Я никогда не открыл веру. Так ты не знаешь, я тебе объясняю, что шииты в это не верят, в это отмена. Нету в шиизме таких убеждений, что текст отменяется, а смысл остается. Нет таких убеждений в шиизме. И ты не можешь привести цитату шиитского ученого, потому что таких мнений нет. Мы приводим, в частности, в Маджрисе, приводим о Куляине, о Тусе. И я один раз приводил тебе момент. Найду книгу в Усуле, где в ваших Усуле приводится, что есть три мнения. Три вида насха. Да, приводится. Совершенно верно. Ты можешь не цитировать, я тебе даже сам могу сказать. Шейх Туси говорит, что имеется три вида насха. Но он не говорит, что я так считаю. Он говорит, что считается, что три возможных вида насха. Что теоретически возможно три вида насха. Но он говорит, что нет у нас доводов и доказательств того, что один насха, о котором мы сейчас говорим, что этот вид насха произошел. Он говорит, что у нас нет доводов. Просто сам почитай. Если честно, вот такой подход к вопросу для меня открыть. Открыть, конечно. Это научный вопрос. Если ты хочешь что-то доказать, то ты приводишь цитату. Это научный подход называется, Али. Конечно, легко вам, суннитам, обвинять шейтов во всех смертных грехах. А когда дело доходит до доказательств, вы говорите, ой, я удивлен. Такой подход для меня новость. Конечно, это новость для вас. Вы же привыкли обвинять шейтов. Книга Адзариа. Минуточку. Книга Адзариа. Саиды Муртабра. В этом книге он говорит. Как книга называется? Адзариа. Он говорит. Раздел, что можно и возможно быть. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно, может быть. Без документов. Да, совершенно верно. Так и что? Может отменить текст без документов. Али, смотри, этот момент я тебе разъяснял. Ты просто невнимательно меня слушаешь. Смотри, некоторые наши ученые считали, что такой вид отмены может быть. Но они говорят, что у нас нет доводов, что он состоялся. Это разные вещи. Он говорит, может быть. Теоретически это возможно. Теоретически это возможно. А есть где слова, он говорит, что это произошло. Что есть аят, текст которого был отменен, а смысл остался. Есть такие слова у шрицких ученых? Нет. Он говорит, может быть, теоретически. У нас есть разногласия среди научных ученых. Одни говорят, что теоретически может произойти. Другие говорят, что теоретически это невозможно. Это бессмысленно. Это не имеет смысла. Некоторые наши ученые так говорят. Говорят, что значит, что текст отменен, а положение осталось. Почему текст отменен? Разве смысл аята не в том, чтобы донести до человека шариатское положение Если шариатское положение не отменяется, то в чем мудрость отмены текста? Одни говорят, поэтому теоретически мы не можем представить, что Бог отменял текст, но не отменял положение Некоторые так говорят А другие говорят, что нет, может такое быть, что это все-таки Можем мы логическое объяснение этому как-то найти, оправдание какое-то найти Но это один вопрос А другой вопрос заключается в том, что мы обсуждаем, что такой вид отмены произошел Ты мне приведи доводы из шариитских книг, что какой-то шариитский ученый верил, что есть такой, произошел настоящим Что был аят Я вот зачитаю из книги Дарья Я прочитал, что может быть Он приводит Какой том, извиняюсь, я прошу прощения Какой том? Какой том, какая страница? Это 429-я страница Какой том? Насчет тома здесь не указано У меня скриншот книги Да, скриншот, да У меня Давай тогда какой-нибудь Какой-нибудь Прочитаем мне какой-нибудь отрывок Он приводит К каждому разделу он приводит Да, он пример к тому, что Айя отменен, а Хупма остается Он приводит вот этот же, этот цитат Это Саид Муртада Да Саид Муртада тоже так же, как и шейх Туси Он считал, что такой вид отмены есть Но у него нет никаких высказываний, где он говорил бы, что этот вид отмены состоялся Да, он приводит примеры, но это опять-таки примеры из сунитских книг Из сунитских, то, во что верят суниты Он говорит, вот примеры, допустим, для этого Но это не значит, что он сам верит в это Это твое понимание Ну в любом случае, к чему это вообще? Это же наша тема не в этом У нас другая тема была Причем здесь это? Мы хотим доказательства привести Что считали шиитские ученые? Я, допустим, не отрицаю то, что шиитские ученые ошибались А ты отрицаешь, что Умар, Аиша, Абдуллаев и Масвуд ошиблись Ты это отрицаешь Поэтому зачем мне доказывать, что... Я тоже не отрицаю, что... Зачем мне доказывать, что шиитские ученые ошиблись? Зачем мне это доказывать? Я опять-таки говорю, это нету никаких доводов Просто приведи мне довод, зачем ты мне цитируешь шиитских ученых Которые взяли и передают точку зрения суннистских ученых Зачем ты это мне делаешь? Просто приведи мне доводы и доказательства К чему это? Это бесполезно, это неправильный метод дискуссии Неправильный метод дискуссии Доводы приведи На что эти шиитские ученые... Пускай, ладно, вот шиитские ученые, предположим Какой-то шиитский ученый верил в этот вид отмены аят В чем его довод? Что для него доводом является? На что он полагается? На что он опирается в своем убеждении? Нельзя единичным преданиям отменять аят Доказывать аят и отменять аят Ты сам это сказал? Ты сам это сказал, что единичные предания не отменяют и не подтверждают наличие аят Я сказал, что единичным преданиям не можем установить аят Ну да, не можем Аят все уже установлены Мы уже прошли Сейчас это повторяет А, установлено? Этот аят установлен? Я имею ввиду Куран В полном виде уже полностью установлен Так, смотри Смотри, вот Куран до нас дошел Я приводил мне пример Суратул-Ихлас Если будет Ревайд Ахад Который говорит, что нет в Куране Суратул-Ихлас Будем ли мы принимать достоверные хадисы Суратул-Ихлас Это Если Коран уже установлен Зачем ты доказываешь единичным преданиям и наличие других Что что-то другое было неспослано И этим же единичным преданиям доказываешь, что он был отменен Это нельзя делать Я говорю, что было когда-то Я не пытаюсь ее установить А, было? Было? На каком основании ты говоришь, что было? Хукм остался Хукм остался Хукм, ты веришь За проблевание камнями? Что есть такое хукм? Хукм есть, кто это отрицает? Но он не был в хадисе, а не в аяте Не было и нет такого аята Как о побивании камнями Это хадис про посланник Аллаху Салу Аллаху Вот Саид Муртаба и Маджисы считают, что был такой Что считают? Саид Муртаба и Маджисы Считают, что был такой А, считают Но мы это уже обсуждали Зачем возвращаться еще раз? Все уже ясно обсуждали этот момент Еще вопрос есть? Камран, ты на связи? Да, да. Есть еще? Олег, точнее еще вопрос. По-моему, это Курбан мне задавал. Нет, ты выступал и потом мне вопрос задавал. То есть, да, да, я задавал вопрос? Да, ты задавал вопрос, а он выступал. Да, 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 я сам задавал. Хорошо, хорошо, все, я вспомнил. Да, скажи, скажи, пожалуйста, напомни, пожалуйста, из кафии, что это за хадис был? На какой том, какая страница? По поводу Раджима. На что? По поводу Раджима? Да. Это в Усуле Кафи. В том есть страница? Не в Усуле Кафи, а в Раджиме. А, в Раджиме, да, точно. В Раджиме был. Нет, это Фуру, извиняюсь, это Фуру Аль-Кар. Какая там страница? Здесь у меня просто книга Аль-Муджалеб Аль-Раби Ашов, 14. 14. Ситом Фуру, хадис под номером 1366. Получается 1366. Так, передание... Юнус и Сама, да, правильно? Хадис под номером 1366. Нет, Юнус от Сама, правильно? Да. Все верно, вот. Хорошо, ты спрашивал по поводу... Ты задавал вопрос, правильно? Что... Кто из ученых сказал, что слабый? Есть аль-Меджники, который сказал Сахай, Я, да. Такого уровня ученого, что слабый? Все верно. Так. Все верно. С стихом. Его удар... Ты обещал. Я, да. вот например туси в своем риджале страница 337 говорит вакуфий он являтся вакуфий то юнос или абдулай муссин аль нет это что сама являтся вакуфий абдулла бен сина то а ты про было бен сина да 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 я понял 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 все сейчас она все-все да да я извиняюсь это моя ошибка я чуть другой смотрел так Бейсонад и ионус анабдиллах и бен Sennaand канал Баба на рожinde оченьizon можно pyran Да, да, я не знаю, я другой, что Лиснат тогда смотрел. Этот Лиснат, он достоверный, то есть здесь нет слабых передатчиков. Здесь Нали Ибрагим передатчик, Мама, это Бениса и Бениса и Бенисина, Юнус и Абдулла и Бенисина, да. Все они надежные. Здесь именно это предание надежное. У тебя тоже, да, изображение зависло? Да, да. Али, это здесь? Спасибо. Меня слышно? Да, сейчас слышно. Курбан, получается этот хадис достоверный, да? Да, цепочка передатчиков надежная. Снаде нету недостоверных. Слабых нет на Снаде, наверное. Снаде нету недостей. Снаде нету недостаток, конечно. Али, на ten страниц. Получается... Мать Cosmo. на здесь и по поводу того что это придание с надежной цепочкой передатчиков да то есть то что то что мы здесь и говорит то что мы здесь и говорит что что ты пропадаешь тебя вообще не слышно да тебя не слышно я твой вопрос поняла отвечаю на твой вопрос не нужно его повторять то что на здесь и говорит что из над этого предания достоверный это правда из из надо этого передания на самом деле достоверно на достоверный что у нас по времени сколько осталось у нас до конца дискуссии 18 минут так но с этим хадисом разобрались все да все понятно по идее должно быть сейчас что что у нас происходит объяснили пожалуйста да но твою твое время и задавал уточняющие вопросы надо сейчас секунду у меня еще один вопрос был так я просто затерял это все из головы вышло то что ты говорил сейчас я извиняюсь помню эти моменты камран если несложно поставь на паузу пожалуйста чтобы не терять да ты приводил предание что омар сказал что айт разума не было в коране не было то есть люди люди говорили что аят нету аят разума в коране что аят разум не является кораном что он там нет он не так ты сказал что малейся фиги мингу извиняюсь малейся мингу да что не является кораном шанс аяту радж مń но тонком 0 1 0 а 1 0 0 ну о том, что он из-за того, что он был в этом году, но он был в Маср. Он был в Маср. Он был в Маср. Он был в Маср. Это был Маср. слышно али слышно ли тебя с опозданием слышно заображение у тебя пропадает да ну в принципе понятно же не будем я думаю смысла нет затягивать все понятно можем дальше двигаться так по поводу сразу по поводу скажу да по поводу этого предания из кофе кулейни я ранее говорил что там имеется в этом цепочка передатчиков это предание имеется слабый передатчик не знаю как так получилось то есть я ошибся совершил ошибку это предание достоверное то есть цепочка передатчиков надежно но все равно как бы доводом для нас это быть не может потому что обратите внимание все совершенно все мусульманские ученые считают что наличие или отмена аята доказывается только фабер мутаватер единичная единичное предание не может доказывать наличие и отмену того или иного аята а это предание вне всякого единичная и поэтому все равно это ничего не меняет ситуации не меняет никоим образом то есть этот хадис несмотря на то что передается надежной цепочкой передатчиков он ни в коим образом не доказывает да не доказывает то что этот что этот аят был или что он был отменен но вопрос был у нас обсуждение было немножко в другом я сейчас еще один довод приведу что мы этот хадис принять не можем да даже если он передается надежной цепочкой передатчиков мы его никоим образом принять и не может наверняка здесь какая-то ошибка произошла кто-то что-то сделал что то здесь какая-то ошибка произошла в цепочке передатчиков что подобные слова имамам быть сказано просто напросто не могли наш вопрос заключался в чем наш вопрос заключался в том что то есть обсуждение наше было о том каковы доводы отмены подобной то есть на чем мы основываем смотрите есть допустим отмена смысла аята без отмены его текста у подобных аятов довод очень ясный и понятный и довод заключается в том что аят имел один смысл потом был ниспослан другой аят который установил другое значение другой хокон другой смысл установил здесь все очевидно что второй аят отменил смысл первое здесь все понятно но какой у нас довод то есть чем мы доказываем то что были какие-то аяты которые не вошли вы не вошли в книгу в эту священный коран экземпляр который у нас на руках какие у нас доводы что были аяты которые не вошли и которые якобы были отменены несмотря на то что их положение их смысла их хокмы шариатские хокмы не были отменены какие у нас доводы у нас доводы ахбар ахат это не довод это доводом просто-напросто не может быть потому что единогласное мнение и сама ли это признал единогласное мнение что наличие аяты или его отмена доказывается и доказывается исключительно и исключительно чем исключительно вот аватарь преданиями единичными преданиями это так не доказывается и доказано быть не может поэтому никакого внимания здесь мы к этим преданиям подобным переданием никого внимания никакого значения им не придаем и об этом очень много сказано шрифским учеными да то есть они этот момент разобрали этот момент разъяснили и поэтому по этому поводу очень многое сказано но каковы доводы али чем он доказывает что этот аят был отменен нигде нигде об этом не сказано что это был отменен нет это вообще такого слова как отмена аята да нигде не в аятах не в отмена именно текста без хокма да не в аятах не в хадисах и то что на что али ссылается на то что якобы омар финн ахият и финн ахият и минал мусхаб да якобы говорит что я бы записал бы это во первых это передание эта версия предания приводится не всяких и бухарь не вся и муслим и вся и бухарь и вся и муслим и там по-другому говорится что я своими руками написал бы это в коране но и али приводит слова из каких-то других источников тоже мусхаба ахмада что вот где-то там мы это раньше обсуждали я не знаю зачем к этому возвращаться что якобы он хотел где записать где где-то там зачем он то что не является кораном хотел в коране записать то есть в этом опять таки вопрос заключается все это предположение все это является додумывание того что умар хотел что он просто хотел где-то там не в качестве части корана записать если это не часть корана зачем он его там записать хотел чем был смысл что некоторые начнут отрицать ну что это был единственным о ком который относительно который возникли бы сомнения почему именно айта куку почему все остальные адисы не стал записывать почему все остальные полками стал записывать если это ходить этот айт тем более был отменен зачем он ойад записывал здесь на самом деле очень много вопросов ответов на которые у нас нет но вопрос другом обратите внимание здесь есть еще более важный момент, который заключается в том, что и это только один случай, да, это только один случай по поводу Аяту Раджим, есть у нас еще вскармливание грудью, аят, о котором мы ранее говорили, который Аиша приводит, якобы, который был отменен, по мнению Али, хотя Аиша ясно говорит, что мы это стоять читали, и после смерти пророка, да, в хадисе говорится, что и после смерти пророка мы этот хадис читали, а Али говорит, что он был отменен, когда он был отменен, после пророка или во время пророка? Если во время пророка, то почему сахабы читали этот аят и после пророка? А если был после пророка отменен, то как этот аят может быть отменен после того, как пророк ушел из жизни? Это вопросы. Также есть то, что хадисы, которые мы приводили от Абдула ибрия Масуда, что он последние две суры, то здесь Али вообще ни кирдовутов ничего не привел. То есть здесь этих хадисов о том, что те или иные сподвижники, те или иные авторитеты суннизма верили в искаженность Корана, их огромнейшее множество. Мы только некоторые примеры привели, не все примеры приводили. Но обратите внимание, по поводу Насха, вернемся к Насху. В Священном Коране Всевышний, то есть у нас имеется аят Священного Корана по поводу Насха. Что Всевышний в этом аяте говорит? Всевышний говорит, что мы, обратите внимание, Всевышний говорит, это аят Священного Корана, по поводу которого ни Али, ни один суннизский ученый, который веет в отмену, в подобную отмену аята, что текст может быть отменен, а смысл может остаться, и что такое происходило, ни один ученый на это ответить не может. Почему сам Всевышний в Священном Коране что говорит? Говорит, что нет ни одного аята, Всевышний говорит, это сура Бакара. Я тоже сейчас скажу, аят это 106, сура Бакара 106 аят. Всевышний говорит, нет ни одного аята, Всевышний говорит, который мы отменили бы или предали бы забвению, но не заменили бы его, не заменили бы его подобным или чем-то лучшим. Этот аят Священного Корана ясно и четко доказывает, этим аятом Священного Корана ясно доказывается, что отмена текста без отмены смысла быть не может. Почему? Сам Всевышний говорит, что сам насх или предание забвению заключается в том, чтобы один хокм заменить другим хокмом. Один аят заменить другим аятом. То есть мы приводим другой аят, который является подобным или же является лучшим. Лучшим хейр минга является лучшим или митля, или является подобным тому хокму, который был. Это что значит? Значит, то есть есть аят, например, который утверждает что-либо. Ну, например, если бы это было по поводу аяту-раджим, если бы на самом деле был бы аяту-раджим, и он был бы отменен, согласно этому 106 аяту Сур-Багара, что это означало бы? Это означало бы, что этот хокм должен был бы быть заменен подобным хокмом или хокмом, который является лучшим. То есть сам Всевышний говорит, мы заменяем аяты, мы не отменяем аяты. Не бывает такого, что мы просто отменили аяты и все, и ничего взамен не дали. Подобное или лучшее? Аят, который был бы подобен этому аяту, или был бы лучше этого аята? Всевышний говорит, нету такого. Не отменяем мы аяты или не придаем мы аяты забвению без того, чтобы заменить эти аяты чем-то подобным или чем-то лучшим. То есть в самом Священном Коране есть довод против того, что вообще такой насх и такая отмена аятов была и вообще могла быть. Просто не существует. Таких аятов, которые были отменены и не были заменены другими аятами. Нет таких аятов, которые отменяются какими-то единичными преданиями. Нет таких аятов, которые не отменяются другими аятами. Все аяты. Всевышний говорит, мы не отменяем и не придаем забвению какой-либо аят без того, чтобы заменить его на лучший или заменить на подобный. То есть это ясный, недвусмысленный смысл, относительно которого не может быть никаких сомнений. Аята Священного Корана, 106 аята Сур-Бакара. Поэтому если мы утверждаем, что был какой-то аят и который был отменен, то у нас должен быть другой аят, который это доказывал бы. Другой аят, который отменил бы смысл того аята и заменил бы его на другой смысл, который был бы лучше или был бы подобен этому смыслу. Не может быть, чтобы у нас был какой-то аят, Всевышний не спослал какой-то аят, потом этот аят просто был удален из Священного Корана, просто был удален из Священного Корана. Но не был бы заменен на другой аят. Просто такого быть не может. Просто быть не может. Мы не можем принять никакой хадис относительно того, что такая отмена была, ибо все эти хадисы будут противоречить аяту Священного Корана. Будут противоречить аяту Священного Корана. Поэтому, понятное дело, что сам аят Священного Корана, 106-й аят Священного Корана, что делает? Он берет и перечеркивает любые убеждения о том, что могли быть отменены аяты без того, чтобы их хокмы, их смыслы были заменены на другие хокмы, на другие смыслы. Сам Священный Коран перечеркивает это, говорит, не может такого, не бывает такого. Ма нэн сахмин аятин ау нонси га на ати. То есть, мы не отменяем и не придаем забвению никакой аят без того, чтобы привести на ати. Бехерин мин га у мисля га. Без того, чтобы привести лучший аят или привести подобное. Поэтому, неважно, если даже не учитывать тот предыдущий момент, даже если не обращать внимания на предыдущий момент, какой момент, именно на тот важный момент, что любой аят доказывается мутаватор преданием, и отмена любого аята доказывается также мутаватор преданием. Нельзя доказывать или отрицать какой-либо аят одним преданием, единичным преданием. Должен быть мутаватор. Если у нас есть один единичный, даже достоверный хадис, всего лишь один единичный достоверный хадис, пусть даже достоверный, что Всевышний не спослал Аятур-Раджм, это не является доказательством того, что Всевышний не спослал Аятур-Раджм. Почему? Потому что пророк, когда получал откровение, его сподвижники записывали. Не может такого быть, чтобы какой-то Аят был неспослан, и кроме Умара никто не передавал о наличии этого Аята, что ни один сподвижник не сказал, что был такой Аят. Не может такого быть. Почему? Потому что если на самом деле Аят был неспослан, то они выучивали наизусть. Огромное количество сподвижников знали эти Аяты наизусть, они передавали дальше. И до нас дошло бы, что, допустим, Абдулла Абин Асуд говорил бы об Аятур-Раджм, или другие сподвижники Анаса Абин Алик, или еще кто-то Аиша Хавса, или еще кто-то Алибин Абиталев Алей Саатвасам, должны были бы говорить о том, что был такой Аят. Но никто из них не говорит, кроме Умара, никто из них не говорит. То есть эти единичные предания, они не являются доказательством того, что был такой Аят. Не являются. Помимо этого, убежденность в том, вообще сама эта идея, что был какой-то Аят, но текст был отменен, но остался Хокум, противоречит 106-му Аяту Суры Багара, где говорится, что мы не отменяем и не предаем забвению Аят без того, чтобы заменить его на лучшее или на подобное. Где замена? Где? Покажите, где замена Аятур-Раджм? Где замена Аятур-Раджм? Где? На что? На какое хокум? На какое положение? На какой Аят он был заменен? Никакой. Поэтому мы и говорим, что... И сейчас дело не в Умаре, да? Не в Умаре, блин, Хаттабе, вообще. Мы же много преданий, ни одно предание привели от разных сподвижников, что они верили в искаженность Корана, и каждый раз Абус-Май отвечал, что это отмененный Аят. Это отмененный Аят. Но чем они отменены? Единичными. То есть они доказываются, наличие этих Аятов доказываются единичными преданиями и отрицаются единичными преданиями. И при этом у нас нет другого предания, который отменял бы их смыслы, потому что их смыслы не отменены. Их смыслы, их хокмы, их шариатские положения остались. Но, естественно, это все означает, что эти сподвижники верили в искаженность Корана. Что Умаре, блин, Хаттаб верил в искаженность Корана. Почему? Потому что не было такого Аята, как Аятур-Раджим. Неважно, сколько бы у нас преданий не было, по поводу достоверных преданий не было, о том, что был такой Аятур-Раджим, если даже он в шиитских источниках, до тех пор, пока он не достигает степени Таватур, мы говорим, что не было такого Аята. Поэтому, подводя итоги, наши современные шиитские убеждения и взгляды исследователей Корана шиитских заключаются в том, что все, что было нескольким, ниспослано, все, что было неспослано Всевышним, своему пророку, его светлости, Мухаммаду, саллаллаху, алейхи и алейхи, все это содержится вот в этой книге. Все это содержится в этой книге. Ничего из того, что было неспослано его светлости, не было удалено отсюда. И ничего, что не было неспослано пророку, не было добавлено сюда. Это наш взгляд и наши убеждения, и то, на чем мы, современные шрифские общества, современные шрифские ученые, и не только современные, а и предыдущие поколения шрифских ученых на этом стоят. Почему мы говорим, что все, что было неспособственно, содержится здесь? Почему? Потому что все, что помимо этого, доказывается только единичными преданиями. Ни одного аята нету, который не входил бы в эту книгу, в эту священную книгу, в этот вариант, в эту скрижаль. Нет ни одного аята, который не входил бы сюда и доказывался бы мотоватор преданиями наличия его. Все остальные аяты, которые якобы являются откровениями, они доказываются единичными преданиями, и поэтому мы говорим, что они не являются Кораном и не были никогда Кораном. Просто те люди, которые передавали эти предания, они заблудились, они ошиблись, они были неправы, они верили в искаженность Корана. Время, да? И да, и время дискуссии тоже кончилось. Хорошо, хорошо. Да. Закончено. Хочешь, да, закончить, останется, если у Али есть уточняющие вопросы, уже в следующем дискуссии за нас. Да, хорошо, Али? Я пару минут могу комментировать? Да, пару, пару минут. Потом уже закончим. Да, хорошо. Что касается вот этого аят, который привел с Баqara, Бахманан, Сахмин Айятин Аб-Нунси, Шаил Минха, Ау-Нихлиха. Вот, засили к этому аяту, что есть разные, как, например, Аб-Тибиан, Фит, Куран, Пьет, Том 13, или, на странице, Том 13, или, он говорит, Насх в Куране, он говорит, не по мнению Али Сыну Аджима, он говорит, в Куране Насх делится на три категории. Из них одна из этих ворь является Насху лафзи дуна хукмиги. Аят сменяется без... И приводит пример Аят Аб-Ладжима. И еще, Маджма Аль-Баян фит, Куран, Первый, Том 4 страница. Это Таб-Раси. Он говорит, Аль-Насху в Куране Аля дуруб, Аминха ма юв, Афи'у лафзу, Аят Ак-Ракма. Ка-Аят Ар-Раджима. Он говорит, в Куране Насх делится на несколько частей. Из них, это Аллах поднимает Али, Я извиняюсь, Я тебя перебью, Али, извиняюсь, очень сильно извиняюсь, Я тебя перебью. Мы этот вопрос уже обсуждали, я ж тебе еще раз говорю, я тебе еще раз говорю, то, что шиитские ученые в это верили. Допустим, смотри, 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 в чем вопрос, в чем наше разногласие с тобой? Давай эти разногласия будем разбирать. В чем наше разногласие? Я что, где-то сказал, что у нас не было по этому вопросу ученых, которые заблуждались? Я где-то это говорил? Я когда-то сказал, что... Я где-то говорил, что... Что? Ты хочешь сказать, что эти ученые, все ученые, которые написали, что это все, они заблудились? Нет, 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 смотри, здесь я еще раз говорю, ты что сейчас хочешь доказать? Ты что хочешь доказать? Ты что хочешь доказать? Все они заблудились, да? Нет, дело в том, что... Я комментирую только... Нет, так ты неправильно комментируешь, ты неправильно комментируешь. Эти ученые, которых ты цитируешь, они просто говорят, что есть такие взгляды, есть такие предположения, что аяты могут... Нет, нет, они сами... Те, кого ты... Смотри, я тебе еще раз говорю, ты просто затягиваешь наш ненужный вот этот разговор. Еще раз тебе говорю, среди наших ученых были те, кто ошиблись, были те, кто ошиблись, но те, кого ты цитируешь, они нигде не говорили, что они в этом убеждены. У них нет... Они сами говорят, что у них нет доказательств. Если хочешь, давай в следующий раз, в четвертой дискуссии, мы этот момент обсудим. Давай потом обсудим. Сейчас ты хочешь это все... Ты сейчас хочешь это прочитать и дальше пройти, правильно? Хочешь на этом закончить. Давай мы четвертую встречу как раз посвятим этому. Давай посвятим этому. И ты мне докажешь. И ты мне докажешь. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, какие шиитские ученые... На четвертую часть мы перейдем к шиизму. А мы о чем сейчас говорим? Мы о чем сейчас говорим? Ты и так перешел к шиизму. Ты и так перешел к шиизму. Ты и так перешел к шиизму. Мы говорили о ваших книгах, о ваших убеждениях, о ваших взглядах. Ты вместо того, чтобы отвечать на мои доводы, переходишь к шиизму. А мы в будущем перейдем к шиизму. Мы будем это обсуждать. И мы посмотрим, какие у тебя доводы Мы сейчас просто не об этом говорим Поэтому я не хочу, чтобы Ты уводил вопрос туда У тебя по моему доводу есть что сказать Тебе нечего сказать У тебя нет никаких доводов Могу один вопрос Заключение задать Давай, задавай Получается, если два с половиной часа Мы почти восемь часов Обсуждали Агрессионного Джамаа Нет В том-то и дело, что весь сегодняшний день Ты перевел на шиитм Хотя мы это будем обсуждать Хотя это мы будем Нет, ты цитировал шиитских ученых Ты цитировал шиитских ученых Смотри, я хочу задать Один короткий Ты хотел доказать, что Ахли Суннавад Джамаа Верит в искаженность Корана Так? Я не говорю, что Ахли Суннавад Джамаа Смотри Есть у вас Среди ваших лидеров Такие люди, как Умар, Абдулла и Масуд Аиша Которые верили в искаженность Корана И это уже доказал Это доказал я Я хочу задать тебе И вы, и вы, и вы И вы И вы Все суннистское учение Верит в то Что Некоторые Из аятов Вы верите в то Что некоторые из аятов Которые были не спосланы Пророку Не вошли В мусхав Не вошли в мусхав Я доказал это Что это вера в искаженность Корана Таким образом Вы все верите в искаженность Корана Получается Вот эти ученые тоже верят в искаженность Корана Те шиитские Те шиитские ученые Которые сказали, что существует Те шиитские ученые Которые верили в подобный Вид отмены аятов Они верили в искаженность Корана Я где отрицал, что шиитские Я где-нибудь говорил Что нет ни одного шиитского ученого Я хотел короткий вопрос, чтобы ты коротко на это ответил. Я несколько раз приводил пример, как шииты говорят, что Куран искажен. И в Куране были аяты, не вошли в Куран. Или вот такая цитата ученого есть у тебя? Без реваятов, чтобы цитата ученого. Куран искажен. Есть такое? Есть, есть, есть. Я же это не отрицаю. Но я тебе говорю, что это шиитский ученый. Я тебе с самого начала сказал, Али. Я не шиитский говорю, а Али Суннава Джамаа говорю. Есть у Али Суннава Джамаа такая цитата, чтобы возьмем, например, Имам Ас-Суюта, или Аль-Газали, или Аль-Навави, или Ибн-Хазин Ад-Лагири, любой ученый на протяжении истории. Да, они все, все суннитские ученые, все суннитские ученые единогласны в том, что не все то, что было неспособлено пророку, вошло в эту книгу. Они говорят, что не все то, что было неспособлено, вошло в эту книгу. Это веровискаженность Корана. Все суннитские ученые в это верят. То есть, вот, ты хочешь сказать, что поэтому я не про нас говорила, нас это одно. Нет, это тоже веровискаженность Корана. Это веровискаженность Корана. Неважно. Все, что было неспособлено, все, что было неспособлено, его светлость в послании к Аллаху, содержится здесь. Да, они говорят, что больше этой книги было убавлено. Больше, чем здесь содержится. Все суннидские ученые единогласны в том, что больше, чем здесь содержится, было удалено отсюда. Например, я приведу пример. Ты знаешь, что все суннидские ученые верят в то, что 33 сура Ахзаба была 200 аятов? Сура Ахзаба, что это было 200 аятов, все суннидские ученые верят в это? Да, вот, пожалуйста. Солик, затягивайся к вам. Давай потом, потом продолжим. Давай, а, закончим, да. В четвертом части уже будете обсуждать. В четвертом части мы перейдем к шилизму. Ну, вы же еще не кончили этот. Мы же договорились, что третья часть будет последняя, потом уже перейдем к шилизму. Хорошо, как договоритесь, так и сделаем. Хорошо. С вами тоже прощаюсь, братья. Всего доброго. Чуть попозже, иншаллах, выйдем в эфир, тоже пообщаемся, послушаем вас в инстаграме. Проявите активность. С вами, коронавируйтесь. Удачи. Продолжение следует...